Я у Чихо Итачи, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью. Я сделал свой выбор забытой шиноби, и там я был избранным место. Мира бы выбрали за городу, шеу ребенка оставили радость, забытый огонь. На моем пальце, крот на клинке, яся на кацюке. 10 октября, Кушана Узумаки должна сегодня родить мальчика и девочку. Вот она идет к своему мужу, чтобы он перенес ее туда, где она будет рожать. Она заходит в кабинет Хакаги. Кушана Мината телепортируй нас. Мината хорошо. Они телепортировались в пещеру Законахой, именно там должна была родить жена четвертого. Наконец начались роды, которые принимала Бивака. Мината сдерживал печать, а Кушана покрывала всех трехэтажным матом. Когда показалась голова младенца, его извлекли из матери, положили на койку для новорожденных и приступили работать дальше. Они закончили и дали детей новой матери. Кушана, как мы их назовем? Мината, давай ты их назовешь. У меня сил думать нет. Кушана, давай. Его теперь зовут Наруто Узумаки Намикадзе, а ее Наруко Узумаки Намикадзе. Мината, им подходят эти имена. Бивака, ладно, давайте я их заберу. Кушана, хорошо Бивака забирает их, но вдруг Кушана закричала от жуткой боли. Кушана Мината, девятихвостый. Он, сейчас вырвется. Блондин телепортировал всех в Канаху. Минат и Бивака, сэн, отнесите их к нам домой и присмотрите за ними, пока мы не придем. Бивака, хорошо. Бивака отправилась в дом четвертого, а Мината отправился обратно к Кушане. Вот он телепортировался и видит, как из Кушана выходят оранжевые чакры и преобразуются в форму девятихвостого лиса. Мината, черт, нужно его в кого-нибудь запечатать, но сначала. Мината взял Кушану на руки и телепортировался домой. Он положил ее на кровать возле детей и ему пришла идея. Мината, Кушана, мне придется запечатать лиса в Наруто. Кушана, не смей. Мината, другого выбора нет. Кушана, ты же знаешь, как относится к дженчурики. Мината, никто не узнает, что наш сын дженчурики, разве что верхушка деревни. Кушана, я им не доверяю. Мината, не бойся, мы поставим печать о неразглашении. Кушана, пообещай. Мината, обещаю. Кушана, хорошо. Мината взял Наруто и телепортировался в пещеру, где недавно проходили роды. Он сложил печать и призвал алтарь, на который положил Наруто и приступил к запечатыванию. Он использовал фуин, а не призыв шенигами. Наконец-то он запечатал лиса в Наруто, но у младенца цвет волос поменялся из желтого на красный. Мината сразу понял, что это из-за его фуина, но тут появился Донза, добрый. Донза, где лис? Мината, я запечатал его в моего сына. Донза, хорошо, надо собрать совет. Мината, ладно. Мината переместился к Кушане, она не удивилась, что у ее сына изменился цвет волос, так как знала из-за чего. После Мината переместился на совет. Мината совет кланов объявляется открытым. Хиаши, кто сейчас джинчурики? Мината, им является мой сын. Хамура, я предлагаю отдать джинчурики в корень. Донза, Мината нет. Кахару тогда я требую отдать его в приют. Хиаши, я за. Хамура, я за. Фугаку, я против. Цуми, я за. Шикаку, я против. Чоуза, я против. Муракума, я за. Мината, я против. Донза, я против. Шикаку, не ча. Тогда можно отправить его в приют до того, как он поступит в академию, а потом забрать его обратно, но если будет всплеск Чакры Каюби, то он останется один и дальше. Хамура, хорошо. Мината, но. Шикаку так будет честно. Мината, хорошо, но при одном условии. Шикаку на каком? Мината, никто не должен говорить, кто джинчурики, поэтому мы поставим на вас печать о неразглашении. Шикаку, хорошо. Мината, отлично, на этом собрании закрывается. Мината переместился домой, рассказал все кушанье, она с неохотой и болью, но согласилась, ведь другого выбора нет. С того дня прошло 4 года. По переулкам шел мальчик в потрепанной одежде, это был Наруто, его все ненавидели из-за того, что в нем запечатан Каюби. Жители узнали, кто джинчурики два года назад из-за того, что кто-то распространил слух. Выглядел он так, красные волосы, фиолетовые глаза, смазливая личка, немного заостренные в общем красавчик, вы не подумайте, я не гей. Одет он был в темно-синюю футболку, черные шорты с красными узорами и черные сандалии, и вся одежда была в потрепанном состоянии. Он шел и думал за что его так, но из раздумий его вытянул плач. Он побежал на плач, он добряк среди добряков. Леопольд Фигов, источником плача была девочка с желтыми волосами, на вид ровесницы Наруто. Красноволосый подошел и спросил ее, Наруто почему ты плачешь? Девочка я потерялась. Наруто я Наруто Узумаки, не плачь я тебя выведу отсюда. Девочка я Наруко Намикадзе, ты правда мне поможешь? Наруто да, идем. Они вышли из переулков и блондин сказал, Наруто ладно, теперь ты справишься сама, а я пойду. Наруко почему ты уходишь? Наруто если тебя увидят возле меня, то тебя тоже могут начать презирать. Наруко и что? Я хочу с тобой дружить. Наруто но. Наруко никаких но. Наруто ты вправду хочешь со мной дружить? Наруко да, так что пойдем гулять. Наруто хорошо, вечером пойдем кое куда, тебе понравится. Наруко хорошо. Наруто и Наруко гуляли до вечера, на них смотрели с удивлением, мол как демон гуляет с дочерью Хакаги. Взрослые, или о ее родителе не говорили с ним не общаться. Дети. Под конец дня они направились на гору Хакаги и сели на голову четвертого. Наруто вот смотри. Наруко тут и вправду красиво. Наруко это мое любимое место. Наруко а почему именно тут? Наруко тут две причины. Первое, тут меня никто не трогает. Второе, я восхищаюсь четвертым. Наруко папой. Наруто что? Наруко четвертый Хакаги мой отец. Наруто правда? Тогда попроси пожалуйста автограф. Наруко хорошо. Извини Наруто, мне пора домой. Наруто ладно, я тебя провожу. Наруко угу. Они пошли к дому Хакаги, а когда пришли попрощались и отправились по домам. Наруко ушла к себе, а наш герой к себе, если при этом вообще можно назвать домом. В доме Хакаги. Минато в этом фф не тупой и оставляет клона работать после 20 часов ровно, а сам идет домой. Хоть где-то, Наруко зашла в дом и крикнула. Наруко я дома. Кушана ты почему так поздно? Наруко я с новым другом гуляла. Кушана да. А как вы познакомились? Наруко я потерялась в переулках и заплакала, а он пришел на плач и помог мне выйти. Но потом он хотел уйти из-за того, что его все ненавидят, а он не хотел, чтобы меня начали ненавидеть вместе с ним, но я его остановила и сказала, что хочу с ним дружить, он обрадовался и мы пошли гулять. Вечером мы пошли на гору Хакаги и сели на голову отца. Потом он сказал, что любит это место из-за того, что там его не трогают и то, что он восхищается папой. Когда я сказала, что я дочь Хакаги, он попросил меня взять автограф и потом он проводил меня и ушел в приюта, как он сирота. Кушана понятно, Минато как раз дома можешь взять автограф и завтра ему его отдать. Наруко хорошо. Кушана кстати, а как его зовут и как он выглядит? Наруко его зовут Наруто, у него фиолетовые глаза, красные волосы как у тебя и красивое лицо, покраснело. Кушане было грустно и радостно. Грустно, что это был ее сын и она хотела его вернуть, а радостно из-за того, что ее дочь похоже влюбилась. Кушана понятно, иди кушать и спать. Наруко хорошо. Привет. Наруто пришел впредь под презрительными взглядами и пошел к себе в комнату, а точнее чердак лег спать даже не поев из-за того, что ему есть не дадут. Наруто проснулся в 6.00 и пошел к речке, так как его презирают и кормить не буду. Как только он туда дошел, то начал умываться, а после разделся до трусов и начал ловить рыбу. К 9.00 ровно он поймал два рыбки, он собрал хворост, взял камень и кремень и начал бить их друг об друга и вот из кремния вылетела искра и подожгла хворост. После он начал чистить рыбу куном, который нашел по пути к речке. Как он почистил рыбу, то нацепил их на палки и начал жарить. К 9.30 рыба была готова и блондин начал ее есть. Потом он пошел в библиотеку, так как научился читать и писать еще в три года. Идя в библиотеку он услышал крики и побежал туда, откуда они доносились. Когда мальчик прибежал на звуки, то увидел трех ребят, которые приставали к двум девочкам его возраста, на вид хулиганы были генинами. Он взял камень и кинул его в одного из них, камень попал в затылок одного из хулиганов, а когда они повернулись, то закричали на него, «Один хулиган, ах ты ж, демон, мы сейчас тебе наваляем за это!» И все трое резко побежали на Наруто с занесенными кулаками. От первого он уклонился, все-таки на него часто нападают, но второй и третий попали в него. Наруто отлетел и ударился об скамейку головой, от чего вырубился. Они продолжили бы его пинать, если бы не Какаши с Гаем, которые пробегали мимо. Гай прыгнул и приземлился между пацанами и Наруто, Какаши просто появился возле Гая. «Какаши, что тут случилось?» Два хулигана швырнули в нас камень. «Какаши, я не вас спрашиваю. Один девочка, здравствуйте. Они к нам приставали, а тот мальчик кинул в одного камень, чтобы отвлечь их. Какаши, понятно, спасибо. Гай отведи их к Хакаге, а я отнесу его в больницу. Гай, хорошо. Какаши только хотел уходить, но тут... Два девочка, можете поблагодарить его от нас? Один девочка, да. Какаши, хорошо, как вас зовут? Один девочка, меня Сацуки Учхо. Два девочка, меня Ханаби Хьюго, они ровесницы Наруто. Какаши, хорошо, я передам. Еще что-нибудь? Ханаби, да, вы не знаете, как его зовут? Какаши Наруто Узумуки. Ханаби, спасибо. Какаши, все. Девочки, да. Какаши испарился перед ними и появился у входа в больницу. Какаши зашел и, подойдя к стойке регистрации, проговорил, Какаши нужен доктор. Дежурная, с вами что-то случилось? Какаши со мной нет, а с ним да. Дежурная, это демон, мы его не примем. Какаши, вы не имеете права не принимать больных. Дежурная, Ксо, ладно, отнесите его в палату номер семь. Какаши, хорошо. После того, как Наруто вырубился, красноволосый очнулся в какой-то канализации. Наруто, где я? Мальчик осмотрелся и пошел прямо. Где-то через 20 минут ходьбы он вышел в огромное помещение, в котором была клетка, а на ней Кандзи печать. Как только он подошел поближе, в темноте за клеткой появились два красных глаза. Кьюби, мой тюремщик. Кьюби, мысли, дефис, почему я чувствую в нем чакру отца. Наруто, ты кто? Кьюби, великий Кьюби, но Йоака. Наруто, у тебя есть имя. Кьюби, зачем тебе оно? Наруто, хочу подружиться, ведь друзей у меня и так немного, только Наруко, Аэми, старик, ты очень рад и сам. Кьюби, мысли, дефис, так это он, понятно, почему я почувствовал в нем чакру отца. Курамы, мое имя Курама. Наруто, Курама? Красивое имя, ты будешь моим другом. Курама, да, а теперь иди. Тебе пора и запомни, никому обо мне. Наруто, хорошо. Наруто очнулся и сразу понял, что он в больнице. Какаши, ты очнулся. Наруто, здравствуйте, а вы кто? Какаши, я тот, кто принес тебя сюда. Наруто, как вас зовут? Какаши, Какаши, Хатаки, а он Гай. Гай, привет, не хочешь стать нашим учеником? Наруто, а можно? Какаши, ну это же мы предложили. Наруто, да, я буду вашим учеником. Какаши, вот и хорошо. Мы пойдем, а ты отдыхай. Наруто, оха. Они ушли, а Наруто лег спать. У Зумаки выписали через два дня и долго не думая, он пошел искать Наруко. Вот уже вечереет и он пошел на гору Хакаги, где и встретил Наруко. Наруто, привет. Наруко, привет, а где ты был? Наруто в больнице, два дня назад я спас двух девочек, их вроде бы Сацуки Хан обезвали. Наруко, так это ты их спас. Наруто, а вы знакомы? Наруко, да, мы подруги. Наруто, понятно. И еще вот, это тебе. Наруто передал ей рисунок, где была она и улыбалась. И рисунок был очень красив, прямо точь в точь, как будто фотографии, правда черно-белые, но все же. Наруко, вау, спасибо, он очень красивый. Наруто, спасибо. Наруко, теперь я, вот я попросила у папы автограф для тебя. Наруто, спасибо большое, еще я буду тренироваться, так что гулять будем редко. Наруко, а можно с тобой? Наруто, это надо сенсейв спросить. Наруко, а кто они? Наруто, Кукаши Сангасан. Наруко, я с ними знакома, так что попрошу, а ты сам не против. Наруто, нет, я буду только рад. Наруко, спасибо. Наруто, ладно, мне пора тебя проводить. Наруко, угу, спасибо. Наруто проводил ее до дома и отправился вперед, в приюте он сразу лег спать. Наруто проснулся в 6 часов ровно и отправился в лес. Он поймал пару рыб, пожарил их, съел и пошел на полигон номер 3, ведь там мальчик договорился встретиться с Гаем в 8 часов ровно. Когда он пришел, Гай был уже там. Наруто, здравствуйте, Гай Сенсей. Гай, привет, вот твое задание. Сделай 5 кругов, 1 круг 0,5 километров, вокруг полигона. Упражнения на пресс, отжимания, подтягивания и приседания. И все это ты должен сделать 30 раз, ведь в тебе горит сила юности. Наруто хорошо, а отдых между упражнениями будет? Гай да, отдых 10 минут. Наруто хорошо. Гай начинай. Закончив через 1,5 часа. Наруто, Гай Сенсей, я все. Гай так теперь-то идюцу, повторяя за мной стойкие удары. Наруто хорошо. Такими темпами они тренировались до прихода Кокоши, который пришел в 14 часов ровно. Кокоши привет. Гай привет, мой вечный соперник. Наруто здравствуйте, Кокоши Сенсей. Кокоши просто Кокоши. Наруто хорошо. Чему я буду обучаться у вас? Кокоши сначала метание железа. Наруто ладно, но у меня нет ни кунаев, ни сурикенов, ни синбонов. Кокоши не беспокойся, у меня все есть. Наруто, тогда хорошо. Кокоши подошел к дереву, начертил мишень с помощью куная, подошел к Наруто и сказал, Кокоши вот. Возьми куной и смотри как я держу и метаю один куной. Наруто хорошо. Кокоши показал как надо держать и метать куная. Наруто за этим внимательно смотрел, а после кинул куной в мишень. Узумаки сначала попал в самый дальний от центра круг, а потом начал тренироваться в метании кунаяев. Так он тренировался до 18 часов ровно и смог попасть в 10 десятых. После они разошлись. Наруто пошел на гору Хакаги, там он встретил свою подругу. Наруто привет Наруко. Наруко привет, как тренировки? Наруто нормально, а ты спросила про тренировки. Наруко нет, сегодня и хотела. Наруто понятно. Наруко слушай, а давай я тебя со своими друзьями познакомлю. Наруто зачем? Наруко все вместе поиграем. Наруто я не думаю, что они захотят со мной играть. Наруко ну попытаться стоит, а если они не захотят, то мы пойдем гулять сами. Наруто хорошо, Наруто и Наруко пошли на площадку. Когда они дошли до назначенного места, Наруко привет ребята. Дети привет. Наруко знакомьтесь, это Наруто. Наруто привет. Дети привет. Наруко не против, если мы с вами поиграем. Дети нет. Мин Мэхинато, а я против. Сацуки, меня зовут Сацуки. Ханаби, а меня Ханаби. Наруто, а это вы? Сацуки Ханаби, да, спасибо, что помог тогда. Наруто ни за что. Сакура, я Сакура. Инэйна. Чаджи, я Чаджи. Шикамару, я Шикамару. Саски, я Саски. Мин Мэхина не буду я демону представляться. А помню писал я или нет, но он младше Наруко на 10 месяцев. Хинато я тоже не буду. Наруко Мин Мэхина, я все маме расскажу, как ты Наруто обзываешь. Мин Мэхина, ну и говори, я домой. Хинато я тоже, Ханаби, идем. Ханаби нет, я еще поиграю. Хинато предательница. Я Химми, я сказала идем домой. Ханаби я тоже Химми. Хинато, ах ты, ну и ладно. Наруто, извините. Дети за что? Наруто, ну, из-за меня вы с ними поссорились. Дети ничего. Наруко, а во что играть будем? И на Наруто, а ты во что хочешь поиграть? Наруто, я никогда не играл в игры, меня не брали поиграть. Наруко идея, а давайте в прятки. Дети давайте. Наруто, как в них играть? Сакура кто-то один считает до 10, а другие прячутся. Кстати, а ты считать до 10 умеешь? Наруто, я умею и больше. Саски, а до скольки? Наруто, я даже не знаю, но до миллиарда умею. Шикамару до миллиарда, и это еще не все. Наруто, да. Шикамару я только до миллиарда умею считать. Наруто, так там все просто. Сначала говоришь 1 миллиард и цифры, начиная от неркой, например, 1 миллиард 1, 1 миллиард 2 и так далее. А когда снова дойдешь до миллиарда, ты уже говоришь 2 миллиарда, потом 3 миллиарда и так далее. Шикамару понял, спасибо. Наруто, оха, суть игры я понял, так что можно поиграть. Дети, оха. Наруто, раз я первый раз играю, то я первый и буду считать. Дети, хорошо. Так они начали играть до 20 часов ровно, и после все они разошлись. Дальше все начали расходиться. Ханаби ушла с Мэджи, который пришел за ней, Сасуки и Саски пошли вместе, а Наруто проводил Наруко. После того, как он проводил Наруко, он пошел впредь и лег спать. Дома Наруко. Наруко, я дома. Кушина опять с Наруто гуляла. Наруко, нет. Я познакомила его с остальными и мы играли в прятки. Кушина, понятно, а почему мин мы не взяли? Он намного раньше пришел. Наруко, он с Хинато не захотели общаться с Наруто и еще демоном его называли. Кушина, понятно, садись кушать и спать. Наруко, а папа дома? Кушина, да отец в гостиной, а зачем тебе он? Наруко, Наруто начал тренироваться с Какаши сыном Гайсаном. Я хочу попросить папу, чтобы он попросил их обучать меня. Кушина, понятно, так ты влюбилась. Наруко, ничего, я не влюбилась. Кушина, но ты же хочешь быть с ним рядом. Наруко, а это называется любовью. Кушина, да. Наруко, значит, я все-таки влюбилась. Кушина еще рано для отношений, можно только тогда, когда вы поступите в академию. Наруко, я об этом и не думала. Ладно, я к папе, спрошу насчет тренировок. Наруко пошла и спросила насчет этого у отца, на что он сказал, что попросит их об этом и она легла спать. Наруто встал в 6 часов ровно, умылся и пошел к речке, чтобы поймать себе рыбу на завтрак. Он поймал, приготовил и съел рыбу к 8 часов 30 минут, и отправился на полигон, на котором его ждал Гай. Наруто, здравствуйте, Гай Сенсей. Гай, привет, Наруто. Вот надень их. Гай притянул Наруто утяжелители, но на этих утяжелителях есть печать, которая не дает ломать землю под ногами и увеличивает их вес с каждым днем на 0,5 килограммов. Наруто, спасибо. Гай, не за что, а теперь мы кайково подождем и начнем. Через 5 минут пришла Наруко. Наруко, здравствуйте, меня зовут Наруко Намикадзе. Гай, привет, я Майта Гай, а это... Наруто, Наруко, мы знакомы. Гай, понятно, начнем тренировки. Наруто, сделай все то же, что и вчера, и не снимай утяжелители, только если в ванну или спать. Наруто, хорошо. Гай, Наруко, а ты повторяй за Наруто. Наруко, хорошо. Закончили они все к времени, когда пришел Какаши. Какаши, привет всем. Гай, привет, мой соперник. Наруто, Какаши, Сенси, а что мы будем делать сегодня? Какаши учится метать сюрикены. Наруто, хорошо. Наруко, но у меня их нет. Какаши, конечно, нет. Вам по 4 года, детям никто их не продаст. Наруко, а как мы будем учиться их метать? Какаши, я дам тебе куная, а Наруто сюрикены, так как куная он бросать умеет, по крайней мере в недвижущуюся мишень. Наруто, Наруко, хорошо. Так они тренировались до вечера, а после тренировок они пошли на площадку, где поиграли и разошлись по домам. И так прошел год. Наруто в Тайдюцу слабый генин, а Наруко средний академик. Метают куная сюрикены, они на уровне среднего генина. Сейчас они заканчивали тренировку Гай и ждали Какаши. Какаши пришел через полчаса. Какаши, привет. Наруко, почему вы опоздали? Какаши, черная кошка дорогу перебежала, пришлось обходить. Наруко, ладно, неважно, чему вы обучите нас сегодня. Какаши, ходить по вертикальным поверхностям. Когда Какаши закончил, он пошел по дереву, не держась руками. Какаши, вам надо подать чакру в ступни, если вы подадите слишком много, то дерево тряснет, а если мало, то вы упадете. За день Наруко и Наруко смогли добраться до вершины и Какаши им объяснил, как ходить по воде, чакру пробудили в течение года. Они справились за два дня и так прошел еще один год. Какаши научил детей базовым техникам академии. Тайдюцу Наруто на уровне слабого чунина. Наруко сейчас направлялся в резиденцию Хакаги. Наруко, здравствуйте, Хакаги сама. Зачем вызывали? Минато, можешь сегодня прийти к нам домой? Наруто, да, а зачем? Минато, отлично, приходи в 18 часов ровно. Наруто, хорошо, можно идти. Минато, да, иди. Наруто покинул резиденцию и пошел гулять по Канохе, из-за того, что Гайка Каши на миссиях. Так он гулял до вечера, а после пошел к дому Наруко. Когда Узумаки подошел, он постучался и ему открыла Наруко. Наруко, Наруто, ты ко мне на день рождения? Наруто, у тебя день рождения. Наруко, точно, я же тебе не сказала, прости. Наруто, тогда с днем рождения я тоже не сказал, так что не нужно извинить за то, что подарок не принес. Наруко, не нужно извиняться, тогда зачем ты здесь? Наруто, меня Хакаги вызвал. Наруко, ну ладно, проходи. Наруко пустила в дом Наруто, показала, где его кабинет, сказала, что сейчас позовет. Хакаги пришел через две минуты, но не один, а с женой и дочкой. Потом они зашли в кабинет и на Микадзе заговорил. Минато, привет, Наруто, ты знаешь, кто твои родители? Наруто, здравствуйте, Хакаги, сама и Кушина, сан, догадываюсь. Минато, да. И на чем твои догадки? Наруто, у нас в Канохе были только двое Узумаки, плюс у нас с Наруко всего одна буква разница и день рождения в один день. Минато, понятно, тогда ты вернешься. Наруто, мне бы хотелось узнать причину, почему я оказался в приюте. Минато, совет кланов решил, что ты будешь в приюте до шести лет, а потом мы скажем тебе правду. Наруто, понятно. Наруко, о чем вы? Кушина, Наруто, твой старший брат. Наруко, брат? Кушина, да. Минато, так ты вернешься. Наруто, да, я понимаю, почему вы так поступили. Минато, отлично, завтра я тебя заберу. Наруто, хорошо, можно идти. Минато, иди, а еще с днем рождения. Кушина, с днем рождения. Наруко, с днем рождения. Наруто, спасибо. Наруто ушел, оставив трех членов семьи одних. Разговор Кушина и Наруко. Наруко, я пойду в свою комнату. Кушина, хорошо, а что такая грустная? Наруко, ничего. Наруко, зашла в комнату, облокотившись на стену, начала плакать, но этот плач услышал и Кушина. Зашла в комнату дочери и сказала, Кушина, Наруко, ты чего плачешь? Наруко, из-за Наруто. Кушина, понятно, скажу тебе вот что, связь между братьями и сестрами в деревне, где раньше жили узумаки разрешены. Наруко, значит, то, что я люблю Наруто, это нормально? Кушина, да. Наруко, значит, я могу быть с Наруто. Кушина, да, успокоилась. Наруто, угу. Кушина, тогда идем к гостям. Наруко, угу, пошли. Они спустились к гостям, но прежде чем спуститься она унылась. Конец разговора. После разговора с Хакаги, Наруто пошел на полигон, чтобы потренировать метание синбонов, который оставил ему кукаши. Наруто сам попросил, а когда закончил отправился в предлёг спать в 21 часов ровно. На следующее утро, Наруто пришел к двери от дома Хакаги с одной сумкой и постучался. Через два минуты дверь открыла Кушина. Кушина, Наруто, ты пришел, это все твои вещи. Наруто, да. Кушина, понятно, значит мы сегодня идем по магазинам. Наруто, но у меня тренировки. Кушина, хорошо, тогда пойдем завтра, а сегодня ты кукаши и гай, что на тренировки завтра не придешь. Наруто, хорошо. Кушина, заходи, мой руки и садись за стол. Наруто, а где можно помыть их? Кушина, в ванной, прямо по коридору три двери слева. Наруто, хорошо, спасибо. Наруто помыл руки и пошел на кухню. На кухне за столом сидели Минато, Кушина и Наруко. Минму забрал Джирая в путешествие на месяц. Наруто, здравствуйте. Минато и Наруко, привет. Кушина, садись. Наруто, хорошо. Наруто сел за стол, а Кушина положила перед ним тарелку с омлетом и Наруто начал есть молча, но Наруко завязала разговор. Наруко, Наруто, раз ты мне брат, то можно мне называть тебя братиком. Наруто, я не против. Наруко, хорошо. Минато, Наруто, зайди ко мне после тренировок, мы оформим документы о том, что ты мой сын. Наруто, хорошо. Минато, еще через месяц Академия. Наруко, нам точно надо туда идти. Мы все уже знаем. Кушина надо, там будут ваши друзья и еще вы можете подружиться еще с кем-нибудь. Наруто, значит тренироваться с Сенсейми мы уже не будем? Кушина, да, но вы можете просить совета для тренировок. Наруто, хорошо. Так они поели. Минато телепортировался в резиденцию, Наруто и Наруко на тренировке, а Кушина осталась дома. После тренировок Наруто отправился в резиденцию, где его сделали официально сыном Минато. Затем он пошел домой. Когда он пришел к двери, он постучался. И через минуту дверь открыла Кушина. Кушина, привет Наруто, надо тебе копию ключей дать. Наруто, здравствуйте, думаю, что они пригодятся. Кушина, ладно, завтра ключи дам. Наруто, а где мне спать? Кушина, на втором этаже два дверь справа. Она теперь твоя. Наруто, хорошо, спасибо. Кушина, ты предупредил Сенсейв? Наруто, да, завтра тренировки отменяются. Кушина, отлично, а теперь иди. Наруто пошел в комнату, переоделся и лег спать. На следующий день в его дверь кто-то стучался. Наруто подошел к ней, открыл и увидел свою сестру. Наруко, братик, вставай, тебя мама зовет. Наруто, хорошо, спасибо. Потом Наруто вернулся, переоделся и спустился вниз, где встретил свою семью. Наруто, доброе утро. Трое доброе. Кушина, как спалось? Наруто, нормально. Кушина, хорошо, садись за стол, ешь и мы пойдем. Минато, куда? Кушина, покупать Наруто одежду. Нарука, можно с вами? Кушина, я не против, а ты Наруто? Наруто, я тоже. Нарука, ура. Кушина, ладно, ешьте. Так они по Элиминато телепортировался в резиденцию, а остальные пошли по магазинам. По магазинам они ходили до вечера. Они купили пару комплектов спортивного костюма с синим пламенем. Костюм состоял из сандальшиноби, трико немного широкий и с самого низа до колен было изображено синее пламя и толстовки с капюшоном и снизу до груди было синее пламя. Кушина все, теперь домой? Нарука и Наруто угу. Когда они пришли домой, Кушина дала Наруто копию ключей, он сделал водные процедуры и лег спать. Вот прошел месяц, Наруто, Нарука и Кушина идут в академию. Когда они пришли, Минато начинал говорить свою речь по воле огня. Когда Минато закончил, вышел Чунин и начал говорить имена, и класс куда они попали. Другие классы значения не имеют. Все зашли в класс. Парты стояли в два ряда по три парты. Наруто и Саски сели за последнюю парту у окна, два ряд, спереди сели Сацуки, Ханаби и Нарука. На последней парте один ряд расположились Шакамару и Чаджи, спереди от них были Сакура и Инна, на первой парте сели Хинато, Мин Мэкиба, а напротив них сел Шина. Вот в класс заходит человек в форме Чунина. Ирука Яумина Ирука ваш классный руководитель на последующие шесть лет. Люблю рамены учить детей, не люблю, когда они слушают, хобби, читать, цель, сделать из вас достойных Шиноби мечта, стать директором академии. Теперь вы представьтесь так же как я. Дети хорошо. Ирука Ладны первый пойдет, опишу только Саски, Сацуки, Ханаби, Нарука, Мин Му Наруто, Ханаби. Ханаби Я Ханаби Хьюго, люблю, одного мальчика, не люблю, высокомерных и предателей, хобби, тренировки, цель, стать сильной кунаичи, мечта, выйти за того, кого люблю. Ирука дальше Саски. Саски Я Саски Учхо, люблю, семью и гулять с друзьями, не люблю, предателей, хобби, тренировки, цель, превзойти брата, мечта, стать достойным главой клана. Ирука Хорошо Дальше Сацуки. Сацуки Я Сацуки Учхо, люблю, семью и одного мальчика, не люблю, высокомерных и предателей, хобби, тренировки, цель, стать сильной кунаичи, мечта, выйти за того, кого люблю. Ирука Ладна Дальше Нарука. Нарука Я Нарука На Микадзе, люблю, семью, гулять с братиком и друзьями, не люблю, высокомерных и предателей, хобби, тренировки с братиком. Сакура Минма, ты что с Нарукой тренируешься? Нарука Я Не Про Минму. Сакура Про Кого? Нарука Про Наруто. Сакура Но Он же Не Твой Брат. Нарука Оказалось Что Мой, Короче Потом Объясню. Теперь Я Продолжу, Цель, стать сильной кунаичи, мечта, выйти за того, кого люблю. Ирука Хорошо, Дальше Минма. Минма Я Минма На Микадзе, люблю, кое-какую девочку, не люблю, демона, хобби, гулять с друзьями, цель, стать Хакаги, мечта, нету. Ирука Так И Последний Наруто. Наруто Я Наруто Узумаки, люблю, семью и гулять с друзьями, не люблю, высокомерных и предателей, хобби, тренировки с Нарукой. Цель, стать сильным, чтобы защитить семью. Мечта, возродить клан Узумаки. Ирука Отлично. Первый день был для знакомства, так что можете идти домой. Дети Хорошо. Все дети разошлись по домам. Дома Наруто, Наруко, Минато и Кушина сидели за столом, Минма Укибы, и Наруто пришла идея. Наруто мам, пап, а есть техника, которая переделывает иллюзорного клона в материального. Минато нет, но есть техника, которая создает материального клона. Наруто значит если я ее выучу, то смогу отправлять его за место меня в академию, а сам буду тренироваться. Минато да, так можно. Наруко и Наруто тогда научишь нас этой техникой. Пожалуйста. Минато хорошо, но только завтра. Наруто хорошо. Так они поели, разошлись по комнатам и легли спать, не забыв сделать водные процедуры. Два года спустя. Резиденции Хакаги. Наруто привет, зачем звал? Минато привет, ты не видел в академии подозрительного человека? Наруто нет, а что? Минато по нашим данным в деревне завелся предатель. Наруто понятно. Минато ну хорошо, если посчитаешь кого-то подозрительным, сразу говори мне лично, никому другому и еще считай, что это секретная миссия. Наруто хорошо. Наруто пошел домой. Когда он зашел, то сказал, Наруто я дома. Кушина где ты был? Наруто у отца. Кушина хорошо, мой руки и за стол. Наруто помыл руки и сел за стол, где уже были все кроме Минато. Вдруг прозвучал раскат грома и появился Минато. Минато всем привет. Кушина мой руки и за стол. Минато хорошо. Минато сел за стол и тут Минма начал свою тираду. Минма пап, а ты меня потренируешь? Минато прости Минма, у меня много работы. Минма тогда почему ты тренируешь Наруто и Нарука, а меня нет? Минато я их не тренирую. Минма почему тогда они сильнее меня? Минмато у них есть сенсии. Минма тогда найди мне сенсии тоже. Минато хорошо, Наруто. Нарука вы не против, если он будет тренироваться с вами. Наруто это надо у Кукаши сенсии и Гай сенсии спрашивать. Минато хорошо. Минма завтра я их позову и ты сам попросишь тебя тренировать. Минма ладно. Наруто спасибо, я поел и пойду спать. Кушина спокойной ночи. Нарука я тоже. Наруто и Нарука пошли по комнатам и легли спать, но перед этим сделали водные процедуры, по очереди, бета, нет вместе. Утром Наруто встал в 6 часов ровно, сделал водные процедуры, зарядку и спустился вниз. Там была Кушина, которая готовила яичницу. Наруто доброе утро. Кушина доброе, садись. Наруто оха, спасибо Наруто съел все, что ему положила Кушина и вышел на задний двор, чтобы потренировать метание. Через 10 минут вышла Нарука. Они вместе немного потренировались и пошли в Академию в 8 часов 30 минут. Пришли они в 8 часов 50 минут и сели по своим местам. В 9 часов ровно все были на местах, к этому времени в класс заходит учитель. И рука все на полигон Академии, сегодня практика. Все вышли на полигоны и рука начал говорить, и рука так, на практике будет сначала метание, потом спарринги. Дети хорошо. И рука я буду называть имена, а вы выходите и метайте, средний балл 6 десятых, 5 десятых. Первая куная, потом сюрикены, дети хорошо. Результаты И рука 7 десятых, 7 десятых. Шина Бурами 8 десятых, 6 десятых. Минма Намикадзе 9 десятых, 8 десятых. С Ацуки Учиха 10 десятых, 10 десятых. Нарука Намикадзе 10 десятых, 10 десятых. Наруто Узлумыки 10 десятых, 10 десятых. И рука теперь спарринги. Писать буду кто с кем сражается, и победители, первый бой, Хинато Хьюгова с Шина Бурами. Победитель Хинато. Второй бой – Ханаби Хьюга Васки Бэйнузука. Победитель Ханаби. Третий бой – Минма Намикадзу Васаски Учхо. Победитель Саски. Четвертый бой – Сацуки Учхо Васакура Харуна. Победитель Сацуки. Пятый бой – Нарука Намикадзу Васана Яманука. Победитель Нарука. Шестой бой – Шикамару Нару Васакими Чичаджи. Нича, Ирука так как противника для Наруто нет, он будет сражаться со мной. Я буду сражаться не в полную силу. Наруто – хорошо. Ирука и Наруто начали сражаться. Ирука дрался на уровне Генина. Седьмой бой – Наруто Узу Макива с Ирука Умина. Победитель Наруто. Ирука на этом все, можете идти по домам. Наруто и Наруко пошли в резиденцию, а Минма шел впереди них, вдруг он остановился и спросил, Минма зачем вы идете за мной? Наруто мы не за тобой, а к Какаши Синсио и Гасинсио. Минма возобновил шаг, а Наруто и Наруко повторили его действия. В резиденции. Минма постучался и услышав разрешение вошел в кабинет. За ним последовали Наруто с Наруко. Минато – ух ты, вы вместе пришли, неужто общий язык нашли? Наруто – нет, мы не с ним. Мы к Какаши Синсио и Гасинсио. Минато – и на что я надеялся? Вдруг раздался стук в дверь. Минато – войдите. Гай и Какаши – здравствуйте, Хакаги Сама. Минато – привет. Наруто – и на руках – здравствуйте, Какаши Синсио. Гай и Какаши – привет. Минато – так приступим. Минма – вы должны меня учить. Какаши – с чего бы? Минма – из-за того, что я сын Хакаги. Минато – Минма. Какаши – отказываюсь. Гай – я тоже. Минма – почему вы их тренируете, а меня нет? Какаши – Наруто – мы сами предложили стать нашим учеником, а Нарука нас вежливо попросила. Минма – почему вы тренируете этого демона? А меня нет. Гай – мы предложили ему тренировать его, потому что ему нужна сила, чтобы помогать другим. Минма – ладно, не хотите, не надо, я другого Синси найду. Минма ушел, хлопнув дверью. Наруто – Какаши Синси, Гай Синси, а когда тренировки? Какаши – мои после Академии. Гай – мои тоже, правда я просто буду говорить вам упражнения каждый месяц. Наруто – понятно. Какаши – ладно, мы пойдем. Минато – хорошо. Наруто – Нарука, можешь подождать меня возле резиденции. Наруко – без проблем. Какаши, Гай и Наруко ушли. Наруто – отец, у меня есть подозреваемый. Минато – и кто же это? Наруто – Мизуки. Минато – понял, мы проверим. Наруто – хорошо. Наруто пошел домой, помыл руки, поел, сделал водные процедуры и лег спать. Четыре года спустя. Предателем все же оказался Мизуки и его поймали. Экзамен все из класса Наруто сдали. Первый этап был письменный, второй – метание Сурикинов и Кунаев, а третий был на способность создать клоны и применить хинги. Наруто сдал экзамен без проблем и стал гениным, как и все его одноклассники. На следующий день после экзамена началось распределение на команды. Ирука команда номер 10 – Ина Яманука, Шикамару Нара, Чаджа Акимича, наставник Асума Сарутаби. Команда 7 – Минма Намикадзе, Саски Учха, Сакура Харуна, наставник Кушана Узумуки. Команда 8 – Киба Инузука, Хинута Хьюга, Шинабурами, наставник Курина Юхи. Команда 14 – Наруто Узумаки, Ханаби Хьюга, Сасуки Учха, Наруко Намикадзе, наставник Какаши Хатаки. Теперь ждите своего сенсии на этом все. Наруто – это надолго. Сасуки почему? Наруто – он любит опаздывать. Ханаби – ты его знаешь? Наруко – он нас тренировал еще до Академии. Наруто – уха. Сасуки – кстати, а почему нас четверо в команде? Наруто – ну в классе у нас 13, поэтому один должен был вылететь, но за место отчислений, лишнего, добавили в команду. Сасуки – понятно, а ты не знаешь, когда он придет? Наруто – часа через 2 – дефис 3. Ханаби – блин, почему у нас такой безответственный наставник? Наруто – он такой, если это не так важно, но если будет, например, миссия, то он придет вовремя. Сасуки – значит он считает встречу со своими подопечными неважной? Наруто – уха, ну я спать. Когда он придет, раз будете, хорошо. Наруко – хорошо. Наруто лег на парту и уснул, лег не всем телом, а только головой. Тем временем все забрали свои команды и ушли. Наруко – так, а теперь вопрос к вам. Вы любите Наруто? Сасуки – с чего это ты? Ханаби – да, с чего это? Наруко – так любите или нет? Ханаби – ну он мне нравится, но я не знаю, люблю я его или нет. Сасуки – я тоже. Наруко – я его люблю. И люблю я его не как брата. Сасуки – новожил брат и сестра. Наруко – в клане Узумаки такое разрешено. Сасуки – значит он уже занят. Наруко – он может быть со всеми нами. Сасуки – Ханаби. Наруко – он хочет восстановить клан и для этого ему нужна, не одна жена. Ханаби – значит я смогу быть с ним? Наруко – да. Вдруг стук в дверь и в нее входит пепельный волосый. Какаши – команда номер 14 на крышу. Наруко – здравствуйте Какаши Сенси, сейчас только Наруто разбужу. Какаши – хорошо. И он исчез в дыму. Наруко – Наруко – вставай. Наруко – что стало? Наруко – Какаши Сенси отправил клона, чтобы позвать нас на крышу. Наруко – хорошо. Наруко – встал и посмотрел на девочек. Наруко – по вертикальным поверхностям ходить умеете? Ханаби и Сацуки – нет. Наруко – создал два клонов и они подняли Сацуки и Ханаби, а те покраснели. Потом Наруко – залез на стену снаружи и пошел на крышу. До крыши Наруко смотрела на Ханаби и Сацуки с завистью. Вот они забрались на крышу, где стоял Какаши. Наруко – здравствуйте Какаши Сенси, вы же будете нас тренировать? Какаши – да-да, только потом. Наруко – хорошо. Какаши – давайте представимся. Я Какаши Хатаки, что люблю и не люблю вам знать не нужно. Наруко – любит Анка Митаруши. Они вместе Наруко с ней познакомились на тренировке. Не любят, когда она запрещает читать ему свою похабщину. Какаши Хобби читать – цели и мечты нет. Теперь вы Сацуки, я Сацуки Учхо, люблю семью и одного мальчика. Не люблю высокомерных и предателей, хобби, тренировки, цель – стать сильной кунаичи, мечта – выйти за того, кого люблю. Ханаби Яханаби Хьюго – люблю одного мальчика. Не люблю высокомерных и предателей, хобби, тренировки, цель – стать сильной кунаичи, мечта – выйти за того, кого люблю. Нарука я Нарука Намикадзе, люблю семью и гулять с братиком и друзьями, не люблю высокомерных и предателей, хобби, тренировки с братиком, цель – стать сильной кунаичи, мечта – выйти за того, кого люблю. Наруто я Наруто Узумаки, люблю семью и гулять с друзьями, не люблю высокомерных и предателей, хобби, тренировки с Нарука, цель – стать сильным, чтобы защитить семью, мечта – возродить клан Узумаки. Какаши так завтра на миссию в девять часов ровно, ведь вы думаю, можете работать в команде. Наруто ха. Так они разошлись. На следующий день они пришли в резиденцию и им выдали миссию Ди Ранга, они их выполняли целый месяц, но потом. Нарука отец дает нам миссию хотя бы Ранга Си. Минато какаши, они готовы. Какаши да Хакаги сама. Минато хорошо. Вдруг в окно начал стучаться орел, а на его лапе была записка. Минато прочитал и. Минато команда четырнадцать, я даю вам миссию Ранга, помощь команде семь. Наруто что случилось? Минато на них напал мечник тумана. Какаши когда выдвигаться? Минато сейчас. Какаши всем быстро собираться. Наруто, и девочки есть. Они собрались за час и выдвинулись. За три часа они прибыли и постучались в дом заказчика. Им открыла девушка лет тридцать. Цунами здравствуйте, я Цунами, а вы наверное помощь из Канохи. Какаши да. Цунами Куши Насан сейчас отдыхает, ей сильно досталось, ее чуть не убили. Какаши кто был из мечников? Цунами Куши Насан сказала, что это был Забуза. Наруто, Какаши Сенси, я хочу изучать стихийные техники. Какаши хорошо, после того как отдохнем проверим твои стихии. Наруто хорошо. Цунами заходите. Какаши спасибо, команда 14 зашла в дом и через один час на поляне за домом. Какаши вот тебе листки, ты же знаешь что с ними делать. Наруто да. Наруто взял один лист между пальцами и подал чакру и сначала он разрезался на четыре части, затем одна из частей намокла, другая скомкалась, третья часть сгорела, а четвертая сгнила. Следующий листок он жал пальцами на другой руке и подал чакру и одна сторона стала черной, а другая белоснежно-белой. Последний лист он жал между ладонями и подал чакру, открыл ладони и на ней появился рисунок пятиконечной звезда. На каждом углу были разноцветные знаки, желтая молния, синий водоворот, белый ветер, красное пламя и коричневое, нет-бел-то оранжевая, земля, а также внутри звезды была спираль. Какаши у тебя пять стихий, кикейгинка свет и тьмы и еще что-то. Курама, ментально, дефис откуда у тебя кикейгинка и смешивание. Наруто, мысленно, дефис что это? Курама, ментально, дефис ты можешь смешивать стихии, получать геномы и другие кикейгинкой. Наруто, мысленно, дефис ово. Какаши хорошо, я буду учить тебя техникам, но только завтра. Наруто хорошо. После этого они пошли в дом, прошли в комнату для мальчиков и легли спать, так как было уже 22 часов ровно. Вот уже утро. Наруто встал, умылся и пошел вниз, где уже были все. Наруто, доброе утро. Команда 14, дефис доброе. Саски, Сакура и Кушина доброе. Таза на и цунами доброе. Наруто сел за стол и цунами наложила ему завтрак. Наруто поел. Наруто, какаши, сенси, идемте тренироваться. Какаши, хорошо. Наруко, я хочу. Сацуки, ханаби, мы хотим потренироваться. Инари, зачем вам это? Гата все равно вас убьет. Наруто такое может быть, но только если мы будем слабы и поэтому я иду тренироваться, чтобы стать сильнее. Если ты хочешь кого-нибудь защитить, то ты должен стать сильнее. Какаши, ладно, идемте тренироваться. Команда 14, дефис оха. Они пошли на поляну, где вчера узнали, какие у Наруто стихии. Какаши, вы умеете ходить по стенам? Сацуки и ханаби недавно научились. Какаши, понятно, о поводе? Ханаби и сацуки нет. Какаши, тогда с этого и начнем. У Наруко узнаем стихии, а с Наруто будем учиться стихийным техникам. Понятно. Команда 14, дефис да. Так они начали тренироваться. Ханаби и сацуки научились бегать по воде к вечеру. У Наруко стихии ветра и молнии и какаши захотел научить их чадаре. Какаши так сначала надо научиться управлять молнией, потом я научу вас чадаре. Хоть для этой техники нужен как минимум шарингон с два томы, но с вашей скоростью это не проблема. Наруто и Наруко хорошо. Так они начали тренировку и на следующий день стихии узнали у сацуки и ханаби. У сацуки огонь и земля, а у ханаби ветер. Так как у кукаши есть все стихии кроме ветра, то он обучал Наруто и Наруко молнией, а сацуки огнью и землей. Но Наруто создавал клонов и они обучались сацуки и сами стихии воды. Какаши тоже создавал клонов. Так они тренировались целую неделю и Наруто с Наруко все же научились чадаре. Какаши молодцы, стихии ветра вас научит Асума. Наруто сенсей 10 команды. Какаши да. Наруто, Наруко и ханаби хорошо. Сацуки кстати Наруто. А какие у тебя стихии? Наруто все 5. Девочки команда 14-5. Наруто да. Сацуки так вот почему ты тренировался со мной и Наруко. Наверное и один тоже Наруто верно. Какаши ладно, идемте спать, а то уже поздно, а завтра на мост. Команда 14-дефис хорошо. Они вернулись в дом Тазуны, умылись, разошлись по комнатам и легли спать. Вот уже утро. Наруто встал, умылся и пошел вниз. Наруто доброе утро. Все кроме Минмы добрые. Наруто сел за стол, цунами наложило ему завтра. Кошина по моим расчетам за Буза должен прийти сегодня. Какаши тогда идем все вместе. Наруто я не думаю что это хорошая идея. Какаши почему? Наруто гата запросто может послать кого-нибудь за семьей Тазуны и Сана. Кошина ты прав, надо чтобы кто-нибудь остался. Какаши кого оставим? Кошина пускай Наруто останется, он самый сильный среди генинов. Какаши да. Наруто хорошо. Какаши выдвигаемся через полчаса. Команда семьи и четырнадцать, а также Тазуна хорошо. Через полчаса они ушли, а Наруто остался. Еще через час пришли двое бандитов и выбили дверь. Один бандита и выходи. Цунами кто вы? Один бандит. Вышло, не придется искать. Бандит захватил цунами, на крик прибежал Инари-Инари отпусти маму. Два бандита с ним что сделаем? Один бандит ничего, пусть видит какой он бесполезный. Инари, мысли, дефис еще немного. Наруто он не бесполезный. Два бандита ты еще кто? Наруто Шиноби из Канохи. Наруто напал на них и победил довольно быстро. Он их вырубил и связал. Наруто вот и все. Молодец Инари. Ну, мне пора. Наруто побежал на мост. Когда он туда прибыл увидел как Сацуки, Саски и Наруко в ледяной ловушке, Сакура, Ханаби и Минма защищают Тазану, а Кушина и Кукаши еле держатся на ногах. Их противниками были Амею, Веринва и Забуза. Наруто снова посмотрел на ледяную ловушку и увидел, что Наруко и Сацуки в отключке, а Саски отчаянно пытается их защитить. Наруто эта картина так взбесила, что он покрылся оранжевой чакрой. И у него из этой чакры появился хвост, полоски стали толще, а клыки и когти выросли. Наруто да как вы смеете трогать тех, кто мне дорог. Забуза дженчурики. Наруто на всей скорости, это немало 50 метров в секунду, побежал в купол из льда. Как он зашел в него он создал клона и выпустил в небо огненный шар, а клон усилил его порывом. Из шара 20 на 20 метров получился огненный вихрь 40 на 40 метров. Он был настолько горячим, что весь лед растаял. Хаку невозможно. Наруто ты ранил моих друзей. Я тебя не прощу. Вдруг он почувствовал, что его кто-то держит. Он обернулся и увидел, что его обнимает Наруко и Сацуки. Наруко не надо. Наруто но. Сацуки никаких но. Наруто не смей больше трогать близких мне людей. Вдруг все услышали черебение. Так кажется, птиц. Наруто Чадари. Он обернулся и увидел, как на Забузу летит Какаши, а в его руках Чадари. Вот он почти пробил ему грудь, но в последний момент перед Забузой появился Хаку и закрыл его собой. Забуза этим воспользовался и хотел разрубить Какаши вместе с трупом Хаку, но Какаши отпрыгнул с телом Хаку. Амери победила Кушина с помощью ветра. Наруто ты хотел разрубить того, кто спас тебе жизнь? Пусть он уже мертв, но он мертв из-за тебя, а ты хотел разрубить его тело. Забуза заткнись, он просто оружие. Наруто сколько так не говори, а ты уже привязался к нему. Забуза заткнись. Наруто сам заткнись. Гата Забуза вы такие слабаки. Даже команды из Канухи победить не можете, а Амери вообще мертва. А этот урод тоже мертв. Забуза отойди от него. Гата убить их всех. Забуза молец, дай Куну и спасибо, что открыл глаза. Наруто понял наконец. Мимо не дава его ему. Наруто заткнись. Наруто кинул Куну Забузе, а он поймал его зубами, затем он перебил всю миниармию Гата. Забуза молец, не поможешь? Наруто подошел к нему, поднял и отвел к Хаку, а уже перед ним Забуза упал и из его глаз полились слезы. Забуза прости. Вот Забуза умер и их похоронили на следующий день, а через неделю мост был достроен и его хотели назвать в честь команды Канухи, но Наруто предложил назвать его мост привязанности и все кроме Мимы согласились. На следующий день после окончания миссии они отправились обратно в Канаху, и их теперь в стране волн считают героями. За день они прибыли в Канаху. Как они прибыли они отправились к Хакаги. Пройдя в резиденцию, они подошли к кабинету Хакаги, постучались и вошли после разрешения. Какаши здравствуйте Хакаги сама. Минато здравствуй, как миссия. Какаши выполнены успешно. Минато проблемы были. Какаши не особо, но рассказать стоит после ухода генинов. Минато хорошо, генины свободны, а Джанины останетесь. Генины есть. Генины ушли из резиденции по домам, но Наруто остался и стал подслушивать, а домой он отправил клона. Минато что случилось? Какаши всплеск чакры к юбе. Минато черт, печать ослабевает. Какаши я так не думаю. Минато почему? Какаши он вошел в покров чакры, но разум не растерял. Кажется всплеск происходит из-за злости. Минато понятно, ничего не идеальное. Эта печать тоже, она пропускает чакру Биджу, но в очень маленьких количествах. Какаши верно, я тоже так думаю. Кушина значит Наруто ничего не грозит. Минато верно Кушина в ух. Минато вот, отдайте это генинам. Кушина что это? Минато баланки экзамена на Чунина. Кушина понятно, разрешите идти. Минато идите после этого Джанины вышли, а Наруто пошел домой. По дороге он услышал крик, он моментально побежал на него. Вот он прибежал и видит Минму и Сокору, которые кричали на какого-то парня, чтобы отпустил внука Три Хакаги. Там была еще и блондинка, которая так же как и двое из команды Семь говорила отпустит мальчика. Наруто и ты, отпусти его, он как-никак внук Три Хакаги, которого все считают героем Канохи и это приведет к проблему вашей деревни. Парень а ты еще кто? Наруто сначала ты. Конкура я собаку, но Конкура, сын 4 Казикаги. Наруто я Наруто Узумаки, если это важно, то я сын 4 Хакаги, а кстати, а тебя как зовут? Тимари я собаку, но Тимари, я его сестра. Наруто я слышал у Казикаги три ребенка и как я понял в трое в одной команде. Тимари трое? Наруто, она что не ваша сокомандница. Как вы поняли, Гара здесь девушка, Гара как ты меня заметил? Наруто по чакре твоего Биджу. Гара теперь я обязана тебя убить. Гара запустила в Наруто песок. Наруто легко уклонился и сказал. Наруто эй, ты чего? Гара не отвечала и продолжала атаковать. Наруто ничего не оставалось, кроме как вырубить. Он появился за ее спиной и вырубил. Он положил ее и открыл кофту в области живота. Он посмотрел на печать и сказал. Наруто понятно, ее печать почти сломана. Конкура что ты делаешь? Наруто вам надо к моей маме, она поможет с печатью. Тимари, красная, так как ей сразу понравился Наруто и она представила как он поднимает ее футболку, дефис а что с печатью? Наруто она сломана. Я уверен что ее ставили в спешке. Конкура хорошо, я скажу отцу про это. Генины песка ушли, а Наруто пошел домой. Вот Наруто зашел в домы. Наруто я дома кушан и мой руки за стол. Наруко Наруто, но ты же уже должен был быть дома. Наруто дела появились. Кушаные какие? Наруто встретил команду песка, которые хулиганят. Кушаные что ты сделал? Наруто одну вырубил, ведь она пыталась меня убить, а других оставил. Кушана сумасшедшая что ли? Наруто просто ее терроризирует ее биджу. Кушана она дженчурики. Как ты смог это узнать? Наруто поча крик. Кушана значит ты. Наруто да я знаю что я дженчурики. Кушана не перебивай, но на вопрос ты ответил. Наруто хорошо, прости. Ну так вот, я сказал им что ты можешь подправить печать. Кушана да я могу, но в чем наша польза? Наруто хорошее отношение наших деревень, как никак их дженчурики дочь Казикаги. Кушана понятно, молодец. Наруто ладно я пошел гулять. Кушана хорошо. Вот Наруто уже тянется к ручке двери как в дверь постучались. Наруто открыл и увидел какаши. Какаши привет, вот держи. Это бланки для экзамена на Чунина, который пройдет на следующей неделе в среду. Если хочешь сдавать, то подпиши вот тут и сдай бланки Хакаги. Вот еще один передай Наруко. Наруто хорошо. Наруто закрыл дверь, разулся и пошел к комнате Наруко. Он постучал и спросил. Наруто, Наруко, можно? Наруко нет, я сама выйду. Через минуту вышла Наруко. Наруко чего ты хотел? Наруто да, вот. Наруко что это? Наруто объяснил ей, как ему объяснил Какаши. Наруко, ты участвуешь? Наруто да. Наруко хорошо, вот передай мой бланк папа, ты же все равно сейчас отдавать свой идешь. Пожалуйста. Наруто хорошо. Наруто пошел к Хакаги, сдал бланки и пошел гулять. У Какаши. Вот Какаши подходит к воротам клана Учхо и его останавливает стражник. Один стражник что нужно? Какаши бланк для экзамена отдать хочу. Два стражник проходи. Какаши прошел и пошел к дому главы клана. Вот он подошел, постучался и дверь ему открывает Сацуки. Какаши привет, вот держи. Сацуки что это? Какаши объяснил все как и Наруто. Сацуки, мысли, дефис так Наруто сто процентов будет участвовать, а значит и Наруко вместе с ним. А если она первая начнет встречаться с Наруто? Сацуки быстро подписала и пошла к Хакаги. Вот Какаши подходит уже к клану Хюго и все та же история. Один стражник что надо? Какаши бланк на экзамен отдать хочу. Один стражник проходи. Какаши прошел на территорию клана Хюго, подошел к дому главы и постучался. Дверь открыла Хината. Какаши привет, можешь позвать Ханаби. Хината хорошо. Хитана позвала Ханаби. Ханаби здравствуйте Какаши сенсей. Какаши привет, вот держи. Ханаби что это? Какаши объяснила Ханаби подумала так же как и Сацуки, она подписала и пошла в резиденцию сдавать. День экзамена. Наруто проснулся, умылся и спустился вниз. Наруто доброе утро. Кушано доброе. Наруто сел за стол и Кушано дала ему завтрак. Наруто поел, поблагодарил за завтрак и пошел к комнате Наруко. Он постучался и спросил. Наруто, Наруко, ты проснулась? Наруко, да. Наруто, тогда умойся, позавтракай и пойдем за Ханаби и Сацуки. Наруко, хорошо. Наруто пошел вниз. Кушано, ну и где она? Наруто умывается. Кушано, хорошо. Через несколько минут пришла Наруко и село за стол. Как она поела, она начала собираться. Вот они стоят у двери в дом. Кушано удачи. Наруто и Наруко, спасибо. Наруто, кому первому? Наруко, давай к Сацуки. Ведь у Ханаби квартал ближе к Академии. Наруто, хорошо. Они побежали по крышам домов и вот они у входа в клан Учхо. Один стражник, что надо? Наруко, мы за Сацуки на экзамен. Один стражник, проходите. Наруто и Наруко зашли в квартал и пошли к дому главы. Вот они пришли и постучались. Дверь открыла Микото. Наруко, здравствуйте, Микото-сан. Микото, привет, Наруко, ты за Сацуки. Наруко, да, у нас экзамен. Микото, хорошо, сейчас позову, а вы пока проходите. Наруко, спасибо. Они зашли в дом и стояли в коридоре, пока Микото звала Сацуки. У Сацуки. Сацуки, мысли, дефис, я лежу, никого не трогаю, как в дверь кто-то постучал. Микото, Сацуки, к тебе пришли. Сацуки, кто? Микото, это Наруко и Наруто. Сацуки, что же? Сацуки встала и начала одеваться. Микото, Сацуки, я вхожу. Микото зашла и увидела, что Сацуки переодевается. Микото, Сацуки, а тебе кто-нибудь нравится? Сацуки, нет. Микото, Наруто. Сацуки, с чего такие вопросы? Микото, значит, нравится. Сацуки, ну да и что? Микото, мне Кушина говорила, что он хочет возродить клан, ты ведь понимаешь, что для этого он должен будет иметь несколько жен. Сацуки, знаю я, к тому же я, Ханаби и Наруко договорились, что будем его делить. Микото, тебе придется делить его не только с ними, но и с теми, кто ему понравились. Сацуки, я знаю. Микото, ну хорошо, держу за тебя кулачки. Сацуки, ага. Конец. Сацуки спустилась вниз. Наруто и Наруко, привет. Сацуки, привет. Наруто, пойдемте. Наруко и Сацуки угу. Они трое отправились в квартал Лух-юга. Когда они пришли, их остановил стражник. Один стражник, чего вам? Наруто, мы за сокомандницей, у нас экзамен начунина. Один стражник, хорошо, проходите. Они прошли в квартал и пошли в сторону Дома Главы. Когда они подошли, Наруто постучался. Дверь открыла им служанка. Наруто, здравствуйте. Мы за Ханаби. Служанка, хорошо, сейчас позову. А как вас всех зовут? Наруто и Наруто. Они Наруко и Сацуки. Служанка, хорошо. Вот служанка ушла. У Ханаби. Ханаби, мысли, дефис. Я сижу, а мама мне плетет волосы. Но вдруг к нам подходит служанка. Служанка Ханаби Хеми. За вами пришли. Мама Ханаби. Ими не нашел. Дефис. Служанка за ней пришли Сацуки. Наруко и Наруто. Мама Ханаби. Мысли, дефис Хем. Она покраснела при упоминании Наруто. Мама Ханаби. Передай им, что она сейчас придет. Служанка есть. Служанка ушла, а у матери и дочки завязался разговор. Мама Ханаби. Неужели моя дочка влюбилась? Ханаби. Не влюбилась я. Мама Ханаби. Я все поняла уже. Ханаби, ну и что? Мама Ханаби, ничего. Ханаби, я пошла, а то они заждались уже. Конец. Вот подходит Ханаби. Наруто, Наруко и Сацуки привет. Ханаби, привет. Наруто, ну, теперь в академию. Девочки Оха. Они вышли из квартала и направились в академию. Через пять минут они подошли и поднялись на второй этаж. Там было много учеников, которые пытались зайти в кабинет 301, но команда Наруто поняла, что это Гиндюцу, поэтому поднялись выше и зашли в нужный кабинет. Через пять минут в класс начали заходить другие команды. Команда Наруто сидела, как к ним подошел пацан с очками. Кабуто я кабуто. Вы ведь сдаете первый раз, я могу дать вам информацию. Наруто сразу запиподозрил неладное и решил проверить. Наруто Собаку Ногара. Кабуто вы знаете имена, это хорошо. Так. Собаку Ногара, джинчурики Однохвостого. Выполнены миссии. Ди ранг, 10, с ранг, 24, в ранг, 5, а ранг, 1. Наруто быстро оказался сзади него и приставил куны горлу. Кабуто что ты делаешь? Наруто шпиона ловлю. Кабуто я как-то понял, что я шпион. Наруто Собаку Ногара сдает первый раз, это раз информация, кто джинчурики засекречена. Это 2 и 3 миссии также засекречены. Кабуто понятно. Вдруг в дверь заходит человек со шрамами на лице. Ибеки Ямаринда Ибеки, что здесь происходит? Наруто он предатель. Ибеки с чего ты взял? Наруто знает информацию о тех, кто сдает впервые, знает джинчурики песка, знает сколько миссий кто выполнил. Ибеки понятно, забирайте его. Чунина есть. Чунина забрали Кабуто, а Наруто сел на свое место. Ибеки сказал все как и в каноне, но Наруто знал все ответы и поэтому быстро написал так же как и Нарука. Сацуки списывала с помощью однотомойного шарингана, который пробудился из-за тренировок. Ханаби списывала с помощью Бьякогана. В конце первого этапа, Ибеки говорит то же, что и в каноне. Осталось 20 команд и вдруг в окно влетает девушка. Анка Янка Митараши, экзаменатор 2 этапа, который начнется завтра в 9 часов ровно. Не опаздывать. Так и закончился первый этап экзамена Чунина. На утро все были уже у полигона 44 или же у Леса Смерти, я забыл написать где они соберутся. Анка повторяюсь, Янка Митараши, экзаменатор 2 этапа экзамена Чунина. Правила просты, вам дадут один свиток либо неба, либо земли, а ваша команда должна выжить, достать противоположный свиток и прийти в башню, которая находится в центре леса всей командой. Тут Анка заметила, что Минма не слушает. Она метнула Куной в его щеку и тем самым порезав ее. Анка надо слушать тех, кто объясняет. Девушка из травы, вот, вы обронили. Анка спасибо. Наруто, мысли, дефис какая-то эта девушка странная. Анка ну, то что нужно, я объяснила так что. Начали. Все побежали в лес. По дороге команда 14 встретила команду из камня, у которой был свиток земли, когда у команды 14 свиток неба. Они быстро с ним разобрались, взяли свиток и двинулись к башне. Вот они уже близко к башне, как услышали крик девушки. Они рванули туда и увидели красноволосую девушку в очках, рядом лежат два трупа, а над ними огромный медведь. Медведь кинулся на девушку, но достать ее не смог из-за земляной стены, которую создал Наруто. Наруто прыгнул на медведя и напитав кунычий крой молнии, метнул его прямо в голову и куны прошел насквозь, а медведь упал замертво. Наруто подошел к девушке. Наруто, ты в порядке? Девушка, да. Наруто, вот, отлично. Меня, кстати, Наруто Узумаки зовут. Девушка Узумаки. Наруто, да. Ты из-за такого же клана, как и я. Карин, понятно. Я Карин Узумаки, а как ты понял, что я Узумаки? Наруто по красным волосам. В нашем клане у всех красные волосы, ну разве что кроме полукровок. Карин, понятно. Наруто, ну раз ты теперь без команды, то идем с нами. Карина, можно? Наруто, да и потом тебя отправят обратно в твою деревню. Карина, можно мне остаться в Канохе? Меня в траве все ненавидят и используют как батарейку. Ханаби, как это? Карин, моя кровь при смешивании с чикрой дает эффект исцеления. Наруто, я попрошу отца, чтобы он оставил тебя в Канохе. Карин, большое спасибо. Команда 14 и Карин двинулись в башню. Через час они дошли, зашли внутрь и посмотрели на результат. Наруто 2 часа 3 минуты 57 секунд. Мы побили рекорд трех санинов. Наруто достал свитки, открыл их и... Какаши, молодцы, вы прошли и даже рекорд новый поставили. Вдруг они услышали голоса. Конкура, мы точно первые пришли. Тимари нет, тот красноволосый первый пришел. Конкура нет, мы 100% первые. Они зашли и увидели команду 14. Тимари, я же говорила. Наруто, вы же та команда из песка. Вы сходили к моей маме? Тимари нет, ты нам не сказал, кто она. Наруто точно. Какаши сенси, передайте маме, чтобы зашла к ним, пожалуйста. Какаши, хорошо. Тимари, а почему вас так много? Наруто, вот они, моя сокомандница, а ее мы встретили по дороге сюда. Конкура, то есть у тебя в команде 4 человека, не считая сенси. Наруто, да. Какаши, ну все, идемте команда 14, я покажу вам вашу комнату. Команда 14, дефис есть. Наруко, аскарин что? Какаши, пусть у вас поживет, а я пойду домой. Карин, хорошо, спасибо. Какаши показал, где их комната и ушел. Прошло 3 дня. Вечер. Наруко, скучно. Сацуки, ага. Ханаби, давайте сыграем. Наруто, во что? Наруко, у меня карты есть. Наруто, хорошо, на что играем? Сацуки, ни на что? Наруто, ну так неинтересно. Карин, но у меня ничего нет. Наруко, мысли, дефис у Карина ничего нет, кроме метательного оружия и прочего ремесла, шиноби, также есть одежда. Одежда. Наруко, давайте на раздевание. Наруто, тогда я выйду. Наруко, нет, ты тоже. Сацуки и Ханаби посмотрели счастьем в глаза на Наруко. Наруто, ну ладно. Так они играли до 12 ночи. Наруто, черт, я опять проиграл. Уже нет, куртки, обуви, носков, и теперь еще и футболка. Наруто снял футболку, тем самым показывая свой торс девушкам, у которых из нас оттекла обильная струя крови. Наруто, с вами все хорошо. Девушки, да. Наруто, это хорошо. Я больше не буду играть, я спать лучше пойду, а то вообще без одежды останусь. Девушки, мысли, дефис, а я и не против. Наруто лег на кровать посередине и заснул. Когда Наруто заснул? Наруко, эх, жаль, что он прекратил играть, я была бы не против на него посмотреть. Карин, Сасуки Ханаби, я тоже. Наруко, Карин? Карин, что? Мне он тоже нравится. Я вам не проиграю. Наруко, ну и не нужно, мы договорились, что Наруто будет с теми девушками, которые ему понравятся. Карин, девушками. Наруко, да, он должен будет завести гарем для возрождения клана. Карин, тогда можно меня тоже в этот список. Наруко, хорошо. Карин, а кто из вас первое будет делать, ну, это? Наруко, все вместе. Карин, тогда меня и в этот список впишите. Наруко, хорошо. Карин, а как признаетесь в своих чувствах? И когда? Сасуки насчет как, мы не знаем, а когда это будет и на его пятнадцатый день рождения. Карин, понятно. Каждая из девушек легли на своей кровать и заснули. Вот все восемь прошедших Каманг стоят на арене. За пять дней, проведенных в башне, Кушана подправила Гарри печать, и Наруто подружился с ней. Флешбек Наруто, мам, можешь связать меня с однохвостым? Кушана, да. Наруто, пожалуйста. Кушана, хорошо. Наруто оказался в пустыне, он прошел немного и увидел яму, в которой был енот. Енот, кто ты? Наруто, я Наруто Узумуки. Енот, что тебе нужно? Наруто, хочу попросить не терроризировать разум девушки и подружиться. Енот, насчет терроризирования, то буду ведь мне больно из-за этой печати. Наруто, а если исправим? Енот, тогда прекращу, а насчет дружбы, то... Кураму, подружись с ним. Енот, с чего бы? Кураму будто сам не понял. Енот, пэф, ладно, меня зовут Шикако. Наруто, мое имя уже знаешь. Шикако, протяни кулак. Наруто, зачем? Кураму, еще рано. Наруто, что рано? Шикако, ладно. Наруто, не игнорируйте меня. Кураму, отстань, дай поговорить с Шикако. Наруто, ну так сделайте ментальную связь и разговаривайте, а нам пора. Кураму, Наруто, да ты гений. Наруто, давай только быстрее, нам и вправду пора. Кураму, хорошо. Хвостатый сделал элементальную связь и Наруто покинул подсознание Гары. Кушина, все. Наруто, да. Энд Флешбек также на Саске поставили проклятую печать, но Кушина ее сняла. Нарине Минато начал. Минато, всех приветствую. Так как вас слишком много, пройдет дополнительный этап, в котором решится, кто пройдет на три этапа. Бой буду один на один, а дальше объяснит экзаменатор. Нарину спустился и человек в форме Джанина. Гика-я-гика-хайте экзаменатор дополнительного этапа. Сейчас на Табло появится пара имен, которые будут сражаться друг против друга. Но сначала я спрошу. Есть кто-то, кто не сможет сражаться? Если есть, то можете уходить, на вашу команду это никак не повлияет. Ушел один из Шиноби-облака и на Табло появились имена. Гика-я-первый бой Наруто-зуумукив из Шиноби-облака, Яхаза какие имена сделать? Готовы? Начали. Шиноби-облака побежал на Наруто, это была его ошибка. Наруто с разворота ударил его ногой, при этом напитав ногу Чикрой. Шиноби-облака врезался в стену и отключился. Описывать буду только бой команды 14, гика-победитель Наруто-зуумуки. Дальше, Сацуки-учиха в здоровье. Готовы? Начали. Они оба стояли и разглядывали друг друга, чтобы найти момент атаки. Этот момент настал и Сацуки побежала на соперника. Тот замешкал и полетел в стену, даже ничего не поняв, но он не вырубился и побежал на Сацуки. Как раз в этот момент она создала огненный шар и подпалила противника. Гика-победитель Сацуки-учиха. Дальше, Хинута-хьюга в Иснадже-хьюга. Победитель Хинута-хьюга, с помощью печати, птица в клетке. Дальше, Шикамару-нара в Исса-командник Даруя. Победитель Шикамару-нара. Дальше, Нарука-намикадзе-вас Минма-намикадзе. Минма-сдавайся. Нарук нет. Гика-гатвы. Начали. Минма-побежал на Нарука, а она просто уклонялась, но в один момент. Нарука-тебе надо тренироваться, так ты не победишь. Нарука-вырубила бы Минму. Гика-победитель Нарука-намикадзе. Дальше, Киба-инузыкова с собаку-ну-конкура. Победитель собаку-ну-конкура. Дальше, Тин-тин-така-хаши-вас собаку-ну-тимари. Победитель Тимари. Дальше, Ина-иманакавас Сакура-харуна. Нича. Дальше, Акимичи-чаджи-вас Ханабих-юга. Готовы. Начали. Акимичи использовал технику мясной танк и так раз за разом с каждым разом Ханаби уворачивалась и контр-атаковала, как все думали, но она закрывала ему каналы чакры и из-за этого Чаджи упал. Гика-победитель Ханабих-юга. Дальше, Шинабурами-вас Саски-учхо. Победитель Саски-учхо. Дальше, Рокли-вас Сабаку-ну-гара. Бой по канону, но линии сломали ногу и руку, победитель Сабаку-ну-гара. Те, кто будут на три этапе, Наруто-узумаки, Саски-учхо, Хинута-хьюга, Шикамару-нара, Нару-канамикадзе, Сабаку-ну-конкура, Сабаку-ну-тимари, Ханабих-юга, Саски-учхо, Сабаку-ну-гара. Приходите через месяц на главный полигон Канохи в девять часов ровно. Там и пройдет третий этап, а этот месяц вам дан для подготовки. Все разошлись по домам. Наруто-мам, я отправляюсь в мир призыва. Кушана как? Откуда у тебя свиток и какой призыв? Наруто-свитка нет, а призыв еще не знаю. Я отправляюсь в свободный призыв. Кушана-ну там же будет опасно. Наруто-ну за себя я постоять точно смогу. Кушан-ну-ну. Наруто-не бойся. Кушана ударила его сковородкой по голове. Наруто-за что? Кушана-за то, что перебиваешь. Наруто-прости. Кушана-хорошо, я разрешу отправиться в мир призыва, но при условии, что ты вернешься и целым. Наруто-хорошо. Наруко-я тоже пойду. Кушана-вот тебя я не пущу. Наруко-почему? Кушана-опасно. Наруко-ну. Наруто, как я вернусь и мы станем чунинами, я дам тебе свой призыв. Наруко, мысли, дефис один призыв с ним. Наруко, хорошо. Наруто, вот отлично, а я пойду. Кушанный Наруко, хорошо Наруто поднялся в свою комнату, склал печать и пропал в дымке. Появился он в лесу как вдруг. Неизвестный голос, кто ты? Наруто, я Наруто Узумаки, использовал свободный призыв и оказался здесь. Газу, понятно, я Газу. Курама, ментально, дефис Газу. Наруто, дай контроль. Наруто Газу-сан с вами хочет поговорить девятихвостый. Газу Курама-сама хочет со мной поговорить. Курама взял контроль и начал разговор. Курама Газу, отведи нас кайка. Газу, хорошо, Курама-сама. Наруто, значит, мой призыв лисой. Газу, да Наруто-сама. Наруто, почему используешь суффикс «сама»? Газу, вы же джинчилики Курама-самы. Наруто, не надо суффиксов. Газу, хорошо, сядьте мне на спину. Наруто, хорошо. Наруто сел на спину лиса, они помчались на юг. Они уже бежали десять минут, как увидели город. Они в него зашли и пошли в центр. По пути на них смотрели с интересом. Вот они подошли к какому-то особняку в центре. Наруто спустился с лиса, лис в свою очередь превратился в человеческую форму и открыл калитку. Они вошли и подошли ко входу в дом. Газу постучался. Айка, кто там? Газу Айка-сан, к нам пожаловал джинчилики Курама-самы. Дверь распахнулась и там стояла женщина с лисьем хвостом и ушками. Айка, ты можешь меня связать с Курамой? Наруто могу впустить в подсознание. Айка, давай. Наруто впустил ее в подсознание, а после сам зашел в него. Там Наруто увидел обнимающихся Кураму в человеческом облике. Наруто знал про эту форму, и Айка. Наруто кхм, кхм. Курама, у нас мало времени. Курама, да подожди ты. Дай с женой пообщаться. Наруто мог бы, выпустил. Курама, точно, Айка, можешь снять эту печать. Айка, сейчас посмотрим. Айка начала осматривать печать. Айка, смогу, для подготовления уйдет года 4. Наруто, у нас максимум месяц. Курама, в этом мире один год равен 7-8 дням в твоем мире, стареть ты будешь, но только морально. Наруто, ух ты, прям в сроки. Курама, да. Айка, ладно, тебе еще с дочерью встретиться надо. Курама, да. Наруто, ну что же, возвращаемся. Наруто, Айка вышла из подсознания Наруто. Айка, как тебя зовут? Наруто, точно, я Наруто Узумуки. Айка, впустишь в подсознание мою дочь? Наруто, да. Айка, хорошо, сегодня переночуешь у нас, а завтра дадим тебе домик и подпишем контракт. Айка впустила в дом Наруто и сказала идти за ним. Пришли они на кухню, где была девушка с 5 лисьими хвостами и ушками возраста, как Наруто. Девушка, мам, кто это? Айка, это дженчурики Курамы. Девушка, папы. Айка, да, Наруто. Наруто дотронулся до лба девушкой и они оказались в подсознании Наруто. Курама, привет, Каруми. Каруми, папа, я скучала. Курама, я тоже. Наруто, мне уйти. Курамы нет. Наруто, чего нужно? Кураму можешь сорвать еще кусочек, но уже побольше. Чтобы осталось буквально половина. Наруто, хорошо. Наруто сорвал кусочек печати и вышел из подсознания. Когда он вышел, Каруми уже была в сознании. Каруми, спасибо. Наруто, ни за что. Айка, ладно, твоя комната на два этажа, три дверь слева. Наруто, спасибо, я пойду. Айка, хорошо. Наруто ушел в свою комнату и хотел лечь спать, как печать засветилась оттуда. Вышел маленький лисенок с девять хвостами. Наруто, это из-за того, что от печати осталось половина. Курама, да, я пошел к своей семье. Наруто, оха, я спать. Курама, хорошо. Курама вышел из комнаты, а Наруто лег спать. На следующий день Наруто проснулся от стука в дверь. Он встал и открыл ее. За дверью стояла красная Каруми. Наруто, что-то случилось и почему-то такая красная. Каруми мама зовет есть, а красная потому что. Она показал пальцем на голый торст парня и только сейчас до него дошло в чем дело. Наруто, хорошо, а где у вас душ? Каруми он на первом этаже, напротив кухни. Наруто, хорошо, спасибо. Каруми, оха. Наруто закрыл дверь. Достал с печать на руке полотенце и одежду, пошел вниз. Наруто, доброе утро. Остальные добрые. Наруто, кому-нибудь надо в душ? Остальные нет. Наруто, ну тогда он занят. Наруто зашел в душ. На кухне. Каруми невольно засмотрелась на идущего Наруто. Айка, неужели моя дочь влюбилась? Курама еще одна. Каруми не влюбилась я и что значит еще одна? Курама в него влюбились четыре девушки, с тобой будет пять, а он-то поголовый до сих пор не понял. Каруми четыре. Стоп, а почему я начала им интересоваться? Курама твоя мать права, ты влюбилась. Каруми я влюбилась? Курама да и если хочешь быть его первой девушкой, то лучше ты признайся до нашего ухода. Каруми я подумаю. Курама думай-думай, я даже не против такого зятя. Каруми папа. Курама что? Он стал первым моим другом. Каруми я пошла. Каруми ушла, а Наруто вышел из души. Наруто как же хорошо. Айка садись кушать. Наруто спасибо. Наруто поел. После он, Курама и Айка пошли в особняк похожий на резиденцию Хакаги. Они зашли в какой-то кабинет. Айка так, вот тебе свиток, напиши там свое имя кровью. Наруто сделал как и сказали я. Айка теперь сложи печать и призыва. Он опять же сделал как и сказал и в хлопке дыма появилась Каруми. Каруми как я здесь оказалась? Айка Каруми, теперь ты личный призыв Наруто. Каруми что? Айка ну все, теперь с завтрашнего дня мы будем обучать тебя Тайдюцу, Киндюцу и режиму отшельника, а также ты теперь будешь жить у нас. Наруто хорошо. Вот Наруто тренируется 4 года в мире призыва. Один год он тренировал Тайдюцу, 2 и 3 год он обучался режиму отшельника и 4 год он обучался Киндюцу. Вот настал тот день когда Айка должна снять печать. Айка так Наруто, ложись на койку. Курама, а ты зайди в печать. Наруто и Курама хорошо. Айка начала снятия печати. Через 7 часов все было готово и печать была снята. Когда Наруто встал все Айка и Курама что стоял рядом были в шоке. Наруто что вы на меня так смотрите? Айка во-первых, ты неосознанно вошел в режим отшельника. Во-вторых, в этом режиме ты теперь полубиджу. Теперь ты в легкую сможешь победить Кураму. Наруто что? Чего? Как это? Айка чакра теперь у тебя как о 4 хвостовое и ты не в режиме отшельника. Наруто такое чувство как будто я жульничаю. Курама в каком-то смысле так и есть. Наруто спасибо утешил. Курама ладно тебе уже пора. Наруто да, желаю вам счастья. Курама Айка спасибо. Наруто только хотел начать складывать печати как вспомнил что в режиме отшельника и если он так появится в своем мире то подумает что над ним взял контроль 9 хвостый. Наруто сначала надо с режима отшельника выйти. Курама знаешь, я так подумал и решил пойти с тобой. Айка эээ. Курама что с ним весело? Наруто я против. Курама почему? Наруто ты уже давно не был у меня в подсознании и я уже отвык. Я теперь буду думать что я шизофрению болен. Курама ладно, дай хотя бы тебе подарок сделаю за твою доброту. Курама дотронулся до лба парня. Наруто какой подарок? Курама теперь ты можешь ощущать что правда, а что ложь. Наруто понятно, спасибо. Ну я пошел. Айка погоди, ты хоть с Каруми попрощайся. Наруто точно, я же с ней не попрощался. А где она? Курама да уж, ты можешь ее призвать. Наруто точно. Курама айка снятие печать на его мозг не повлияло. Айка если ты не заметил он просто над тобой издевается. Наруто айка сан, ну зачем? Курама ах ты мелкий. Наруто ну ладно. Курама да я и с тобой контракт подпишу. Курама да точно, если что призывай. Наруто подписал с Курамой отдельный контракт и начал складывать печати призыва. После в дыме появилась Каруми. Каруми, что-то случилось? Наруто да, я возвращаюсь в свой мир. Каруми уже. Наруто да. Мысли Каруми давай Каруми сейчас или никогда. Каруми Наруто. Наруто да. Каруми я тебя люблю. Наруто что? Каруми прошу дай ответ сейчас. Наруто ну, ты мне тоже нравишься. Каруми это да или нет? Наруто ну да да. Каруми тогда я иду с тобой. Наруто хорошо. Каруми ура. Айка я благословляю вас. Каруми и Наруто рано еще. Наруто ну что же пора. Каруми держась за меня. Каруми немного подумав обняла парня тем самым сделав его лицо цвета помидора. Наруто начал складывать печати и они пропали в дыму. Появились они во дворе Наруто. Наруто эх, дом милый дом. Наруко Наруто, ты вернулся. А кто это? Каруми я Каруми, я являюсь девушкой Наруто. Наруко да девушкой. Каруми да. Давай отойдем. Наруко хорошо. Они отошли, а Наруто пошел домой. У девушек. Каруми так это ты одна из тех, кто влюбилась в Наруто. Наруко откуда ты узнала? Каруми мне папа рассказал. Ну в общем я не против того, чтобы быть ни одной. Наруко спасибо. Большое спасибо. У Наруто. Наруто зашел в дом и прошел на кухню. На кухне были Минато, Кушина и Минма. Наруто всем привет. Кушина, Наруто, я так скучала. Наруто я тоже. Минато какой призыв. Наруто лисы, я кстати пришел не один, а с девушкой, а точнее с Китсуни. Минато неужели? Наруто лиса внутри я выпустил. Минато что? Ты знал про лиса да еще и выпустил его. Наруто да я знал про него и выпустил, так как мы подружились и я могу призвать его в любой момент. Правду для подготовления ушло 4 года. Кушина значит там время течет по-другому и сколько тебе сейчас? Наруто 16, а помню точно, но пусть будет так, но физически я не старел. Кушина понятно. Минато, но как сняли печать? Наруто да легко. Наруто мама, папа я уже познакомилась с девушкой Наруто и теперь представлю ее вам. Каруми я сама могу. Я Каруми являюсь девушкой Наруто. Наруто то что ты моя девушка можно не говорить. Папа можно ее к нам в команду вписать. Минато нет у вас и так много человек в команде. Наруто а если добавить еще одного сенси и вписать еще и Карен? Минато а потом объединить команды? Наруто да. Минато так сделать уже можно. Наруто вот отлично. Кушина когда вы стали парой? Наруто да буквально до того как я вернулся. Нарука шепотом, дефис Каруми вовремя ты. Каруми шепотом, дефис оха. Кушина Каруми теперь будет жить у нас. Наруто да. Каруми и если можно вместе с Наруто в комнате. Кушина можно можно. Каруми спасибо. Минато насчет команды то это будет после экзамена. Наруто кстати о экзамене, когда он? Минато завтра. Наруто значит вовремя вернулся. Наруко ха. Наруто ладно, я пожалуй в душ и спать. Каруми я сразу после тебя. Наруто хорошо. Кушина а кто твоя мать и отец? Каруми мать из призыва, а отец как вы его называете девятихвостый лис? Кушина понятно. Это кстати она сказала удивленно, Наруто ушел после этого. Наруко и Каруми пошли в комнату Наруко поболтать. У Наруко в комнате. Каруми а кто остальные? Как кстати тебя зовут? Наруко точно. Меня зовут Наруко, а остальные это будут члены нашей команды. Каруми понятно, ты им передашь. Наруко да. Каруми спасибо. Потом она пошла в душ, а после душа спросила у Кушины где комната Наруто и пришла к нему. Он в этот момент уже спал, а Каруми легла рядом с ним. Вот настал день проведения три этапа экзамена на Чунина. Наруко, Наруко и Каруми идут на арену. Вот они подходят и увидели Сацуки и Ханаби. Наруко и Наруко привет. Сацуки и Ханаби привет. Сацуки это кто? Каруми я Каруми, я девушка Наруто. Сацуки и Ханаби да и девушка. Наруко Каруми, Сацуки, Ханаби давайте отойдем. Наруто иди вперед. Наруто ну хорошо. Наруто пошел на арену. Разговор девушек. Сацуки что ты хочешь? Наруко Каруми можешь объяснить? Каруми хорошо. Я не против делить Наруто. Сацуки и Ханаби п правда? Каруми да. Сацуки и Ханаби спасибо. Каруми, как вас зовут? Сацуки Ханаби, точно. Сацуки, я Сацуки Учхо. Ханаби, я Ханаби Хьюга. Каруми, ну думаю, мы подружимся. Желаю удачи на экзамене. Сацуки, Ханаби, на руку спасибо. Девушки пошли на арену. На арене стоят все прошедшие. На арену вышел Анбу в маске Ласки. Анбу, я экзаменатор. Три этапа. Пары будут такими. Один бой, Сацуки Учхо, вы с собаку на конкур. Два бой, на руку на Микадзе, вы с собаку на Тимари. Три бой, Ханаби Хьюга, вы с хинута Хьюга. Четыре бой, Сацуки Учхо, вы с собаку на Гара. Пять бой, на руку на Узумуки, вы с шикамару на Ра. Участники один боя, останьтесь остальные на трибуны. Все кроме Сацуки Учхо и собаку на конкур поднялись на трибуны. Анбу готовы. Начали. Конкур достал свою куклу и направил ее на Саски. Саски уворачивался от куклы с помощью шарингана до того момента, пока не заметил нити чакры. Он их разрезал и конкур и поднял руку. Конкур, я сдаюсь. Если нити разрезать, мне понадобится около минуты, чтобы снова взять под контроль куклу, а в это время я легкая цель. Анбу победитель Саски Учхо. Второй бой, на руку на Микадзе, вы с собаку на Тимари. Готовы. Начали. Тимари сразу раскрыла свой веер полностью, ведь знала, что красноволосого парня и его сокомандниц недооценивать нельзя. Тимари взмахнула веером в сторону на руку, тем самым подняв пыль. Когда пыль осела, все увидели на руку, которая держит куны у горла Тимари. Тимари как? Нарука я создала клона, который тебя отвлекал, а сама использовала хенги на камне и незаметно подбиралась к тебе. Тимари умна. Нарука спасибо. Анбу победитель на руку на Микадзе. Три бой, Ханаби Хьюго в Исхинута Хьюго. Готовы. Начали. Хинута, не переоценивай свои силы. Хинута прыгнула на Ханаби и начала с ней драться в рукопашку, где оба были на ровне. Ханаби переоцениваешь силы только ты. Ханаби отпрыгнула. Хинута ха, боишься? Ханаби начала складывать печать, а в конце... Ханаби ветер, порыв. Так как Хинута не знала техники вращения, она отлетела и врезалась в стену, тем самым потеряв сознание. Хиаши что? Она использует стихийные техники. Но это невозможно. У нас никто не владеет стихией. Мы умеем пользоваться только чистой чекурой. Анбу победитель Ханаби Хьюга. Мысли Ханаби спасибо Кукаше Синсею за то, что он договорился с Асума Синсеем. Анбу четвертый бой, Сацуки Учиха против собаку Ногара. Готовы? Начали. Сацуки побежала Ногару, а та в свою очередь защищалась песком. Сацуки никак не могла нанести урон, пока не поняла как Ногара защищается с помощью песка. Сацуки начала бить как Ли, но были изменения. Она била так. Один удар сделала и переместилась ей за спину, сделал два удара и так удваивая удары. Он считай совместила 64 удара небес и скорость Ли, но била она не по танкетцу, а просто в разные места без чакры. В конце концов через два минуты Гара лежала без сознания. Анбу победитель Сацуки Учиха. Пятый бой, Наруто Узума Кива с Шикамару Нара. Шикамару я сдаюсь. Шикамару ушел. Анбу победитель Наруто Узумаки. Асума почему-то сдался. Шикамару он сильнее и умнее меня. Асума ладно сильнее, но умнее. Какаши Наруто смог победить одного из семи мечников Тумана. Так что насчет его силы сомневаться не стоит, а насчет разума то это он распознал шпиона. Асума он? Да уж. Хотел бы я себе этого ученика. Какаши у него кстати тоже ветер есть, так что можешь предложить потренировать его. Асума так и сделаю. Анбу так теперь будут такие пары. Один бой, Сацуки Учиха Вэс Сацуки Учиха. Два бой, Ханабих Юга Вэс Нару Канамикадзе. Три бой, Наруто Узумаки Вэс Победитель первого боя. Итак Сацуки Учиха Вэс Сацуки Учиха попрошу остаться, а остальные попрошу на трибуны. Готовы? Сацуки я сдаюсь. Я знаю силу сестры и знаю что у меня нет шансов. Анбу хорошо. Победитель Сацуки Учиха. Второй бой, Ханабих Юга Вэс Нару Канамикадзе. Готовы? Ханаби и Нару Канамикадзе. Я сдаюсь. Против своей команды я драться не буду. Анбу как я понимаю Сацуки Учиха и Наруто Узумаки тоже. Наруто и Сацуки да. Анбу хорошо, бой на этом законченный и Хакаги объявит кто стал Чуниным. Минато и Чуниным и Стану. Наруто Узумаки, Сацуки Учиха, Ханабих Юга, Нару Канамикадзе за отличные бои, разумное мышление и преданность своим товарищам. Сацуки Учиха и Шикамару Нара за отличные бои и разумное мышление. Собаку Ногара и Собаку Натимари за отличные бои. Кто-нибудь против? Минмы да, почему я не стал Чуниным? Минато потому что показал плохой результат. Минмоксо. Минато еще у кого-то есть возражение. Никто ничего не стал предпринимать. Минато вот отлично, экзамен на Чунина в этом году объявляется закрытым. Вот закончился экзамен на Чунина. Все начали расходиться. Как Наруто вышел из арены на него сразу с объятьями прыгнула Каруми. Каруми поздравляю со званием Чунина. Команда 14 дефис спасибо. Карин поздравляю. Карин сказала эти слова с трудом, ведь только что ее любимого человека обняла девушка. 14 команда спасибо. Ханаби, Нарука и Сацуки мы отойдем. Они отошли и рассказали про Каруми и вернулись с улыбками на лицах и о чем-то болтали. Наруто пойдемте в барбекю или раменную. Нарука давайте в раменную. Наруто хорошо. Пока они шли Наруто решил сообщить одну новость. Наруто... Кстати мы скоро станем командой. Нам добавят еще одного Сенси и так можно будет сделать две команды, но у нас будет одна команда. Сацуки, Ханаби круто. Карин поздравляю. Наруто тебя тоже, ты ведь тоже в этой команде. Карин я? Почему не кто-то другой? Наруто ну мы более, менее знакомы и ты как раз без команды. Нарука ну, если не хочешь. Карин хочу, хочу, а когда это будет? Наруто не знаю, но наверное когда мы с Нарукой и Каруми вернемся из мира призыва. Нарука ура. Сацуки ну у тебя же есть призыв. Наруто я договорился с Нарукой что дам ей подписать контракт со своим призывом. Карин, Ханаби и Сацуки с завистью посмотрели на Наруку и тут в голову Карин пришла замечательная идея. Карин Наруто, а как тебе чтобы сделать Лейсов личным призывом к лану Зумаки? Наруто Хэм, ты как думаешь Каруми? Каруми я не против, но вот мама и папа буду. Может с папой ты как-то договоришься, но с мамой нет. Наруто понятно, ну нет так нет. Карин жаль. Наруто ну мы пришли. Они зашли в очереку и после плотного обеда пошли гулять. Все-таки гулять они в следующий раз будут только через месяц, а то и два. После прогулки Наруто, Наруко и Каруми пришли домой. Наруто мы дома. Кушай, намойте руки и садитесь за стол. Перешедшие хорошо. После того как они помыли руки, они сели за стол, где Наруто решил сказать. Наруто мам, пап, вы помните обещание, которое я дал Наруко перед уходом? Минато да, и на сколько вы будете в мире призыва? Наруто ну там от 4 до 8 лет, а здесь пройдет один дефис два месяца. Минмэй Димон, дай мне свой призыв. Наруто я бы с радостью, но думаю там тебя Каюби сожрет. Каруми что верно то верно. Кушай на Наруко он не съест. Наруто ну, на нее он зла не держит, он только на Минму злится за то, что высокомерны больше чем учихи. Я против учих ничего не имею, а он их ненавидит из-за высокомерия их Шарингана, а Минна высокомернее даже некоторых учих. Кушай на Хау, ладно во сколько отправляетесь? Наруто как поужинаем пойдем на полигон, а оттуда уже в мир призыва. Минато ну я конечно огорчен, что у вас не призыв в жаб, но я Минну его научу. Он все-таки один из сильнейших. Наруто ну, спасибо за ужин. Я буду ждать вас на полигоне. Наруко, Каруми хорошо. Как Наруко и Каруми поели они отправились на полигон где сейчас находился Наруто. Каруми ну что, отправляемся. Наруко и Наруто Каруми использовала обратный призыв и они появились в кабинете Айка. Каруми мама, у нас гости. Айка, привет Каруми тебе, привет Наруто. А кто это? Наруто это моя сестренка, я бы хотел, чтобы у нее был призыв лисов и чтобы тут ее обучили. Айка, хорошо. Ладно, Наруто иди прогуляйся, а нам надо поговорить. Курама все время ныл, что ему ни с кем поговорить. Наруто ныл. Айка, да. Наруто он дома? Айка, да. Наруто, хорошо, я пошел. Наруто ушел, а у девушек завязался разговор. Айка, ты одна из тех, кто его любит? Наруко, да, да. Каруми не переживай, в этом мире о том, что его любит пять девушек знает только я, мама и папа. Наруко, понятно. Айка, если Каруми и Наруто поженятся? Каруми, мама. Айка, то он станет мне сыном, а если он поженится и с другими, то те девушки станут моими дочерьми. Да и так вы так скажем сестры по счастью. Каруми, да, несчастьем его точно не назовешь. Тем временем Наруто уже стучался в дверь дома главы. Ему открыл Курама. Курама, Наруто, зачем пришел? Наруто ныл из-за того, что ни с кем поговорить, да. Курама, тихо ты? Если кто-то услышит, то я всю брутальность потеряю. Наруто, спешу тебе огорчить. Наруко и Каруми тоже это знают. Курама, Айка. Наруто, оха. Курама, ладно, заходи, поболтаем. Наруто не, я пожалуй к Наруко и Каруми вернусь. Курама зачем приходил тогда? Наруто, да, просто, поиздеваться. Курама, ладно, идем вместе, я к Айка. Наруто, оха. И они пошли к резиденции главы. Когда они пришли, Наруто сказал Наруто, ну надо подписать контракт. Айка, ах, да, точно. Вот, держи. Наруко, что мне с этим делать? Наруто, запишу свое имя кровью. Наруко, хорошо. Она подписала контракт и Айка спросила. Айка, так что ты будешь изучать? Той дюцу, кин дюцу или режим отшельника? Наруко на что сколько уйдет? Айка, тебе той дюцу и кин дюцу надо изучать по два года. Режим отшельника надо изучать, когда изучишь той дюцу, так что на режим отшельника у тебя уйдет лет шесть. Нарука тогда сначала Тайдюцу и Киндюцу, а режим Отшельника в другой раз. Айка хорошо. Наруто где нам жить? Айка у нас. Кураму меньше ныть будет. Кураму опять ты. Айка хи-хи-хи, ладно давайте домой, у меня рабочий день закончился. Остальные оха. В этой главе присутствует 18+, вот в мире призыва прошло 8 лет. Все же Нарука решила научиться режиму Отшельника. Сейчас Наруто, Нарука и Каруми собираются уходить. Айка-эх так быстро время пролетело. Кураму как бабка старая сказал. Айка вообще-то мне еще 200 лет. Курамы для людей это много. Каруми-э, то есть я переживу Наруто. Кураму если он не погибнет на поле битвы, то нет. Каруми-нулисы же живут до 500 лет. Кураму-зумаки живут от 150 до 400 лет, а у Наруто жизненные силы столько, что он до 700 проживет. Наруто я столько жить не собираюсь. Нарука-ну ладно хватит, давайте возвращаться. Наруто-экаруми-оха. Айка-ну хоть раз в год приходите, хорошо. Наруто-оха. Каруми-ну, мы пошли. После недолгого разговора они все же вернулись на тот полигон откуда отправлялись. После они пошли в дом. Наруто-экаруми-оха. Кушина-а, вы вернулись. После этих слов Кушина подбежала к ним и обняла. Кушина-я скучала. Наруто-мы тоже. Кушина-ну идите мыть руки и за стол. Наруто-каруми и Нарука-хорошо. После мытья рук они пошли на кухню где сели за стол. Наруто-а папа где? Кушина-он сегодня задержится. Наруто-ну ладно. Кушина-а тебе что-то от него надо? Наруто-да. Наруто-да, хотел спросить про команду. Кушина-это, но с ней все в порядке. Они выполняли миссии. У вас второй сенсей. Кажется звали ее Шису-ючхо. Нару-ка-ва, а ты откуда знаешь? Кушина-мин-му-сацуки интересовать стала. Каруми-он уже предлагал встречаться. Кушина-да. Каруми-и-анна отказалась? Кушина-да. Ха-а. Мин-му с таким характером девушку не найдет. Ну кроме той, химоты. Наруто значит с командой все в порядке? Ну, завтра устроим встречу погуляем. Нару-ка-ха. Кушина-а еще. Наруто-чего? Кушина-мин-му нет, так что наша команда не выполняет задания и я часто хожу к Микото. Так что если меня не будет дома, а вам что-то понадобилось, то я у Микото. Наруто-я-наруко-хорошо. После ужина Наруто пошел в душ, а Каруми, Наруко и Кушина начали разговор. Кушина-на-ну что? Ты призналась? Наруко-нет, мы с девочками хотели все вместе признаться. Кушина-на говорят, что эта Шису очень даже милая. Так что смотри, чтобы она его у вас не увела. Каруми-нет, Наруто так не поступит, он ни за что не сможет предать девушку. Кушина-на почему-то так уверена. Каруми-ну когда он возвращался в этот мир, я... Я немного! Следила за ним и он даже не разговаривал с незнакомыми девушками. Кушина-на-понятно, слишком ревнивая. Каруми есть такое, но я не против если будет несколько жен, но против если он будет входить, например в какие-нибудь бордели. Кушина-на-ну хорошо! Наруко, а ты что думаешь? Наруко, я так же думаю. Кушано понятно, но я, пожалуй, к Микото пойду. Наруко, хорошо. Когда Наруто вышел, то не увидел свою мать. Наруто, а где мама? Наруко, она пошла к Микото-сан. Наруто, понятно. После Наруто пошел в свою спальню. А Наруко и Каруми продолжили свой разговор. Каруми, все, я решили. Я сегодня стану девушкой Наруто окончательно. Наруко, то есть. Каруми, да, сегодня я потеряю свою девственность. Наруко, вот почему у меня нет такой смелости, как у тебя? Каруми, хихи, не бойся, ты скоро тоже признаешься. Наруко, надеюсь. Каруми пошла в комнату. В комнате был только Наруто, который уже спал. Каруми, ну уж нет, я сделаю это именно сегодня. 18 плюс. После она начала раздеваться, а когда на ней не осталось одежды, она села на него и из-за этого он проснулся. Наруто, Каруми, ты чего? Каруми, Наруто, сделай меня своей девушкой окончательно. Наруто, ты и так моя девушка. Каруми, нет, но мы это исправим. Наруто, пэ, погоди, нам же еще рано. Каруми, тебе духовно уже больше 20 и так же, так как ты Шинобе, тебе разрешается это делать, ведь есть шанс погибнуть на миссии. Наруто, но... Каруми, ты что меня не любишь? Наруто, люблю, но... Каруми, тогда давай сделаем это. Наруто, ха, хорошо. После этого Каруми поцеловала Наруто и тот, в свою очередь, поменялся с ней местами. Теперь он был сверху, а она снизу. Наруто спускался поцелуями вниз и вот он находится у ее сосков. Он, недолго думая, взял один из них в рот и начал сосать и временами покусывать. От такого удовольствия Каруми стонала. После услышанных Наруто стонов он поставил звуковой барьер и продолжил спускаться ниже. Когда он дошел до киски девушки, которая была вся мокрая, он ее лизнул. После такого Каруми сразу кончила на лицо Наруто. Она облизал все и начала облизывать киску Каруми. Пять минут таких удовольствий для Каруми и она решила сделать удовольствие и Наруто. Каруми теперь я. После сказанного Наруто немного отстранился, а после того, как Каруми встал, он лег на ее место. Каруми подползла к уже раздетому Наруто и взяла его член себе в рот и водила ртом вверх, вниз. Полностью взять в рот она не могла, ведь его член был 15 сантиметров. Через 7 минут Наруто обильно кончил в рот своей девушке. Каруми давай, теперь ты сделаешь меня своей. Наруто хорошо. После этого Наруто встал и они опять поменялись местами. На этот раз член Наруто был в сантиметре от киски Каруми. Каруми давай. И после этих слов член Наруто вошел в Каруми, а та громко застонала, из нее киски текла струйка крови и она кончила. Три минуты Наруто стоял, стараясь не двигаться. Каруми давай. Он начал двигаться вперед-назад, а та в свою очередь громко стонала. Через 5 минут она кончила и заснула с улыбкой на лице. Наруто это заметил и вытащил свой член из нее, лег рядом и также заснул. Проснулся Наруто в кровати один. Каруми не было, а он был только в трусах. Оглядевшись никого не нашел. Он оделся и пошел в душ. После водных процедур он пришел на кухню. На кухне были кушана, Минато, Наруке и Каруми. Наруто доброе утро. Остальные добрые. Наруто сел за стол, а Каруми на его колени. Наруто Каруми ты чего? Каруми хочу покормить тебя. Наруто спасибо, но лучше сам. Каруми тогда я так сама поем. Наруто боюсь не получится. Каруми почему? Наруто ну, а как мне есть? Каруми ну ладно. После Каруми встала, а Наруто начал есть. Кушана только детей раньше 16 не заводите. Не хочу я так быстро бабушкой стать. Наруто от этих слов выплюнул чай, который пил, совпадение. Не думаю, Наруто откуда? Кушана Каруми вся радостная ходит. Наруто и все. Кушана да. Уж поверь, я могу узнать, что случилось только по эмоциям. Наруто понятно. Нарука, мысли, дефис, почему не я, а? Я тоже хочу, чтобы Наруто обратил на меня такое внимание. Каруми, Наруто, давай завтра на свидание пойдем. Нарука, мысли, дефис, она меня дразнит. Наруто, хорошо, сегодня гуляем все командой, а завтра только вдвоем. Каруми, оха. После завтрака Наруто, Каруми и Нарука пошли к кварталу учих. Когда они подошли, их остановил стражник. Один стражник куда? Нарука к подруге. Один стражник, проходите. Они прошли в квартал и пошли к дому главы клана. Когда они дошли, то постучались. Дверь открыла Микото. Наруто и Нарука, здравствуйте Микото-сан. Микото, привет, вы за Сацуки. Нарука, оха. Микото пропустила гостей в коридор и пошла звать Сацуки. Микото подходила к двери Сацуки и постучалась. Микото, Сацуки, можно? Сацуки, да. Микото зашла и увидела много фотографий Наруто. Микото, ты как маньячка. Сацуки, я не маньячка. Что ты нужна? Микото, за тобой пришли. Сацуки кто? Ханаби или Карин? Микото, я тебе не говорила. Вчера Наруто и Нарука вернулись. Они пришли за тобой и еще какая-то девушка с ними была. Сацуки Наруто вернулся. Сацуки быстро спустила со второго этажа и пошла в коридор. Там она увидела Наруто, Наруко и счастливую Каруми. Сацуки, мысли, дефис что-то мне не нравится ее радость. Сацуки привет всем. Наруто, Наруко и Каруми привет. Наруто гулять пойдешь? Мы решили всей командой, но без Сенсиев погулять. Сацуки да, хорошо. Сацуки побежала обратно наверх и приоделась, а после они пошли в квартал Хью. Там было почти то же самое, как и у Чих, но Ханаби позвала служанкой. У нее не было фотографий Наруто из-за того, что живет с Хинатой в одной комнате. После они впятером пошли в общежитие за Карин. Там уже она сама открыла дверь. Наруто и остальные привет, Карин привет. Наруто пойдешь гулять? Карин да сейчас. Она зашла в квартиру, переоделась и вышла на улицу, где ее ждали друзья. Наруто куда пойдем? Наруко давайте сначала в Ичирыку, а потом просто погуляем. Наруто я не против, а вы? Девушки нет. После они отправились в Ичирыку. По дороге Сацуки решила узнать, почему Каруми такая мирадостная. Сацуки девочки, помедленнее. Наруко что? Сацуки хотела спросить, почему Каруми такая мирадостная. Наруко просто они с Наруто вчера ну это... Любовью занимались. Сацуки, Карин и Ханаби чего? Ханаби и Каруми так нечестно. Каруми вот меньше ждать надо. Сацуки ну все, сегодня я точно признаюсь. Наруко, Карин и Ханаби я тоже. Каруми ну посмотрим. После они добрались до Ичирыку, заказали парамину и начали есть. После того как они поели они пошли гулять. Все время они о чем-то разговаривали и когда наступил вечер. Карина давайте на скалу Хакаги сходим. Наруто я не против. Остальные девушки я тоже. Они поднялись на гору и Сацуки начало. Сацуки Наруто. Наруто да. Сацуки ну это, как бы сказать. Опуская мне Наруко. Наруко нет. Давайте Карин. Карин давайте вместе. Сацуки, Ханаби и Наруко. Оха. Девушки ну в общем. Мы тебя любим. Наруто что? Чего? Наруко ну я люблю тебя с самого нашего знакомства. Ханаби, Сацуки и Карин мы тоже. Наруто ну. Каруми я знала и я не против гарема. К тому же он тебе нужен и не говоришь что он не влюблен в них. Я же чувствую чувства. Наруко то есть любит. Да. После все набросились на Наруто с обнимашками со слезами на глазах. Наруко Наруто, ответишь на наши чувства? Наруто ну, да. После этих слов Наруко поцеловала Наруто. На поцелуй Наруто ответил. Сацуки Наруко, так нечестно. Наруко все честно. Наруто значит мы идем завтра на свидание в шестерам. Каруми да. Наруто ладно, дайте пожалуйста встать. После все отошли. Наруто завтра встретимся в шесть вечера у семь полигона. Оттуда и пойдем на свидание. Девушки договорились. Наруто ну, мне еще надо кое-что сделать, так что я пойду. Девушки оха. Наруто ушел. Наруто, мысли, дефиса про деньги то я забыл. Наруто пошел в резиденцию. Наруто поднялся до кабинета отца и вошел. В кабинете были Джироя, Минма и Минато. Наруто здравствуйте Джироя сан, привет пап, Минма. Джироя, Минато привет. Минма цс. Наруто вы еще долго? Джироя нет, мы уже уходим. Джироя вышел из кабинета. Наруто пап, ты знал. Минато что? Наруто ну, про Сацуки, Ханаби, Карин и Наруко. Минато так и не признались. Поздравляю. Наруто оха. Я что пришел то? А, мог бы ты дать миссию на одного с ранга? Минато хорошо, но будь осторожен. Ну вот, обезвредить банду отступников, все остальное в свитке. Наруто спасибо. После Наруто пошел уничтожать банду. Банду он уничтожил без проблем из-за того, что был в режиме отшельника. После уничтожения он вернулся, сдал задание, забрал 500,00 Рио, способен купить однокомнатную квартиру, и пошел домой, в котором все уже были за столом. Наруто я дома. Кушина поздравляю. Наруто оха. Наруто пошел вымыл руки, поел и пошел спать. Наруто встал в 9 часов ровно в обнимку с Наруко и Каруми. Наруто поменял себя на подушку, сделал водные процедуры, переоделся и пошел вниз. Внизу были Кушина, Минато и Минма. Наруто доброе утро. Кушина и Минато добрые. Наруто тебе разве не надо на работу? Минато нет, меня сегодня заменит Шикако. Наруто понятно. Кушина садись кушать. Наруто спасибо. После Наруто поел и начал собираться. Кушина, ты куда? Наруто к свиданию готовится. Кушина, это с кем? Наруто со всеми пятерыми. Кушина, желаю удачи и повторяю, детей не раньше 16. Наруто даже не собирался. Кушину, ну, а кто его знает? Наруто, ладно, я пошел. После Наруто пошел готовить все к свиданию. Первым делом он забронировал столик в ресторане. Потом он пошел покупать себе костюм. Когда все было готово на часах стояло 12 часов 15 минут. Наруто как-то быстро я закончил. Тут он вспомнил. Он забыл про подарки. Наруто, мысли, дефис черт, что им подарить? Цветы. Нет, слишком обычно. О, а если картину? Точно, но времени в обрез. Могу перейти в мир призыва. Нет, Каруми заметит. Может барьер. Точно, но я не знаю такого барьера. Хм, мама может знать. После он пошел к себе домой. Наруто, я дома. Мам, можно на пару слов? Кушина, да. Наруто для начала, девушки дома. Кушина, нет, пошли готовиться. Наруто, это хорошо. Ты знаешь барьер ускорения времени. Кушина, нет, но свиток есть. Наруто, можно? Кушина, да. После этого Кушина дала свиток и Наруто пошел изучать барьер. Наруто быстро научился и зашел в него, а после начал рисовать. У девушек. Наруко и Каруми решили собрать всех вместе и через 20 минут они были в сборе. Сацуки, что решили одеть? Я хочу выбрать что-нибудь в магазине. Остальные я тоже. Сацуки, тогда пойдемте вместе. Остальные, ага. После они пошли в магазин. К пяти вечера они выбрали, что одеть. После они пошли делать прически у Наруто. Наруто выходит из барьера и идет домой. Когда дошел, вошел внутрь. Наруто, я дома, сколько время? Кушина пять часов в 30 минут. Наруто, значит, еще полчаса. Наруто пошел в душ. Когда он закончил, то пошел переодеваться. Вот уже пять часов в 50 минут. Наруто вышел из дома и направился к полигону. Он дошел за пять минут. Через еще пять минут он увидел пятерых девушек. Наруто, привет. Девушки, привет. Наруто, куда пойдем? Наруто сначала в ресторан, потом в одно место. Сацуки, какое? Наруто, потом узнаете, пойдем. Девушки, оха. После они пошли в ресторан. Как они поели, то Наруто как джентльмен оплатил все. И они пошли в место, которое Наруто хочет показать. Через пять минут Ари добрались до горы Хакаги. Наруто, вот. Девушки, вау. Они пришли как раз тогда, когда был закат. Сацуки, красиво. Остальные, оха. Наруто, я вам подарки приготовил. Наруто достал из печати картины и раздал девушкам. Сацуки, вау, ты, наверное, столько денег потратил, так что я не приму. Нарука, это он сам рисовал. Сацуки, ого, ты не говорил, что умеешь рисовать, да еще и так. Это как фото. Наруто, спасибо. Наруто улыбнулся и через секунду его улыбка спала. Он увидел, что в них летит куна и сюрикены. Наруто ни разу не медлев отбил все куна и сюрикены. Наруто, кто здесь? Арачимару, отбил все оружие. Наруто, Арачимару. Арачимару, да. Не хочешь получить силу? Наруто, хочу. Каруминару. Наруто, но я получу ее своим путем. После он вошел в режим отшельника и у него выросли девять хвостов и ушки. Арачимару что? Я не чувствую чакру девятихвостого. Наруто, а я и тут и нет. Наруто за мгновение оказался позади Арачимару и ударил в лицо. Арачимару влетел в дерево, при этом разбивая штук десять таких же в полете. Вдруг из мертвого Арачимару вылезает живой Арачимару. Прикольно звучит. Наруто предотвратил смерть. Неплохо. Арачимару, ты силен, я тебя даже не заметил. Наруто его, получил похвалу у одного из трех. Какой счастливый день. Арачимару мне тебя не победить. Может позже, но точно не сейчас. Арачимару исчез в дымке. Наруто сбежал. Наруто вышел из режима отшельника, а затем из леса и стоял напротив девушек. Наруто, эх, свидание не удалось. Нарука удалась. Мы здорово повеселились, но оно еще не закончено. Наруто. Вдруг все пять девушек его поцеловали. Нарука теперь закончена. Наруто чего-чего, но такого я точно не ожидал. Нарука теперь знает, что ожидать от нас можно что угодно. Наруто, ну, давайте вместе сначала проводим Карин, потом Ханаби, затем Сацуки, а так как нам с Наруко и Экаруми в один дом. Мы пойдем последнее. Вы не против? Наруко и Экаруми нет. Наруто, отлично, идем. Девушки, оха. Вот Наруто проводил всех и сам с Наруко и Экаруми пришел домой. Наруто, мы дома. Кушина, как прошло свидание. Наруко, хорошо. Нам Наруто подарил наши портреты. Кушина, можно? Наруко и Экаруми, оха. Кушина посмотрела на портреты и немного офигела. Кушина, это точно портрет? Наруко, да. Кушина не знала, что Наруто так умеет рисовать. Хотя точно, помню ты показывала свой портрет, который рисовал Наруто. Наруко, оха. Никто кроме меня с Экаруми и вас не знали. Экаруми нет, еще папа знал. Наруто кому-нибудь душ нужен. Девушки пока нет. Наруто тогда хорошо. Наруто принял душ и лег спать. Когда Наруто пошел спать с Кушина, Наруко и Экаруми начали разговор. Кушина, как свидание. Ну точнее, что вы делали? Наруко сначала мы пошли в ресторан, потом пошли на гору Хакаги, а там на нас напал Арачимару. Кушину, Арачимару. На вас что напал Арачимару? Он вас не покалечил. Кушина нет, Наруто с ним разобрался. Кушина он же из тройки санинов. Как Наруто его победил? Кушину мама говорила, что в режиме отшельника он сможет победить отца. Кушина Наруто в режиме отшельника победит Девятихвостого. Кушина, да. Кушина, я все больше поражаюсь его силе. Но не об этом. Сразу напомню, никаких детей до шестнадцать. Наруко, ну мам. Кушина, чего? Наруко, не собираемся мы. Кушина, да, да, да. Кто вас знает? А когда вы миссии начнете выполнять? Наруко, я не знаю. Кушина, надо завтра у Наруто спросить. Ну теперь спать. Наруко и Каруми хорошо. Наруко и Каруми приняли душ по очереди и пошли в комнату Наруто, где легли с обеих сторон. Вот Наруто проснулся и заметил, что на его груди с двух сторон лежат Каруми и Нарука. Он подменял себя на подушку, сделал водные процедуры и спустился вниз. Внизу были все. Кушина, Минато, Наруко и Каруми, не ошибка. Спустились, когда Наруто был в душе. Наруто, доброе утро. Остальные добрые. Наруто, пап, вчера мы встретили Орочимару на горе Хакаги. Минато, Орочимару. Как он сюда пробрался? Наруто, ну наверное, через лес. Минато, это было издевательство. Наруто, отчасти. Минато, дожили. Надо мной сын издевается. Наруто, ну я тебя понимаю. Столько бумаг, что думать хорошо перестанешь. Но хотя ты мог бы использовать клонов и во время работы, а чтобы не перегружать мозг, то отправлять одного спать. Минато, хорошая идея. Спасибо. Наруто, Оха. Минато, когда вы миссию начнете выполнять? Наруто, ну у меня есть кое-какие планы, так что отвечу завтра. Минато, хорошо. Наруко, а какие у тебя планы? Наруто, я хочу, чтобы Карин, Ханаби и Сацуки отправились в миры призыва. Каруми лисы? Наруто, нет, свободный призыв. Кушина, это не слишком опасно. Наруто, я так не думаю, они сильные и справятся. Минато, это да, они сильные. Где Таранг Джанин? Кушина, ну садитесь за стол и завтракать. Остальные хорошо. Вот они позавтракали. Наруто, Каруми, Наруко, идемте. Наруко, куда? Наруто, ну говорит, чтобы Карин, Ханаби и Сацуки отправились в миры призыва. Наруко, понятно. Вот они пошли за каждой из перечисленных ранее. Сначала они позвали Сацуки, потом Ханаби, а затем и Карин. Вот они сейчас стоят на 7 полигоне. Наруто, ну, я бы хотел, чтобы вы отправились в миры призыва. Сацуки, то есть мы за это время не увидимся. Наруто, да, но потом вас ждет сюрприз. Наруко, ты мне не сделал сюрприз, когда мы вернулись с мира призыва. Наруто, когда они вернутся, то и тебе сюрприз будет. Наруко, возвращайтесь поскорее. Каруми не получится. Только в мире призыва лисов время искажается. В других мирах призыва время течет так же, как и здесь. Есть еще один, но я не помню, кто там живет и туда попасть маловероятно. Наруко, то есть мне придется ждать 8 лет. Каруми нет. Если не попадут к жабам, слизням или змим, то всего 2 года. Наруко, фух, я-то думала, что для сюрприза 8 лет ждать придется. Сацуки, тогда нам надо сказать родителям об этом. Наруто, да, так что давайте погуляем, потом когда разойдемся по домам, вы расскажите своим родителям, а Карин скажет моей маме как главе клана. Карин, Сацуки и Ханаби хорошо. Наруто, ну что ж. Куда пойдем? Карина, ты сможешь войти в режим отшельника. Наруто вошел в режим отшельника и Карин схватила его за один из хвостов. Наруко, Ханаби и Сацуки. Карин, так нечестно. Наруко, Ханаби и Сацуки тоже подцепились, однако Руми стояла в стороне. Наруко, ты что не хочешь? Каруми, я сделаю это ночью. Наруко, я тоже буду. Наруто, я только из-за этого в режим отшельника входил. Карин, да, в этом режиме ты такой милый. Наруто, спасибо, но я думала мы пойдем гулять. Сацуки пойдем, но чуть позже. Наруто, Ханаби. Они так доводили Наруто еще минут двадцать, но все же они пошли гулять. После прогулки все разошлись по домам. Дома Наруто сделал водные процедуры и лег спать при этом врубив режим отшельника, ведь не хочется просыпаться ночью, природная чакра ничего с ним не сделает и из-за этого он не может спокойно спать в режиме отшельника. Утром Наруто сделал все то же, что и вчера они собрались на полигоне. Наруто, ну что? Разрешили? Карин Кушина, Сэн согласилась. Сацуки и мои родители согласились, но с трудом. Ханаби папе, я неинтересна так сильно как Хинато, а мама сначала беспокоилась, но согласилась. Наруто, отлично, тогда повторяйте печати за мной. Наруто показал им печати. Наруто, ну, пока. Сацуки, Карин и Ханаби пока. Они поцеловали Наруто по очереди и пропали в дымке. Наруко, я тоже хочу. Наруто, чего? Наруко, поцелуй. И она поцеловала Наруто. Каруми тоже поцеловала Наруто. Наруто, ну идемте найдем Какаши и Сэнси на миссию. Наруко, я Каруми, оха. Они пошли к Какаши домой. Вот Наруто постучался и ему открыл дверь сон на Какаши. Наруто, Какаши, Сэнси, идемте за миссией. Какаши, эх, опять миссии. Наруко, Какаши, Сэнси, давайте быстрее. Мы будем ждать вас у резиденции. Какаши, хорошо. Наруто, Наруко и Каруми пошли к резиденции. Прошло два года с ухода Сацуки, Хан и Биакарин. Сейчас Наруто, Наруко и Каруми сидят дома, как вдруг Наруто и Каруми почувствовали чакру остальных членов их команды. Наруто прибыли. Наруко кто? Каруми и Сацуки, Хан и Биакарин вернулись. Наруко. Ура. Где они? Наруто на седьмом полигоне. Наруко пойдемте встретим их. Наруто я не пойму. Ты радуешься их возвращению или то, что наконец получишь от меня подарок? Наруко ну, пятьдесят на пятьдесят. Наруто ну они вроде никуда не уходят. Наверное нас ждут. Наруко нельзя заставлять ждать. После все собрались и пошли на седьмой полигон. Как они дошли на Наруто прыгнули Карин, Сацуки и Ханаби. Сацуки, Карин и Ханаби Нару. Я скучала. Наруто с каких пор Нару? Сацуки с сега дняшних. Наруко я тоже буду теперь тебя так называть. Каруми и я. Наруто ладно, какой у вас призыв? Сацуки у меня вороны. Карин у меня волки. Ханаби у меня тигры. Наруто понятно, я хочу опять пойти в мир призыва. Каруми сказала, что я могу обладать до трех призывов. Один у меня есть, так что еще два. Сацуки можешь взять мой призыв. Ханаби или мой. Карин возьми мой. Наруто я отправляюсь в свободный призыв. Сацуки а третий. Наруто а третий оставлю. Может пригодится. Сацуки, Карин и Ханаби ну ладно. Наруто ну я как и обещал сделаю вам подарок. Но подарок вы выберите сами. Девушки переглянулись. Карин, Сацуки, Ханаби и Наруко мы хотим стать твоими женами. Каруми я тоже. Наруто вы и такими станете, так что говорите что-нибудь другой. Девушки отошли и начали перешептываться. Через несколько минут они опять подошли к Наруто. Наруто завтра с 9 часов ровно утро, на 24 часа ты весь мой. Наруто ха хорошо Сацуки все так же как и Наруко, но уже послезавтра. Ханаби ну ты понял. Карин я последняя, хнук Наруто ну ладно. Сацуки Наруто, ты сказал что поженишься на нас. Когда? Наруто как только стану главой клана Узумуки. Наруко это не скоро. Каруми Наруто, одну жену ты можешь взять прямо сейчас, так что возьми меня в жены. Наруко, Сацуки, Ханаби и Карин. Ээээ, Каруми что? Я самая первая девушка Наруто и без меня вы бы так и не признались. Сацуки так-то оно так-но. Наруто нет, я возьму вас всех сразу. Каруми почему? Наруто так никто не обидится. Девушки ладно. Наруто ну что же пойдемте прогуляемся. Вдруг вспышка и звук грома. Перед Наруто и остальными стоял Минато. Минато, о, вы вернулись, отлично. Срочная миссия спасения дочери Казикаги. Вот цветок, там все описано. Отправляйтесь немедленно. Наруто, простите, но подарки переносятся. Девушки, эх, ну ладно. Наруто, отправляемся. Сацуки, давайте я призову воронов и мы отправимся на них. Наруто, отличная идея. Сацуки призвала воронов. Вот они хотят взлететь, как возле них появляются Какаши. Какаши, эх, а про капитанов команды забыли. Наруто, ну вы же один. Какаши, второй капитан на задание. Наруто, ладно, Сацуки не могла бы ты? Сацуки, конечно. Сацуки призвала еще одного ворона, на которого сел Какаши. Наруто, ну что? Отправляемся. После этого они отправились в сторону деревни Песка. Долетели они за три часа. На границе их встретила Тимари. Тимари, здравствуйте, вы помощь из Канохи. Наруто, да. Тимари, мы не знаем, где сейчас наша сестра. Мой брат, который может помочь, но он сейчас под сильным ядом. Карин, можно взглянуть. Тимари, да, конечно. После этого они пошли к Канкури. Когда они зашли в палату на Какаши, набросилась старушка. Старушка, белый клык. Какаши, нет. Наруто, это не белый клык. Это его сын. Старушка, ты не твой отец, так что... После старушка отошла от Какаши. Чайо, меня зовут Чайо. Я одна из старейшин в деревне Песка. Карин готова. Чайо, что? Как ты смогла вывести яд? Карин, я ученица одной из трех санинов. Цунадисин Джумой учитель научила меня выводить яды. Чайо, это яд Сасари Акасана, моего внука и его владением ядом бесподобно, а ты смогла его вывести. Карин, на самом деле ничего сложного. Канкура, спасибо, что спасли. Карин, ни за что. Наруто, ты знаешь, где твоя сестра? Канкура, точно сестра. Нет, не знаю, но я смог порвать кусок ткани плаща. Не знаю, поможет ли, но все же. Какаши, отлично. После Какаши призывает Покуна. Какаши Покун, сможешь отыскать кого-то. Пекун понюхал Пекун, запах слабый, но уловить можно. Какаши, надо спешить. Чье я иду с вами. Какаши, хорошо. Отправляемся. Остальные есть. Вот они идут по следу уже час. Наруто, Покун, можешь возвращаться. Теперь я чувствую их чакру. Конечно слабо, скорее всего они под каким-то барьером, но все же ощущаю. Покун, Какаши. Какаши, можешь возвращаться. Наруто, я отправляюсь вперед, а вы следом. Хорошо. Наруто может войти в режим отшельника и почувствовать их, так же их может почувствовать Каруми. Какаши, кстати, откуда ты знаешь их чакру? Наруто по этому кусочку ткани. Какаши, понятно. Наруто, ну я побежал. Остальные хорошо. Наруто вошел в режим отшельника и со всей доступной скоростью отправился по следу чакры. Через 10 секунд он был на месте. Перед ним был булыжник. Наруто узнал эту печать, создал 4 клонов и отправил их искать печати. После того как все печати были найдены, он сорвал их одновременно, а потом уничтожил булыжник. Когда он зашел внутрь и услышал. Дейдара, но вы уже поняли кто там был. Дефис что это было? Сасара я откуда знаю? Наруто зачем вы украли дочь Казикоги? Дейдара, так ты ее спаситель что ли? Тогда за то что нашел нас я награжу тебя тем что покажу истинное искусство. Когда пыль осела, Наруто увидел что статуя Гиды поглощает чакру Гары. Наруто статуя Гида? Кто-то владеет ренингоном? Дейдара, ты знаешь что это такое, похвально. Наруто мне незачем твоя похвала. Сначала я разберусь с вами, а потом из Гида тоже. Дейдара, ты умрешь в моем искусстве. Сасаре не искусство это. Искусство это, вечная красота. Дейдара нет, искусство это взрыв. Они так спорили пару минут. За это время Наруто остановил поглощение чакры Шукаку с помощью Дэудю Цуньянгани. Флешбек. Вот уже прошло 1,5 годы проживания в мире призыва лисов с Наруко. Наруто медитировал как почувствовал резкий прилив сил. Он открыл глаза и увидел удивленные лица Курамы, Айка и Каруми. Наруко тренировалось. Наруто что? Курама неужели это правда? Никогда бы не поверил не увидев своими глазами. Айка я тоже. Каруми все же легенды не врали. Наруто что случилось? Почему вы на меня так смотрите? Кураму да так ничего, просто ты пробудил новое неизвестное никому Дэудюцу. Наруто и это ничего? Ты издеваешься. Курама нет, но ты не мог бы успокоить свои цепи. Наруто какие еще цепи? Кураму как какие? Обернись. Наруто посмотрел за спиной и увидел 10 алых цепей. Наруто я думал, что их пробуждают только девушки из клана Изумуки. Курама ну да. После этого Курама заржал во весь голос. Наруто скорее всего это из-за Дэудюцу. Оно сделало так, чтобы я смог их пробудить. Курама возможно? Ха-ха-ха. Наруто как их деактивировать? Курама перестань подавать чакру в глаза. После Наруто сделал сказанное Дэудюцу пропало. Курама так и думал, его можно деактивировать. Наруто с цепями что делать? Курама кажется Кушина просто представляла, что они входят в спину. Наруто представил, как цепи входят в спину и так и произошло. Наруто хух, я думаю не надо так афишировать ни глаза, ни цепи. Верно? Курама да. Наруто ну ладно, я дальше медитировать. Энд флешбек. Наруто ну теперь перейдем к вам. Наруто начал излучать большое количество яки, жажда убийства, фальшивая. Наруто не любил убивать, но он уже убивал. Сасари черт. Дейдара отвели его. Дейдара не командуй. Сасари дослушай. Он неимоверно силен, я не уверен что мы справимся. Достаточное количество чакры однохвостого мы достали, так что надо убирать статуи гида. Дейдара зачем? Он все равно ей ничего не сделает. Сасари я боюсь, что его глаза не уступают Ренигану. Дейдара ты хочешь, чтобы я с ним сражался? Ну ладно, но он мне кого-то напоминает. Сасари мне тоже. Дейдара эй, как тебя зовут? Наруто. Зачем вам мое имя? Дейдара напоминаешь кого-то вот вспомнить пытаемся. Наруто ну ладно, я Наруто. Дейдара это же джинчурики Девятихвостого. Сасари точно, но хваст этого, я не чувствую. Наруто его у меня нет. Я его выпустил. Дейдара эх, а думал если тебя принесу к боссу, то он даст мне отпуск. Сасари принести его надо. Во-первых, из-за глаз, а во-вторых, для информации. Дейдару может хотя бы так босс отпуск даст. Дейдара взлетел вверх вместе с Сасари. Дейдару сейчас, мое искусство увидят многие. Дейдар хотел атаковать жучками и бомбами, как в него бьет молнии. Наруто заблокировал я твое искусство. Дейдара как ты узнал про мою слабость? Наруто их не сложно заметить. Сасари понятно, тогда с тобой сражусь я. Дейдара эй, я тоже буду сражаться, я взорву все тут к чертям собачьим. Дейдара начал надуваться, а чакра молния пропадать. Сасари вот идиот. Наруто хочет взорвать себя? Он и вправду идиот. Сасари он взорвется через 10 минут, за это время мы должны сразиться. Наруто да. И вот Наруто заметил, что статуя Гиды пропала Наруто, мысли, дефис он меня отвлекал? Наруто отвлек. Понятно. Сасари я уже понял, что не смогу победить. Наруто ты поумнее его. После Сасари сбежал, так как Наруто сосредоточился на атаке из молнии в Дейдару. Наруто пробил сердце Дейдара с помощью молнии и предотвратил взрыв. Через 5 минут прибыли остальные члены команды. Девушки ты в порядке? Наруто да. Чаю спасибо, что спас Гару саму. Наруто это была миссия, так что не стоит. После этого они вернулись в деревню Песка, в которой им дали по комнате Ватюля. Вот они уже в деревне Песка находятся 10 часов после спасения. Сейчас все в комнате Наруто. Какаши Наруто, а как ты победил двух отступников из ранга? Наруто один хотел подорвать сам себя, но я убил его зарядом молнии, чем предотвратил взрыв, а другой сбежал. Какаши похоже после того, как ты убил первого второй, подумал, что не сможет победить. Наруто нет, сначала один хотел подорвать сам себя, а второй в это время уже хотел уйти. Он понял, что не победит с самого начала. Какаши Наруто, а какой твой уровень сил? Каруми без режима отшельника, у него уровень где-то 5 хвостово, а с режимом отшельника он спокойно может победить отца. Какаши понятно. Наруко Какаши Сенси, вы как-то спокойно отреагировали. Какаши я один раз удивился и теперь меня ничто не удивит. Наруто это тогда, когда у меня был неизвестный элемент. Какаши да. После этого они услышали стук в дверь. Наруто встал и открыл ее, а по ту сторону двери была Тимари. Тимари здравствуйте, из уважения говорит по причине, что это помощь из другой деревни, да и знает, что он очень силен, Гара проснулась. Наруто понял, мы придем в резиденцию. Тимари хорошо. После этого Наруто закрыл дверь и пошел обратно в комнату, где были все. Сацуки кто приходил? Наруто Тимари, она сказала, что Гара проснулась. Наруко нам надо идти в резиденцию. Наруто оха. После этого все разошлись по комнатам, комнату дали каждому свою из-за того, что кровати в каждом номере были одноместные, а все комнаты с двуспальной кроватью были заняты. Собрались и отправились в резиденцию. Добрались они за 10 минут и сразу же отправились в кабинет Казикаги. Они постучались и вошли, когда услышали, войдите по ту сторону двери. В кабинете было 4 человека. Это Раса, Тимари, конкур и Гара Команда 14 Дефис. Здравствуйте. Раса здравствуйте, мы бы хотели поблагодарить вас за спасение моей дочери. Кокоши не стоит, да и к тому же это сделал он, мы не успели даже увидеть злодеев. Почти все это он говорил, показывая на Наруто. Раса понятно, но все равно вы все откликнулись на то, чтобы помочь. Что вы желаете в качестве награды? Кокоши, ну, я думаю, что улучшение отношений наших деревень будет отличной наградой. Раса это было бы в любом случае. Так что можете предложить что-то другое. Кокоши тогда пускай выбирает он. Показал он на Наруто. Раса хорошо, можешь просить что хочешь. Я постараюсь это выполнить. Наруто хорошо, тогда какую комбинацию стихий вы используете, чтобы обладать геномом магнетизма? Раса ха-ха-ха. Я использую ветер и землю, но этому нельзя научиться. Геном магнетизма, на то и геном, что он передается по крови. Наруто использовал ветер и землю и научился управлять геномом магнетизма. Он притянул к себе вазу, которая стояла на столе Казикаги. Раса что? Наруто можно вопрос? Раса да да. Наруто у каждого свой вид магнетизма, не так ли? Раса да да, у меня золото, у горы песок. Наруто тогда все понятно. Раса если не секрет то, что понятно. Наруто я могу управлять воздухом и могу передвигать все что захочу с помощью воздуха, типа телекинез. Раса ну ты же не собаку но, так почему ты смог овладеть магнетизмом? Наруто все просто у меня есть геном, с помощью которого я могу создать любой другой, главное знать как его сделать. Раса понятно. Можешь сказать свое полное имя. Наруто, Наруто, Узумуки, Намикадзе. Будущий глава клана Узумуки. Раса, я думаю, почему ты так похож на Наминато саму. Попрошу вас всех тоже представиться. О нас вы уже знаете. Гара отец, однохвостый хочет поговорить. Раса со мной? Гары нет, с ней. Сказала она, показывая на коруми. Раса пускай сначала представиться. Кокоши, я Кокоши, Хатаки. Нарука, я Нарука, Узумуки, Намикадзе. Сацуки, я Сацуки, Учхо. Карин, я Карин, Узумуки. Ханаби, я Ханаби, Хьюга. Каруми, я Каруми, Узумуки. Раса Гара, можешь отдавать контроль. Гара, хорошо. Гара, шукаку, дефис. Ну здравствуй, Каруми. Каруми, здравствуйте, дядя. Раса дядя. Гара, шукаку, дефис. И почему ты выбрала фамилию людей? Каруми, ну, и в будущем я буду его женой. Сказала она, указывая на Наруто. Гара, шукаку, дефис. А это ты? Давно не виделись. Странно, я не чувствую чакру Девятихвостого. Наруто, он сейчас в мире лисов. Гара, шукаку, дефис. Ты его отпустил? Наруто, да. Гара, шукаку, дефис. Понятно, ну ладно, я повидал племянницу, я, пожалуй, лягу спать. Гара вернула себе контроль. Раса, почему он назвал тебя племянницей? Каруми, я являюсь дочерью Девятихвостого лиса. Раса, понятно, ну хорошо, можете идти. Какаши, спасибо. После этого они отправились в отель, собрали вещи и пошли к выходу из деревни. Вот они хотят пройти через ворот-то как. Гара, подождите. Они остановились. Гару, можно поговорить с вами наедине. Наруто, конечно, идите я догоню. Все кроме Наруто вышли из деревни, а Наруто остался. Гара, спасибо вам большое за спасение. Наруто, оха, только давай на ты, хорошо. Гара, хорошо. Если будешь в нашей деревне, еще раз давай погуляем. Наруто, оха, ну я пошел, пока. Гара, пока. Каруми, что иногда подсматривала за ними, сказала девочкам рядом, какаши ушел вперед. Каруми, пополнение в гареме. Наруко все же Наруто неповторим. Остальные, оха. Сацуки, как думаете, она переедет в Канаху? Наруко думает, да и довольно скоро. Карин, вы будете заниматься с ним этим в свой день? Остальные, да. Карин, я тоже и после этого Наруто догнал их и они отправились в Канаху. По дороге в деревню Наруто почувствовал колебание чакры. Наруто идите вперед. Какаши, а ты? Наруто там идет бой. В бою участвуют три человека, два парня, мужики как-то не так звучит, и одна девушка. Девушка сражается против их двоих, а самое главное это то, что она джинчурики. Каруми, да. Судя по чакре на джинчурики тети или как вы знаете двухвостые. Какаши понятно, Наруто ты пойдешь один? Наруто да, так будет быстрее. Какаши хорошо. После этого они разделились. Наруто пошел в сторону боя, а остальные пошли в сторону Канахи. На этот раз Наруто не вошел в режим отшельника, а просто покрыл свое тело чикрой молнии. Через три минуты он был на месте. Там была девушка с протектором деревни облака и два парня в черных плащах с кровавыми облаками. Наруто опять вы. Хиддена. Ты еще кто такой? Наруто просто на помощь пришел и уж точно не вам. Хидден чего? Сука ты че охуел? Кокоза твое лицо уж больно знакомое. Наруто я тебя не встречал. Кокоза вспомнил, ты же сын Хакаги. Интересно сколько он заплатит за труп сына. Хотя, может и повезти после извлечения Хвостатого. Йогита, ну все же уже поняли, что это она, дефис Хвостатого. Ты дженчурики? Наруто нет, уже года два прошло, когда я перестал им быть. Кокозу что? Ты уже не дженчурики? Наруто да. Ну, а теперь надо бы с вами разобраться. Хидденха, да что ты сможешь сделать? Молокосос ебучий. После его слов со спины Наруто стали выходить цепи. Хидден чего блять? Ты девушка? Наруто нет, просто мне повезло. Цепи понеслись на двоицу. Хидден подставил трехлезвийную косу, которая выдержала удар цепи, но все же треснула. Хидден что? Кокозу пытался защититься техникой земли, но цепи прорвали защиту земли и уничтожили все пять сердец. Кокоза упал, а Хидден начал паниковать, ведь коса почти сломалась. Хидден Кокозу, урод хренов, вставай, не время разлеживаться. Наруто он уже мертв. Я уничтожил все его пять сердец. Хидден откуда ты? Он не успел сказать, ведь коса сломалась, а цепи проткнули его. Хидден ха, меня не убить. Наруто, а что если у тебя закончится чакра? Хидден бесполезно, я не умру. Наруто, ну тогда, я тебя просто закопаю или просто сожгу. После этих слов Наруто выдал огненный поток, которых полностью испепелил Хиддена. Наруто, все же тебя убить возможно. Йогито, кто ты? Наруто, привет, я Наруто Узума Кинамикадзе. Йогито, я Йогито, не, как ты так быстро с ними справился? Наруто, ты же видела. Йогито, нет же, как ты узнал, что у первого пять сердец? И как узнал, как убить второго? Наруто, первое, в каждом из сердец была чакра и я ее почувствовал, второе, просто предположил, что он не сможет жить, если у него не будет тела. Йогито, понятно, спасибо, что объяснил. Наруто, ага, а теперь можно поговорить с хвостатой, заточенной в тебе. Йогито, зачем? Наруто, этого сказать не могу, но можешь спросить у хвостатой, что плохого я тебе не сделаю. Йогито спросила у Мататаби, можно ли впускать его в свое подсознание, на что та согласилась. Йогито, хорошо. Наруто, тогда. Наруто оказался возле нее и коснулся лба. Он оказался в подсознании Йогито. Мататаби, Наруто, так кажется. О чем ты хотел со мной поговорить? Наруто, привет, Мататаби. Мататаби, откуда ты знаешь мое имя? Наруто Курамо сказал, ну, я бы хотел спросить. В скором времени я собираюсь найти землю, куда выпущу всех хвостатых и сделаю там барьер, чтобы вами не могли пользоваться как оружием, но надо спросить. Хочешь ты этого? При извлечении никто не умрет. Мататаби, ты знаешь, как это сделать? Думаю, другие деревни не согласятся. Наруто, я не буду спрашивать другие деревни. Я буду спрашивать только Биджу. Мататаби, хорошо, я согласна на твое предложение. Наруто, отлично, но есть еще один вопрос, он не относится к этому предложению, но все же спрошу. Деревня Облака хочет избавиться от Йогито. Верно? Мататаби, да и она это знает, но говорит, что эта деревня ее родина. Наруто, понятно, тогда я предложу ей жить в Канухе. Мататаби, это не будет причиной для войны? Как-никак можно сказать похищение хвостатого. Наруто, нет, они подумают, что ее похитила эта организация и не станут ничего предпринимать. Мататаби, понятно, кстати, а почему от тебя вечий крой к руми? На этот вопрос Наруто улыбнулся. Мататаби, понятно, ты хоть и не первый, но заслужил мое уважение. Наруто, хорошо, пока Мататаби. После этого Наруто вышел из подсознания Йогито. Наруто, ну я с ней поговорил, а теперь спрошу тебя. Пойдешь ли ты в Кануху? В деревне Облака от тебя хотели избавиться, поэтому я предлагаю тебе жить в Канухе. Все это Наруто говорил с улыбкой, а Йогито слушал все это с румянцем на щеках от такой улыбки и доброты парня. Йогито, ну твоей деревне потом будут проблемы. Наруто, нет, твоя деревня подумает, что тебя похитила эта организация и я ничего предпринимать не буду. Йогито, почему ты добр ко мне? Наруто, я должен быть зол. Йогито, но я же джинчирики. Наруто, я тоже им было понимаю более испытываемой тобой. Йогито, не понимаешь. У тебя есть родители. Наруто, они были не всегда. До шесть лет я жил один и только после узнал о родителях. За те шесть лет я многое повидал и хорошее и плохое. Хорошего было намного меньше, чем плохого. Йогито, но все же, зачем тебе это? Наруто, я не знаю, такой уж я. Йогито поняла, что этот парень хоть и младше ее, но он ей понравился. Наруто, повторю вопрос, пойдешь ли ты жить в Канаху? Йогито, да-да. Наруто, вот отлично, идем. Я с командой разделились по пути, надо бы ее догнать. Йогито, хорошо. После этого они двинулись в сторону Канахи. После ухода Наруто Кукаши пошел вперед, чтобы проверить. Просто Кукаши забыл, что Каруми может сканировать всю местность, а Каруми не напомнила ему, потому что хотела поговорить с остальными девушками, а у девушек завязался разговор. Наруто, как думаете, эта девушка тоже начнет проявлять чувства к Наруто? Сацуки, я думаю, что да. Ханаби, я тоже. Карин, угу, угу. Каруми, я тоже так думаю и проверю. Нарука, отлично, потом скажешь. Каруми, хорошо, вот команда 14 уже почти пришла в Канаху, как их окликнули. Наруто, привет, я вернулся и еще она идет с нами в Канаху. Югита, здравствуйте. Команда 14, дефис, привет. Кукаши, я Кукаши, Хатаки. Нарука, я Нарука, Узума, Кинамикадзе. Югита, то сестра Наруто. Нарука, да, и еще будущая жена. Югита после услышанного расстроилась и это заметила Каруми. Каруми сразу поняла, что Югита тоже нравится Наруто и поэтому хотела развеселить, но чтобы Наруто не понял, что он нравится Югите. Каруми, я Каруми, Узума, я тоже будущая жена Наруто. Югита, это. Она была в шоке и одновременно в ней бурлила радость из-за того, что она может быть с ним, хоть и не одна. Каруми, Наруто, будущий глава клана Узумаки. Из-за того, что клан почти вымер, ему разрешается завести гарем. Югита, я знаю это правило. Сацуки, ну, я Сацуки Учиха, будущая жена Наруто. Карин, я Карину Узумаки, я так же как и другие. Ханаби, я Ханаби Хива, я тоже будущая жена Наруто. Наруто, ну, меня ты знаешь. Югита, я Югита, не я. Я. Югита, мысли, дефис, черт, чуть не спалилась. Надо что-нибудь придумать. Точно. Югита, я являюсь дженчурики двухвостой. Надеюсь, вы не будете плохо ко мне относиться. Какаши плохо относиться не будем, по крайней мере наша команда, а если кто-то будет, то сообщи Минато Сенсию, он поможет. Югита, хорошо, спасибо. Какаши, а теперь, Наруто, ты не думаешь, что начнется скандал? Наруто нет, к ней в деревне плохо относились и не станут вдаваться в подробности, просто объявят, что ее похитила та организация. Кстати. Какаши Сенсии, вы бы не могли рассказать про эту организацию побольше. Я знаю только то, что ее называют Акацуки. Какаши насчет скандала я понял, а насчет Акацуки я знаю немного. Они наемники и отступники и суранга каждый. Больше ничего не знаю. Наруто, врете. Какаши, ладно, знаю чуть больше, но это информация под секретом, так что сказать я тебе ее не могу. Наруто, понятно. Я думаю, я знаю их цель. Какаши, что? Наруто, как-то был я в библиотеке у лисов, вот там и узнал. Какаши, и в чем же? Наруто, давайте я расскажу всем в кабинете отца. Какаши, хорошо. И дальше они шли, разговаривая на другие темы. На пути вдруг. Нарук и Наруто, Какаши Сенсии. Идите вперед, мы вас догоним. Наруто и Какаши, хорошо. Наруто и Какаши пошли вперед, а девушки начали разговор. Наруко Каруми. Каруми, да, еще одна. Йогито, о чем вы? Наруко, тебе же нравится, Наруто. Йогито, откуда ты? Наруко Каруми, у нас импад. Йогито, пожалуйста, не. Каруми, не скажем. Ты же тоже заикнулась тогда. Ведь ты хотела сказать, что ты же будущая жена Наруто. Йогито, это так очевидно. Сацуки, да, но Наруто не заметит. Йогито, вух, а сколько у него будет жен? Каруми признались, пока только мы пятеро, но кроме тебя есть еще одна, которая любит его тайно. Йогито, кто это? Каруми, собаку Ногара. Йогито, принцесса песка. Каруми, да. Карина, давайте соберемся и поговорим у меня дома. Сделаем что-то вроде пижамной вечеринки. Наруко, Ханаби, Сацуки и Каруми я не против. Йогито я тоже. После они догнали Наруто и Кокаши стали вместе общаться на другие темы. Вот они подходят к Анохе и их встречают вечные стражники. Изума, здравствуйте, кто это с вами? Наруто, она будет новым Шинаби и Канахи. Изума, хорошо, проходите. Они прошли через ворота и остановились. Кокаши так. Наруто, я и Йогито идем к Хакаге, а вы свободны. Девушки команды 14-дефис, хорошо. Они разошлись. Карин, Ханаби, Каруми, Наруко и Сацуки пошли гулять, а Наруто, Кокаши и Йогито пошли к Хакаге. Вот они уже подходят и слышат старческий голос. Голос Джирай и Чан мертв. Минмашта. Минато, Фукаса и Кисан, кто его убил? Фукасаку это был лидер Акацуки и у него легендарные глаза. Минато, Ренинган? Фукасаки, да. Наруто постучался и вошел вместе с Кокаши и Йогито. Наруто, привет, отец, здравствуйте, жаба-сама. Фукасаки, я Фукасаки. Наруто, прив. Наруто хотел поздороваться с Минмой, но тот вышел из кабинета и Наруто заметил слезы на его глазах. Наруто, чего это он? Фукасаки Джирай и Чан погиб в битве против лидера Акацуки. Наруто как умер. Фукасаки у лидера Акацуки был легендарные глаза. Наруто, Ренинган? Фукасаки, да. Наруто, понятно, у него не было шансов. Я с ним сам разберусь. Фукасаку не получится, у него Ренинган, ты же слышал. Наруто и его Ренинган, ничто против их. Пафосно как-то, но так круче. После этого Наруто посмотрел на отца и жабу Иньянганом. Фукасаки, что это за глаза? Наруто и Иньянган, у него две способности, копирование цепи. Объяснение способностей глаз, один, копирование позволяет копировать любые способности. Любого даудюцу. Два, цепи можно создать и управлять цепями чакры, другими словами цепями узумуки. Сами цепи можно использовать и при неактивированном Ниангане. Конец объяснения. Фукасаки, понятно, я о них ничего не слышал. Наруто, эти глаза я пробудил в мире призыва. Фукасаку, кто твой призыв? Наруто, это лисы. Фукасаку, лисы. Самый редкий призыв. Ты умеешь входить в режим отшельника. Наруто, да. Фукасаку, ты очень способный, надеюсь ты отомстишь за смерть Джирая-чан. Наруто, я не буду мстить. Я выиграю его, но не убью. Фукасаку, правильное решение. Минато, ну Наруто, вы с отчетом? И кто эта девушка? Наруто, да, мы с отчетом, а это... Югита, я Югита, не... Это большая честь встретиться с вами лично. Наруто, чё, сдаст какаши сенси, а она здесь потому что хочет стать Шинобиконохи. Раньше она была Джанином деревни Облака, но её отправили на задание Одну, хотя задание было разузнать про Акацуки. Как я понял, они хотят от неё избавиться и забрать двухвостую, которая запечатана в ней. Я почувствовал чакру двухвоста и прибыл к ней на помощь. Я благополучно уничтожил двух членов Акацуки при её спасении. Минато, понятно. Ну хорошо, тогда и тут ты будешь рангом Джанин, но не будешь покидать Канаху. Тебя могут заметить. Югита, спасибо большое. Минато, я дам тебе квартиру в общежитии, тебя отведёт Анбу. Ласка, не нашёл позывную Шису, Ласка, да, Хакаги сама. Минато, отведи её в общежитие. Ласка есть. Минато, вот ключи. Югита взяла ключи и они с Лаской ушли. Какаши во время разговора написал отчёт и сдал его. Минато, что-то ещё? Наруто, нет. Пока, пап. Какаши, до свидания, Минато, Сенси. Минато, пока. Наруто и Какаши вышли из резиденции. Наруто, до свидания, Какаши, Сенси. У меня появилось дело. Какаши, пока. После этого Наруто отследил чакру Минмы. И нашёл в лесу. Наруто побежал туда. Через пять минут он был там. Минма просто стоял возле дерева и бил его со слезами на глазах. С рук Минмы текла кровь, а он не останавливался. Наруто спрыгнул с дерева, на котором был и остановил руку при очередном ударе. Наруто, хватит. Минму, уйди. Наруто, нет. Минму, уйди. Ты не знаешь, как это терять близких. Наруто, знаю. Мне до шести лет говорили, что мои родители мёртвы. Зато ты не знаешь, как это быть одиноким. Как быть козлом отпущения. Минма завис. Он и вправду раньше не думал, что у него такая жизнь. Минма, зачем? Зачем ты пытаешься меня успокоить? Наруто, потому что ты мой младший брат. Наруто сказал это с тёплой улыбкой на душе. Минма, почему ты считаешь меня своим братом? Я ведь над тобой издевался. Наруто, я не собираюсь обманывать себя. Ты мой брат, и этого не изменить. К тому же я и не хочу ничего менять. У меня не было семьи, и вот она у меня есть. Минма, прости. Наруто, я уже давно простил. После этого Минма вытер слёзы. Наруто, ещё не иди по пути вместе. Это ни к чему хорошему не приведёт. Минма, да. Наруто, ну что идём домой? Минма, оха. После этого они последовали домой. Домой они пришли как раз вовремя, ведь Кушина накрывала на стол. Наруто, мы дома. Кушина, привет, наконец-то вы примирились. Наруто, оха. Кушина, идите мыть руки за стол. Наруто, хорошо, Наруто, и Минма помыли руки и сели за стол, где уже все сидели. Наруко, Наруто, помнишь, что ты обещал? Наруто, насчёт того, что я на сутки буду с тобой? Наруко, оха. Завтра с 9 утра на сутки ты весь мой. Наруто, хорошо. Кушина, вы о чём? Куруми, Наруто обещал Наруко, Сацуки, Карин и Ханаби, что сделает им любой подарок после возвращения Сацуки. Карин и Ханаби с миров призыва. Кушина, а ты? Наруто, кстати, да, что ты хочешь в свой подарок? Куруми, ха-м-м. Куруми, мысли, дефис, что мне попросить? Точно, но надо как-то сказать, чтобы никто не понял. Ха-м-м. Точно. Куруми, не могу ничего придумать. Если придумаю, скажу. Наруто, хорошо. Дальше они поели и пошли по комнатам, но перед этим Куруми и Наруко отошли. Куруми, Наруко, пожалуйста, переночуй сегодня в своей комнате. Наруко, зачем? Хотя я поняла. Вот же ты жулик. Но нечего, завтра я тоже стану полностью его. Куруми, ну так что? Наруко, ладно. После этого Наруко пошла в свою старую комнату, а Куруми в комнату Наруто. Восемнадцать плюс Куруми зашла в комнату Наруто, где был ее комнаты, хозяин. Куруми, Наруто. Наруто, что? Куруми, я придумала. Наруто, не обманывай, ты придумала его после заданного вопроса за столом. Куруми об этом не просит при других. Наруто, и что же ты хочешь? Куруми, ну, мне хочется заняться с тобой любовью. Кстати. По моим подсчетам Наруто сейчас телесно четырнадцать, а духовно двадцать шесть. Наруто сейчас же должна прийти на рука. Куруми, я попросила ее переночевать в своей старой комнате. Наруто, ладно. После этого Куруми прыгнула на Наруто и у них завязался поцелуй. Сам поцелуй продолжался пять минут из-за того, что они использовали чакру, чтобы он продлился дольше, но потом они отстранились друг от друга, чтобы раздеться, но не полностью. Куруми осталась в нижнем белье, а Наруто лишь в трусах, но и они были на нем недолго, ведь Куруми сняла их и взяла вставший член в рот. Прошло пятнадцать минут и за это время Куруми кончила пару раз, а Наруто всего один раз под конец. Куруми, я конечно не мазохистка, но делать это с тобой мне нравится. Наруто, ты делала это с кем-то другим? Раз можешь различать. Куруми нет, но прибором один раз я пользовалась, когда ты впервые пришел в наш мир призывает. Наруто из Вращенко. Куруми, я знаю. После этого Куруми села на достоинство парня. Куруми скакала на члене парня около десять минут и из-за того, что киска была тугой, Наруто кончал в нее из-за того, что Куруми не встала с члена, когда почувствовала пульсации. Наруто, а что если бы я не сжигал хромосомы? Куруми, я заметил воздействие чакр, поэтому не встала. Наруто, ну ладно, давай спать. Куруми, я посплю на тебе. Ты теплый. Наруто, я не против. После этого они заснулись улыбками. Наруто проснулся из-за стока в дверь. Он посмотрел на часы, на которых было девять часов ровно. Он встал и пошел к двери, но вспомнил, во что он одет. Он быстро переоделся и открыл дверь, за которой стучала Наруко. Наруко, с добрым утром. Наруто, с добрым. Что будем делать? Наруко, сначала думаю тебе стоит позавтракать. Наруто, спасибо, но можно мне еще душ принять? Наруко, да. Больше не спрашивай такие вещи, как отойти куда-нибудь, просто предупреди, что куда-то отходишь. Наруто, ладно. После этого Наруто пошел и принял душ, а после спустился завтракать. Пока он шел на кухню, никого не слышал, не видел и когда он был на кухне, там тоже никого кроме Наруко не было. Наруто, а где все? Наруко, я попросила сегодня их не приходить и они ушли кто-куда. Мама пошла к Микото-сан, папа в резиденцию, Минма ушел тренироваться, а к Руми в мир призыва. Мама, папа и Минма переночуют в другом доме. Наруто, у нас их несколько. Наруко, да, их два. Второй у моря. Наруто, понятно, я не знал. После этого Наруко дала Наруто яичницу и тут Наруто понял. Наруто, получается, готовишь ты. Наруто говорил это с опаской, ведь Наруко готовила мягко говоря не очень. Наруко, да, попробуй. Наруто не хотел, но попробовал и удивился. Было вкусно. Наруто, Рум, вкусно. Наруко, спасибо. Все делала при цепту. Наруто, понятно. После он съел все и не оставил даже крошки. Наруко, теперь давай сходим по магазинам. Наруто слышал от отца, что это ловушка. Отец говорил ему пока им, девушки, девушки это Наруко и Кушина, не надоест, они будут выбирать. Он не знал, что делать, но вдруг он вспомнил свое спасение. Наруто, извини, но у меня пока нет денег. Наруко, кстати, о деньгах. Вот, папа передал за выполнение миссии. Наруто понял, что его спасение только что улетучилось. Наруко, из-за того, что мы почти ничего не делали, тебе досталось 50% суммы. И еще папа просил передать тебе это. Она протянула конверт с деньгами и записку. В записке было записано. Прости, меня Кушина заставила отдать тебе деньги за миссию. П.С., крепись. Наруто, спасибо. Наруко, ну что, идем. Наруто, ха, идем. После этого они собрались и пошли гулять по магазинам. В это же время Сацуки и Карин бежали к дому главы клана Хьюго. Сацуки, блин, как же интересно, что Наруко и Наруто сейчас делают, что Ашкушина Асан пришла к нам. Карин, мне тоже интересно, но думаю Наруто нас заметит. Сацуки, я думаю, он в любом случае нас заметит. Он же заметил нас, когда мы вернулись. Карин, да, ты права, но как тогда? Сацуки, он ничего не предпримет. Карин, почему ты так уверена? Сацуки, ну, иногда мне интересно, чем занят Наруто. Карин, понятно. Вот они добежали до дома главы клана Хьюго, постучались и им открыла дверь Ханаби, одетая в повседневную одежду. Карин, что? Тоже интересно стало, что там с Наруко и Наруто. Ханаби, да и я вижу, что ни одной мне. Сацуки, ага, идемте. Ханаби, главное, чтобы Наруто не заметил. Сацуки он все равно заметит, но ничего не предпримет. Ханаби, почему ты так уверена? Дальше у них был разговор как и с Карин до этого. Ханаби, понятно, но сейчас посмотрим, где они. Дальше она активировала Бьякуган и узнала, где они. Сацуки, ну и где они? Ханаби ходит по магазинам. Они побежали в сторону магазинов. Карин, вот значит, как она проводит с ним время. Ханаби, кстати, а вы как хотите провести с ним день? Сацуки, я сначала приглашу его к нам в дом на море. Там уже как пойдет, но что точно, так это то, что я стану полностью его. Ханаби, я так же как и ты собираюсь провести с ним день, и это даже Наруко, ведь мне не придется спешить. Пойдем вместе и будет время, чтобы следить за вами и приготовить дом. Мы с родителями давно там не были. Каринэх, а у меня нет дома где-то у моря. Был только в деревне Травы, хотя это домом назвать нельзя, но туда мы точно не пойдем. Сацуки, ну ты можешь гулять с ним, как и Наруко. Карин, я так и задумывала. Ханаби или пойти с Наруто в дом их родителей на море. Карин, только если Наруто сам предложит. Сацуки, ну мы пришли, вон они. Карин и Ханаби, оха. Наруко и Наруто гуляли по магазинам до вечера, а потом Наруто брал все в пространственную печать, и они пошли смотреть на закат с горы Хакаги. Когда они пришли, то сели на голову Минато. Наруко прекрасно походили по магазинам. Наруто магазин и теперь официально мой ночной кошмар. Наруко хихихи. Дальше они сидели молча, а после пошли домой. 18 плюс. Когда они зашли и разулись, Наруко повернулась и поцеловала Наруто. Он сразу понял, чего она хочет, поэтому поднял ее на руки и понес в комнату. Когда они пришли, Наруто отпустил ее и начал раздевать ее. Сначала он снял футболку, за которой недолго был лифчик. Наруто взял один сосок в рот, а другой мял пальцами. Наруко. Наруко стонал из-за этого. Потом Наруко начал спускаться. На этот раз он раздел ее полностью и начал мастурбировать ей клитор языком. Долго Наруко не продержалась и кончила со стоном. Наруко. Дальше Наруто облезался и дал попробовать саму себя на вкус Наруко. Поцелуй продлился около минуты. Наруко теперь я. После этого она присела и начала сосать член Наруто. Это продлилось 10 минут, а потом Наруто кончил ей в рот. Сперму она всю проглотила. Наруто снова поднял ее, но ненадолго. Он поднял ее на кровать и приставил свой член к ее киске. Наруто готово. Наруко угу. После этого Наруто медленно сунул свой член ей в киску, а когда дошел до плева еще раз спросил и получив кивок вошел уже резко, из-за чего Наруко громко заорал от блаженства и боли. Наруко Нару. После Наруто начал то входить, то выходить медленно, но постепенно ускорясь. Они продолжали аж 5 часов, за которые Наруко кончила около 20 раз, а Наруто 5. Они использовали много поз, но все же потом они уснули на кровати. Комментарий к день Наруко. Привет всем извращенцам и неизвращенцам. Для извращенцев у меня хорошая новость. Последующие три главы, то есть еще следующие три главы будут с хентаем. Наруто проснулся в 9 часов ровно из-за стока в дверь. Он пытался открыть глаза, но у него не получилось. Он развеял клона которого оставил спать, пока они занимались Наруко любовью. У Наруто появилось чувство бодрости. Он подошел, окутался одеялом, подошел к двери. Он открыл ее и за ней увидел Сацуки. Наруто доброе утро. Сацуки доброе, собирайся мы идем на море. Наруто я оденусь, остальное у меня в печатях. Можешь подождать внизу? Я еще в ванную зайду. Сацуки хорошо. Потом Сацуки ушла вниз, а Наруто взял вещи и пошел в ванную. Он сделал все водные процедуры, оделся и пошел вниз. Внизу были Наруко и Сацуки, они о чем-то болтали. Разговор Наруко и Сацуки. Наруко как проведете время? Сацуки пойдем на море. Кстати, а почему ты не пошла? Наруко пока мы будем идти, то пройдет 10 часов, а если бегом то 5. Я попросту не хочу терять время. Сацуки вот ты умная, но иногда глупая. Наруко почему это? Сацуки ты же знаешь, что Наруто быстр. Там могла бы попросить себя донести. Наруко. Сацуки вот тебе объяснение, почему ты иногда глупая. Наруко жаль, что не додумалась. Наруто пришел на кухню. Наруто ну Сацуки, я готов. Сацуки Наруто можешь понести меня на руках и побежать со всей скорости. Просто не хочется тратить время. Наруто со всей скорости не побегу, ну ладно будет быстро. Сацуки отлично, пока Наруко, Наруто пока Наруко. Наруко пока после этих слов Наруто и Сацуки вышли из дома. Наруто поднял Сацуки на руки. Сацуки ау. Наруто ты чего? Сацуки нет, ничего. Наруто ладно, отправляемся. Сацуки угу. После Наруто принял форму режима отшельника и побежал в сторону моря. До деревни, что было у моря, они добежали за час. Наруто остановился. Наруто тебе что-нибудь нужно в деревне? Сацуки ау-ха, говорят, что тут очень вкусные суши, давай возьмем. Наруто хорошо. Наруто хотел уже идти, но его остановила Сацуки взявшись за его футболку. Наруто чего? Сацуки покатай на спинке. Наруто чего? Ладно. Сацуки ты лучший. Наруто немного присел, а Сацуки залезла на него и они пошли по указаниям прохожих, где находится ресторанчик с суши. Сацуки каталась на Наруто, как Карин на кокаши. Нашли ресторанчика не где-то через 10 минут. Они зашли в него и их поприветствовала девушка. Девушка, здравствуйте, вам нужен столик или с собой? Наруто нам с собой. Девушка, чего закажете? Наруто, давайте 4 порции дорогих суши. Девушка будет готова через полчаса. Наруто, хорошо, мы зайдем. После этого они вышли из ресторана и пошли гулять. Через полчаса они вернулись и забрали заказ, но когда они вышли в Наруто врезалась красноволосая девочка. Девочка, извините. И она убежала. Сацуки странная она какая-то. Наруто, пойдем за ней. Сацуки зачем? Наруто есть две причины. Первая, она украла мой кошелек, но у нее в чувствах сожаления из-за этого кажется у нее проблемы. Вторая причина, она у Зумуки. Сацуки точно, ладно пошли. Они ходили за девочкой, девочкой около 10 минут и вот она забегает в заброшенный дом. Они зашли за ней и увидели картину. Картина. Та девочка, что украла кошелек, была на вид 9-10. Она подошла к девочке на вид 6-7 такими же красными волосами. Эта девочка очень сильно кашляла. Младшая это та, что кашляет, а старшая это та, что своровала кошелек. Старшая сестренка, идем к врачу, я нашла деньги. Младшая, как ты заработала? Старшая, не важно, главное, что мы идем к врачу. Наруто и Сацуки оказались сзади. Старшая и младшая их заметила. Младшая, кто вы? Старшая повернулась и увидела тех, у кого украла деньги. Старшая, вы, пожалуйста, бейте меня, это я украла. Не бейте ее, она ни в чем не виновата. Наруто и Сацуки быстро прошли мимо старшей, которая закрыла глаза в ожидании боли. Наруто сразу как подошел сделал мистическую ладонь и обследовал младшую. После он начал ее лечить. Через пять минут он закончил. Наруто, вот и все. Теперь ты здорово. Старшая и младшая, спасибо, спасибо большое. Наруто, ни за что. Сацуки, вы голодны. Ответом им стало урчание живота младшей. Младшая из-за этого покраснела, а Сацуки прыгнула ласкать девочку. Сацуки милашка. Наруто достал из печати суши и дал по одной пачке, каждый себе оставил. Наруто, давайте поедим, а потом поговорим. Сестра, спасибо. После этого все начали есть и через пять минут суши как не было. Наруто, а теперь? Как вас зовут? Старшая ями Узумуки. Младшая ями Узумуки. Сацуки я, Сацуки Учхо. Мя. Вы из этого знаменитого клана Учхо. Сацуки да-да. Мя, можете рассказать про свой клан. Сацуки погоди ты. Наруто, я Наруто Узумуки на Микадзе. Мя чего? Чего? Ты тот самый сын Хакаги. Наруто да-да. Ну короче, вы ведь Узумуки, а я будущий глава этого клана. Не хотите пойти со мной в Канаху? Там вам дадут дом и будут выдавать пособие. Мя имена можно? Наруто да-конечно. Сацуки, ты не против, если они поживут у тебя до того, как мы вернемся? Сацуки нет. Наруто, отлично, ну идемте. Как вы поняли, то нашего возвращения в Канаху вы будете жить с нами. После этого они пошли к дому Сацуки. Все привет. Глава вышла чуть больше обычной. Приятного чтения они шли по дороге и разговаривали. Наруто, извините за такой вопрос, но где ваши родители? Ми мы не знаем. Когда родилась Мина, они оставили нас в приюте и ушли. Они раньше только и делали, что орали на меня. Пояснение. Все мы знаем, что Узумаки любят своих детей, но родители Ми пережили войну между водоворотом и альянсом Камня, облака и тумана. Из-за этого у них пошатнулась психика. Когда Ми это говорила, у нее была грусть. Наруто заметил это и ему пришла идея. Она была ненормальной, но попробовать он решил. Наруто, я конечно родителей вам не заменю, но я могу стать вашим братиком. Ми именно братиком. Наруто, оха, но если не хотите, то... Наруто не успел договорить, как на него прыгнули с объятиями. Он посмотрел на них с улыбкой, они обнимали его с закрытыми глазами и у них на глазах были капельки слез. Наруто, это значит, да. В подтверждении ему были два кивка. Дальше они пришли домой к Сацуки. Когда они зашли и разулись, начался разговор. Наруто, так сначала надо помыться. Сацуки, поможешь им? Сацуки, хорошо, а потом мы. Наруто, оха. Мина, братья, а можно с тобой? Мия, Мина, так нельзя. Наруто, так можно, ей всего шесть. Но Мина, ты будешь вместе с Мией, а ей уже десять и поэтому нельзя. Мина, хорошо, но можно тогда спать с тобой. Наруто, тут та же самая причина, но я могу подсчитать вам сказку перед сном. Ну что, договорились? Мина, да. Наруто, ну раз договорились, идите, а когда придете, у меня будут подарки для вас. Мия, Мина, подарки? Наруто, оха. После этого девочки ушли в ванную, а Наруто вышел из дома и пошел к детскому магазину. Через десять минут он был на месте. Он вошел и его встретила девушка лет восемнадцать. Наруто, здравствуйте, мне надо одежда для девочек лет шесть и десять. Девушка, хорошо, пойдите за мной. Дальше они выбирали одежду и в итоге Наруто купил для Мины Мин по три пары лосин и по три футболки. Также по паре обуви, носков и трусов. После он отдал деньги и пошел в магазин игрушек. Там он купил для Мины плюшевого рисенка, для Ме плюшевого котенка, а для Сацуки он взял плюшевого вороненка. Он хотел уже идти домой, но подумал, что кто-то захочет чай и из-за этого накупил сладкого. Вот он и возвращается домой через тридцать минут и когда он зашел было тихо. Он побродил по дому и услышал женские голоса и звуки всплесков воды с одной комнаты. Он постучал. «Наруто, вы там долго?» «Сацуки, нет, мы уже скоро». «Наруто, хорошо, я пока чай заварю». «Сацуки, ага». Дальше Наруто ушел заваривать чай, но перед этим оставил вещи под дверью. Момент, когда девочки зашли в ванную. «Сацуки, о чем поговорим?» «Ме именно поговорим?» «Сацуки, ну да, скучно ведь будет». «Ме тогда, Сацуки-сан». «Сацуки просто сестренка, как-никак я будущая жена Наруто». «Ме жена братика». «Сацуки, ага». «Мена, а что значит жена?» «Сацуки, если девушка и парень любят друг друга, то они женятся». «Парни называют мужем, а девушку женой». «Мена, тогда я женюсь на братике». «Ме именно, ты не поняла». «Сацуки, ха-ха-ха, нет, девушки говорят, что выйдут замуж». «Мена, тогда я выйду замуж за братика». «Ме именно, нет. Мы еще маленькие». «Сацуки, вам и вправду рано для свадьбы». «Но я слышала, что зумаки живут более двухсот лет и из-за этого разницы в возрасте почти не имеет значения». «От этих слов Мена начала улыбаться широкой улыбкой, а Ме густо покраснела». «Сацуки, ты, конечно, заметила». «Сацуки, Ме... Ме что?» «Сацуки, неужели любовь с первого взгляда?» «Сацуки, после слов улыбнулась, хотя это был более оскал, а Ме покраснела гуще прежнего и из ее ушей начал выходить пар». «Сацуки, все с тобой понятно». «Ну, я в принципе не против». «После этих слов Ме удивленно посмотрела на Сацуки, а потом...» «Ме чего?» «Сацуки, не надо так орать. У Наруто и так будет не одна жена. Он как будущий глава почти вымершего клана может завести себе гарем». «Ме гарем». «Сацуки, ага, но я думаю это тебе не помешает». «Ме только братику, пожалуйста, не говори». «Сацуки, хорошо». «Мена, а что такое гарем?» «Сацуки, это значит, что у парня будет не одна как у других, а несколько жен». «Мена, понятно, но я все равно выйду замуж за братика». «Сацуки, ха-ха-ха. Пока они разговаривали, они уже успели раздеться, и залезть в ванную. Они разговаривали еще минут пятнадцать, и они услышали стук. «Наруто, вы там долго?» «Сацуки, нет, мы уже скоро». «Наруто, хорошо, я пока чай заварю». «Сацуки, ага». «После они вышли из ванной и вспомнили, у них нет одежды». «Сацуки, это просто крик, нет ни злости, ни удивленности, Наруто, сходи, пожалуйста, за одеждой и для девочек». «Наруто я оставил под дверью». «Сацуки, хорошо, спасибо». «После они взяли вещи, что купил Наруто, оделись и спустились вниз». «После момента, как Наруто сказал, что оставил вещи». «Воду Наруто вскипятил с помощью чакры и из-за этого он закипал недолго». «Вот спустились девочки». «Наруто достал игрушки и отдал их». «Наруто, вот мои подарки». «Мина, милашка». «Сацуки, милашка». «Мина крепко обняла плюшевого лисенка, а Сацуки Мину и плюшевого вороненка». «Ми в это время просто обнимала плюшевого котенка и улыбалась». «Наруто, я купил сладости, давайте пить чай, а потом спать». «Мина, братик, ты же почитаешь сказку, как и обещал». «Наруто, да, конечно». «После этого они попили чай, Сацуки показала, где будут спать девочки». «Наруто почитал им сказку, пошел помылся и пошел уже в комнату, которую показала Сацуки». «18 плюс». «Наруто зашел в комнату и лег на кровать, но заснуть он не сможет». «Сацуки, Наруто, мой день же еще не закончился, можешь сделать то, что и ты с Каруми и Нарука». «Наруто, я бы все равно это рано или поздно сделал». «После этого Сацуки улыбнулась и прыгнула на Наруто с обнимашками. Она была всего лишь в халате. Под ним ничего не было. Она захотела сама раздеть своего парня, и она так и сделала. Сначала она сняла с него футболку, а потом и все остальное. Она спустилась вниз и начала посасывать его член. Через 10 минут Наруто кончил ей в рот. После Наруто решил не тянуть и взять индивиду на себя. Он поднял и снял Сацуки халат, а потом положил ее на кровать, начал мять ее грудь и покусывать соски, отчего так кончил несколько раз. И Наруто спустился и вниз, он начал ласкать ее клитор, отчего она кончила еще больше. Наруто поднялся к ее лицу, приставил свой член к ее киске и посмотрел ей в глаза. Талиш кивнула и Наруто вошел в нее медленно, но он уткнулся в плеву, который долго не продержалось, ведь после того как Наруто об нее стукнулся он резко вошел в нее, а потом подождал две минуты и начал двигаться медленно, но постепенно ускоряясь вперед и назад. Так прошли два часа и Сацуки уснула с улыбкой на лице. Если бы не барьер, который Наруто поставил перед тем, как начались веселья, то новая его родня бы проснулась еще в начале от громких стонов. Наруто проснулся в восемь часов тридцать минут. Сацуки еще спала. Наруто, мысли, похоже я перестарался. Ну тогда завтрак хотя бы сделаю. Наруто сначала принял водные процедуры, а потом спустился вниз на кухню и начал думать, что готовить. Через пару минут он решил сделать яичницу, он только хотел начать готовить, но услышал, что кто-то спускается. Он повернулся и увидел Мию. Наруто, доброе утро. Меда, доброе. Наруто, через минут 10 дефис 15 будем завтракать. Мимина спит долго, она проснется где-то через час. Наруто, понятно, я не знаю во сколько встает Сацуки, но если она не проснется, то мы не сможем попрощаться. Не попрощаться? Наруто, да, через 20 минут я ухожу. Сацуки отведет вас в Канаху. Может в Канахе встретимся? Непонятно. Мина уже привязалась к тебе. Думаю она расстроится. Наруто, да, но пока мы разговаривали, у меня появилась идея, которая уже бесполезна. Мия, что за идеи? Наруто, я могу создать клона. Его чувства, память и опыт передадутся мне, ну и усталость, когда он развеется. Мия, почему бесполезна? Наруто, они проснулись. Как только Наруто это сказал, заяточка спиной не послышалась. Мина Бумиааа. Ты зачем пугаешь? Мина Хи-Хи-Хи. Братик Мина проигнорировал вопрос и побежал к Наруто. Она обняла его за ногу. Наруто, идите садитесь, я сейчас приготовлю яичницу. После этого Наруто начал готовить. Через 10 минут Наруто приготовил и расставил всем яичницу. Наруто и остальные приятного аппетита. Все приступили есть. Они ели молча, пока тишина не прекратила Мина. Мина Братик, давай потом поиграем. Наруто не могу. Мина Иэээ, почему? Наруто через 5 минут я ухожу. Мина уходишь? Не хочу, останься с нами. Она говорила это со слезами на глазах. Наруто ха-ха-ха. Нет, ты не поняла. Я ухожу, потому что у меня есть дела. Через 2 дня, я приду к вам. И к тому же, после моего ухода и вы с Сацуки отправитесь в Каноху. Мина, ты и вправду придешь? Она говорила это все еще не переставая плакать. Наруто обещаю. Мина, хорошо. После завтрака Наруто начал прощаться со всеми. С каждым это было по-разному. С Миной обнимашками, смея просто словами, а с Сацуки поцелуем. Наруто, ну всем пока. Девушки, пока. Наруто открыл дверь и побежал не в сторону Канохи, а в сторону продолжения пляжа. Сацуки, Мина отправились в Каноху через 2 часа после ухода Наруто, ведь они запасались водой и едой, как-никак, но Мина не шиноби и не смогут идти по деревьям. Через буквально 1 минуту он прибыл к двухэтажному дому. Здесь он чувствовал чакру Ханоби. Он подошел к двери и постучал. Через 30 секунд дверь открылась и на Наруто прыгнула Ханоби. Наруто, привет, как дела? Ханоби, хорошо. Наруто, может слезешь, а то неудобно на полу. Ханоби, угу. Ханоби встала, а за ней встала Наруто. Наруто, ну, чем займемся? Ханоби, давай пойдем купаться. Наруто, хорошо, но сначала мне надо в магазин. Ханоби, мне тоже надо купить купальник, так что я с тобой. Наруто, ну, пошли. Дальше они пошли в магазин одежды, до которого дошли за полчаса и сразу же перешли к отделу купальников. Ханоби, жди тут и никуда не уходи. Ханоби ушла, а Наруто стал выбирать плавки. Через 5 минут пришла Ханоби. Ханоби, так теперь идем в примерочную. Наруто, я думаю, тебе надо туда одной. Ханоби, ну, я хочу, чтобы ты оценил. Наруто, я оценю на пляже, а пока сама. Ханоби, ну, ладно, но выбирать буду тщательно. Наруто сразу вспомнил, что тщательно значит долго. Наруто, эх. Он сел на диван и начал ждать. Через 2 часа Ханоби все же выбрала купальник и они пошли покупать товар. Наруто думал, что Ханоби купит один, но нет, она купила сразу несколько купальников. Через полчаса они вернулись и еще через 25 минут вышла Ханоби в купальнике белого цвета с синими лямками. Ханоби, ну как? Наруто, что все это время смотрел на нее с приоткрытым ртом, сначала молчал, но через 10 секунд, когда увидел погрустневшее лицо, Ханоби закрыл рот и... Наруто просто прекрасно. Ханоби сразу улыбнулся и они пошли купаться. Купались до 7, ведь потом они пошли домой, забрались на крышу и смотрели на закат. Они смотрели на него до конца, а после... Ханоби Наруто. Наруто что? Ханоби хочу стать твоей. Наруто как-то пряморенейно, не находишь? Но скажу так же как и Сацуки, рано или поздно, но я бы это и так сделал. После этого их губы сомкнулись в поцелуи, в ходе которого Наруто поднял и понес Ханоби в гостиную. После этого Наруто начал раздевать Ханоби. Через 2 минуты одежды на обоих не было. Ханоби я хочу сделать тебе приятно. Наруто ты и так это делаешь. Ханоби что сделать еще приятнее? Наруто я тоже. После этого они приняли позу 69 и каждый раз когда Наруто касался клитора Ханоби, она кончала, а Наруто кончил только в конце. Ханоби вот что значит выносливость у Зумуки. Наруто оха, а теперь... Он приложил свой член к ее киске. Ханоби нежнее, пожалуйста. Наруто только кивнул и стал медленно входить в Ханоби, у которой появились слезы на глазах. Вот настал момент когда его член об что-то уперся. Наруто посмотрел на Ханоби, а так только и кивнуло, как Наруто вошел в нее. Ханоби терпела и не заорала. Наруто начал медленно выходить и входить, но с каждым разом все быстрее. Через два часа, в течение которых они перепробовали много поз, Ханоби вырубилась. Наруто увидел и лег рядом и украл обоих адуялом. Ханоби перевернулась лицом к Наруто и обняла его. Наруто спокойной ночи. Наруто проснулся в семь часов ровно. Рядом не было Ханоби, он пошел и сделал водные процедуры, оделся и спустился вниз. Внизу Ханоби, она была заплитой и что-то, готовила. Наруто подошел и обнял ее сзади. Наруто доброе утро. Ханоби доброе, садись за стол, завтрак будет через 10 минут. Наруто хорошо. Наруто сделал то, что ему сказали через 10 минут, как и сказал у Ханоби, перед ним стоял омлет и нигири. Наруто, Ханоби приятного. Они приступили к завтраку. И закончили срем довольно быстро. За 10 минут. Пока Ханоби мыла посуду, она решила спросить. Ханоби, что будете делать с Карин? Наруто не знаю, но думаю пойти с ней на могилу и ее матери, ну если она захочет. Ханоби понятно. Наруто, ну, ты не против, если я уйду пораньше? Ханоби нет. Мне было достаточно вчерашнего, так что ничего. Наруто спасибо, он подошел к ней, обнял и поцеловал. Наруто хочешь отнесу? Ханоби да. Наруто, тогда собирайся. Ханоби хорошо. Через 10 минут они собрались, вышли из дома, конечно же, закрыв его и после того, как Наруто сложил все в печать и поднял Ханоби, они выдвинулись в путь. Через час они были у вороты и их встретили вечные стражники. Изума, здравствуйте, Наруто-сан. Наруто просто Наруто, как-никак, но телесно мне только 14. Изума не получится. Наруто, эх, ладно, мы пройдем. Изума... Да, конечно. После этого они прошли и разошлись, Наруто в сторону общежития, а Ханоби в сторону клана. До дома Карен, он добрался к 9 часов ровно. Он постучался и через буквально 10 секунд послышались шаги. Еще через секунд 30 дверь открылась и из нее вылетела Карен. Карен прыгнула на Наруто и в полете их губы сплелись в поцелуе. После того, как они отстранились друг от друга, Наруто решил спросить. Наруто, вы сговорились, что ли, на меня прыгать? Карен, нет, просто очень любим. Наруто, ну да ладно. Куда пойдем? Карен, ну, я так подумала, что лучше дать выбор тебе. Наруто, хорошо, тогда не хочешь навестить свою мать. Карен немного погрустнела, но вспомнила, что вообще не навещала могилу матери. Наруто, ну так что? Карен, да, думаю, там надо прибраться. Наруто, ну тогда идем. Собирай вещи, а я пока пойду отдавать вещи Ханабе, которые забыл отдать. Карен, хорошо. После Наруто пошел к кварталу Хьюк, встретился и отдал вещи Ханабе, вернулся к Карен, запечатал ее вещи в печати и подняв на руки, побежал к деревне Травы. Через 1,5 часа они добрались и, сняв номер в гостинице, пошли к могиле матери Карен. Когда они прибыли, Наруто отошел, но перед этим они убрали сорняки с могилы. Карен, привет, мам, я нашла себе парня и будущего мужа, хоть я и не одна, но я не против, как-никак я люблю его. Я скучаю. Дальше она много чего рассказала из своей жизни, о том, как она встретила Наруто, о том, как она ему признала, о том, как она теперь счастлива и так далее, а наконец она сказала. Карен, я люблю тебя, мам, пока. После этого она подошла к Наруто, они пошли гулять по деревне. Когда они гуляли, Наруто увидел лавку обмена. Наруто, погоди. Карен, угу. Он зашел в лавку и... Продавец чего надо мелкий. Наруто хочу продать тело. Наруто вытащил из печати тело кокозов, ведь других у него не было, но то он есть тело, за которое много получишь. Дейдара подорвал сам себя. Хидона он уничтожил и остался только этот. Продавец знатно удивился, увидев тело отступника из ранга. Продавец дам 100 тысяч рио. Наруто я являюсь шиноби и знаю, что минимум за отступников из ранга дают 1 миллион рио, а это еще и один из бессмертного дуэта, не знаю было такое или нет, но походу я начал путать фонфики с аними. Продавец понятно, значит не получится. Дам 1,5 миллиона рио. Наруто вот так бы сразу. После обмена Наруто вышел и увидел, что к Карен пытаются приставать три гражданских. Наруто неплохо издеваться над слабыми. Один парень что? Какие-то проблемы? Наруто его проигнорировал и обратился к Карен. Наруто Карен, зачем ты над ними издеваешься? Два парень, ты думаешь, что какая-то девушка нам не по зубам. Один, два и три парень ха-ха-ха. Наруто не думает, что три гражданских, пусть и парни и справятся с шиноби, хоть и с генином, но который по силе равен хоть и слабому, но джанину. Парни, бежим. И они убежали, а Карен и Наруто пошли в гостиную. Через пять минут они прибыли в гостиную. Сначала они пошли в столовую, после в свою комнату. В комнате ни с того ни с сего, не знаю как пишется. Карен, спасибо. Наруто за что? Карен, ты дал мне повидаться с мамой, ты меня поддерживаешь, ты со мной. Я очень тебя люблю. Наруто подошел, обнял ее, ведь у нее на глазах появились слезы, что означало, что она хочет заплакать. Наруто, я тоже тебя люблю. Наруто поцеловал ее и они медленным шагом шли к кровати потихоньку раздеваясь. Когда они подошли к кровати уже только в нижнем белье. Наруто расстегнул ей лифчик, спустился от губ к соскам и начал их лизать и частично покусывать. Карен Ааа. Наруто будто игнорировал эти стоны и продолжал, но все день ненадолго. Через 10 минут, когда Карен кончила, Наруто начал спускаться поцелуями по коже. Вот он спустился к мокрой киске и начал покусывать клитор. Карен не продержался минуты, как кончила прямо на лицо Наруто. Наруто выпил все, что можно и поцеловал Карен, давая попробовать себя. Наруто вкусно, не так ли? Карен же ничего на это не сказала, но... Карен теперь моя очередь делать тебе приятно. Наруто лег на спину, ведь понял, что она хочет сделать. И как он и догадывался, она начала сосать его член. Через 15 минут Карен решила использовать и грудь, ведь Наруто до сих пор не кончил. Она взяла член между грудями три размера и взяла головку в рот и начала дрочить, или что они там делают, его член. Уже через 5 минут Наруто кончил. Наруто поднял Карен и уложил ее на кровать. Сам он на весна дне и его член был около ее киски. Наруто готово. Карен да. Наруто начал медленно входить до момента, как почувствовал девственную плеву. Когда он ее почувствовал, он резко вошел. Карен ааа. Наруто подождал кивка, когда она привыкнет и начал медленно выходить и входить, но постепенно ускоряясь. Через три часа таких движений, в котором Карен кончила раз десять, а Наруто только два. После этого они легли спать. Наруто и Карен бегут в деревню. У Наруто очень плохое предчувствие. Наруто и Карен у меня плохое предчувствие. Давай я подниму тебе и мы ускоримся. Карен да. Они остановились, Наруто поднял Карен, вошел в режим отшельника и побежал со всех сил. Чем ближе они подходили к Канохе, тем сильнее было предчувствие. Вот они уже на расстоянии, при котором Наруто может чувствовать чакру. Наруто остановился. Наруто и Карен, дальше можешь пойти одна, мне надо срочно бежать. Карен хорошо. После этих слов Наруто на всей скорости побежал к Канохе. Наруто нет, 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 нет. Он повторял это много раз. Вот он уже вошел в развалины Канохе, повсюду были трупы. Он направился в сторону самого мощного очага чакры в развалинах. Вот он уже на месте и видит, что Сацуки, Ханаби, Нарука, Ми, Мина, Югита и все его родные лежат замертво, но только Минато и Каруми уже усталые и потрепанные стоят перед бездыханными телами. Они защищают их от шестерых человек. Он почувствовал боль в глазах, но она заглушалась огромной злостью. Странная инь порабощает Сатору Янь, Каруми. Каруми черт эти люди с ринниганами очень сильны. Еще и связь между ними, видят, слышат то что видят другие. С ним справятся только Хвостатый и Наруто. Мата Тоби саму взяли под контроль, отца призвать может только Наруто, другим долго добираться. Черт, какая же я слабая. Все мертвы, я не смогла их защитить. Прости, Наруто, я очень хочу с тобой провести время, но не получится. Будьте счастливы, Скарин. Ча что это? Энт Каруми. Наруто пробрала злость, от него стала сочиться энергия. Наруто, как вы посмели навредить моим близким? Пейн наконец-то показался Джинчу. Он не успел договорить, как его сломали. Наруто, я задал вам вопрос. Наруто стал покрываться черной энергией. Из этой энергии на Наруто стали появляться доспехи. Появлялись они снизу вверх. Доспех черного рыцаря из Мастера Меча Онлайн. Пока на Наруто появлялся доспех, путь на раке уже воскресил Пейна. Пейн, как ты смеешь перечить богу? Наруто, богу? Ты себя видел, ты даже на недобашка не похож. Всего лишь обзавелся сильными глазками. Пейн, да, как ты смеешь? Наруто надоело. Сначала уничтожу тело, а потом отправляюсь к тебе настоящему. Пейн, как ты? Он не успел договорить, из спины Наруто вылетело шесть цепей. Вот только не алых, а черный. Они пронзили каждое тело меньше, чем за долю секунды. Наруто теперь. Наруто переместился. Он был в развалинах Канохи, а теперь в бумажном дереве. Перед ним была синеволосая девушка, а сзади нее был красноволосый парень, прикованный к жизнеобеспечивающему прибору, или что там, а помню, Наруто. Прежде я хочу задать вопрос. Ты убил Джирайю? Нагата, да. Я убил его. Он бросил нас и из-за него погиб Яхика. Наруто зачем я дал обещание? Зачем я сказал Мен Мене идти по пути мести? Я прямо сейчас хочу тебя убить, но не могу. Ты идиот, который думает, что во всем, что случилось, виноват один человек. Ты говоришь, что из-за него умер Яхика. Вот скажи, был ли он рядом, когда Яхика умирал? Оставлял ли записки или сказал Джирайя, что бросил вас? Что молчишь? Нагата и что, что такого не было? Он ушел и больше не вернулся. Этого недостаточно для доказательств. Наруто. Идиот. Вы из деревни Дождя, он из деревни Листа. Не чувствуешь разницу. Нагата, но. Наруто никаких, но. Что он делал перед смертью? Нагата улыбался. Что я наделал, Наруто понял? Нагата, да. Я исправлю то, что натворил. Он сложил печать и Наруто почувствовал, как все в Канохе оживают. Он почувствовал, как близкие ему люди ожили. Карин была уже в Канохе. Из глаз Наруто полились слезы, радости. Янь сторона теперь пересилила сторону и не черный доспех окрасился в белый цвет. Тем же временем волосы Нагата также побелели, посидели. Нагата, я исправил свою ошибку и теперь можно отправляться. Наруто, ну уж нет, ты исправил ошибку. Ты отличный шиноби и ты один из выживших клана Зумуки. Ты обязан вернуться в клан. Нагата, не получится, я уже не выживу. Наруто, выживешь и проживешь счастливую жизнь. Наруто прыгнул к Нагата, а Канан, которая все еще была на стороже, резко повернулась. Сначала Наруто хотел ударить человека, который появился сзади, но рука прошла насквозь. Наруто увидел Мангёка в глазу противника и понял, что это техника глаз. Он скопировал ее, использовал и ударил противника. Обито невозможно. Как ты меня коснулся. Наруто, я не буду раскрывать свои карты. Противник пропал в воронке и перед этим сказал. Обито, мы еще встретимся. Центр воронки был у глаза с Мангёка, а Наруто также скопировал ее. Наруто, черт, сбежал. Ну и ладно, все равно рано или поздно поймаю. Он подошел к Нагата, положил ладонь на его голову и бездыханное тело начало шевелиться, а волосы снова краснеть. Через буквально 10 секунд. Нагата был жив, но спал. Наруто, как тебя зовут? Канан, я Канан, спасибо, что дал ему жизнь. Она говорила это со слезами на глазах. Наруто, ни за что, но я не смогу воскресить вашего друга. Лимит воскрешения максимум год, но я смогу воскресить Джирайо, нужно его тело. Канан, ничего. А тело было украдено, скорее всего, нападавшим на Нагату пару минут назад. Наруто, понятно, надо отвезти вас в Канаху. Думаю, он не пойдет в нее без тебя. Канан, хорошо. Наруто поднял Нагата и они пошли в сторону Канохи. Наруто потратил почти все свои силы, поэтому не входил в режим, а доспехи исчезли. Через 30 минут они были около ворот Канохи, их встретили все родные Наруто. Наруто отдал Нагаты медикам и сказал не трогать их, Канан пошла вместе с медиками. Как только медики, Нагаты и Канан ушли, Сацуки, Кроми, Наруко и Ханаби прыгнули на Наруто. Наруко, а как же я рада тебя видеть. Наруто, я тоже рад вас всех видеть, живыми. Девушки встали и Наруто за ними. Минато, вовремя ты, спасибо. Наруто, да. Минато, эх, и сколько же мы будем отстраивать деревню. Наруто дома, отстроить могу я, но надо, чтобы люди забрали все свои вещи из домов, ну и помочь нуждающимся. Минато, хорошо, я сообщу, думаю к завтрашнему вечеру все будет готово. Наруто, отлично, я пока отдохну. Я построю два дома, один для вас, родители и Минмы, один для нас, Наруто и его девушек, в лесу на горе Хакаги. Минато, хорошо. Наруто и его девушки пошли в лес, там Наруто кэкок построил два двухэтажного дома, они зашли в один из них. У них уже не было сил мыться, так что Наруто сразу достал футаны и они легли спать. Наруто проснулся в десятом часу. Он встал, пошел и сделал водные процедуры, достал из печати пару омлетов, разогрел их и сел есть с девушками, которые пришли, пока Наруто все это делал. Наруко Наруто, вчера ты сказал, что отстроишь дома. Как ты это сделаешь? Наруто, ты же знаешь мой геном. Так вот, я уже обладаю геномом дерева, геномом магнетизма, геномом железа, геномом лавы еще несколькими. Сначала с помощью стихии земли я закапаю все дома, затем с помощью генома железа сделаю каркас и стены с помощью стихии дерева. Сацукину чтобы отстроить целую деревню понадобится не один день. Наруто нет, я войду в режим отшельника, создам клонов и все будет готово за максимум два часа. Наруко понятно. Через пять минут все доили свой завтрак. Наруто спасибо. Я пойду к Миримине. Сацукин Наруко я с тобой. Наруто хорошо, а вы чем займетесь? Ханаби я пойду домой. Каруми я вернусь в мир призыва и расскажу все отцу и матери. Карин и я тоже, мне еще вещи собирать. Наруто точно, Ханаби тебе нужна печать пространственного кармана. Ханаби нет, думаю папа уже купил их у твоей мамы. Наруто да, ты права. Но пока. Карин, Каруми и Ханаби пока. Каруми испарилась в дымке, а остальные вышли из дома. Наруто, Нарука и Сацуки пошли в соседний дом, а Карин и Ханаби в сторону деревни. У Миримина до прихода Наруто. Они проснулись и спустились вниз, там был завтрак на столе, но в доме кроме них уже никого не было. Кушан и Минато ушли к деревне для помощи, а Мин мы к уцелевшему полигону для тренировок. Мия и Мина приятного аппетита. Мина интересно, а братик приедет. Мия да, Мина, а ты хочешь стать Шанаби? Мина да, очень. Хочу стать такой же как братик. Мия я тоже хочу, но у меня уже не получится. Тут кто-то зашел в дверь. Наруто, Сацуки и Нарука зашли и услышали разговор девочек. Мина интересно, а братик приедет. Мия да, Мина, а ты хочешь стать Шанаби? Мина да, очень. Хочу стать такой же как братик. Мия я тоже хочу, но у меня уже не получится. Наруто получится, можешь не сомневаться. Тебе надо просто выучить теорию, а дальше вас смогу тренировать ю. Мия и Мина правда? Наруто да, ешьте, а потом пойдем погуляем. Мина ура. Они быстро покончили с завтраком, пошли гулять. Как только они вышли из дома начался небольшой диалог. Мина, братик, а покатаешь на шее? Мия, Мина, так нельзя. Наруто можно, Мия можешь не беспокоиться, она же еще маленькая. Мия, хорошо. Мия, мысли, почему я не маленькая как Мина? Так стоп. Я завидую собственной сестренке, так нельзя. Наруто, Мия, на шее я тебя покатать не смогу, но смогу на спине. Мия, хорошо. Наруто создал клон и поднял на шею Мину, а клон поднял на спину Мию и они пошли гулять. Гуляли они до самого вечера, когда проходим нужна была помощь, они помогали, а вечером Минато вызвал Наруто. Как только Наруто подошел к отцу начался разговор. Минато все готово. Наруто понял, скажи всем, чтобы вышли за ворота. Минато, хорошо. Потребовалось полчаса, чтобы все вышли за ворота, а дальше Наруто вошел в режим отшельника, применил стихию дерева и отправил всю деревню под землю, но он не трогал такие места, как лес смерти или гору Хакаги. Когда осталась только ровная площадь, Наруто создал три тысячи клонов и обратился к жителям. Наруто подходите к моим клонам и давайте им чертеж своего дома. Жители. Да. Так и началась отстройка деревни. Пока клоны возились с жителями, Наруто отправился к бывшему местонахождению дома родителей, а Минато, Кушина, Нарука, Сацуки, Мимино пошли с ним. Сначала Наруто сделал каркас дома из железа, потом сделал стену из дерева. Вообщем он подчинил и даже улучшил место жительства родителей. Наруто отец, я хотел бы купить место для постройки дома. Минато думаю тебе не понадобится. Наруто. Минато так как ты победил Пейна и даже перенял его на нашу сторону ты повышаешься до элитного Джанина, а Сацуки, Круми, Нарука, Ханаби и другие Чунина повышаются на Джанина за верность Канухе и противостоянию Пейна. Вообщем ты можешь взять площадь в размере 250 квадратных метров, главное чтобы не задевало площадь других. Наруто понятно, тогда можно взять зону в лесу. Где я построил два дома. Минато там свободно, так что да. Наруто отлично, тогда я пошел. Сацуки, Нарука идемте. Наруто создал клона, посадил Мину на шею и присел, чтобы на его спину залезла Мия. Наруто вы тоже. Девушки да. Они отправились в место где ночевали. Через 10 минут они были на месте. Они зашли в дом и проверили есть ли там какие-нибудь вещи, но нет, скорее всего Кушина уже все убрала. Они вышли на улицу. Наруто закопал один дом и сделал за место него полигон. Наруто все, а теперь можно и собирать вещи. Сацуки, иди собирать вещи и по дороге зайди пожалуйста к Карине и скажи ей, чтобы с вещами приходила сюда, вот тебе печать кармана. Сацуки, ага, спасибо. Сацуки ушла собирать вещи, а Наруто завязал диалог с Наруко. Наруто, Наруко, ты иди пожалуйста и скажи Ханабе собирать вещи, а я соберу свои вещи и твои, хорошо. Наруко, ага. Дальше все прошло как и планировалось. Наруко, Сацуки, Ханабе и Карин переехали в новый дом Наруто. Как только все разложили вещи послышался хлопок. Наруто спустился вниз и... Наруто, привет Каруми, теперь это наш дом. Каруми, ты что дом купил? Наруто, нет, мне его дали как награду за повышение, на ранг элитный Аджанин. Все уже собрали свои вещи и я прихватил твои. Каруми, спасибо. Наруто, и еще ты повышена до ранга Аджанин. Каруми, понятно. Вдруг они услышали крик. Карин, что? Они сразу побежали на крик. Как только они зашли в комнату на Наруто прыгнула Карин. Карин, Наруто, теперь только я тут еще даже не стала Чунином, а вы уже Джанины. Наруто, не бойся, ты тоже скоро сдашь экзамены на Чунина, а потом и на Джанина недалеко. Карин, оха. Наруто, ну, я устал. Я, наверное, пойду спать. Спокойной ночи. Остальные спокойной. Наруто сделал водные процедуры и лег спать. Наруто проснулся в 9 часов. Он пошел в ванную, сделал все водные процедуры и спустился вниз. Внизу уже были все и разговаривали. Наруто, доброе утро. Остальные добрые. Наруто, о чем говорите? Наруко, как думаешь, мию возьмут в академию в таком возрасте? Наруто, нет. От этого ответа все погрустнели, но ненадолго ведь Наруто еще не договорил. Наруто, ну, если мы ее обучим и она сдаст экзамен, то она сразу станет Шиноби. А еще лучше, если она пройдет обучение у Цунади Синджу. Каруми, ты прав. Если она станет Ирионином хотя бы с ранга, то ее сделают Генином, а если в ранга, то уже Чунином. Карин так, стоп. А если Ирионина ранга, то ему повысят звание. Наруто да его повысят до Джанина и последний рангас, в случае получения этого ранга тебя повысят до элитного Джанина. Карину, ура, я стану Джанином. Сацуки Карин, ты можешь связаться с Цунади Самой? Карин да. Наруто отлично, значит проблема решена. Карин попросит Цунади Саму обучать ми, а Мину мы сегодня запишем к академии. Минура, я стану Шиноби. Наруто да, только через шесть лет. Минуээ. Наруто, ну, если будешь хорошо учиться, то закончишь академию через четыре года. Мина раньше нельзя? Наруто можно, но этого не произойдет. Мина почему? Наруто, потому что это опасно. Давай так. Ми закончит обучение у Цунади через два года. Я возьму ее в свою команду, а когда ты закончишь академию, все в команде будут Чунинами и смогут выполнять миссии одни или с другими командами. Я оставлю команду, возьму тебя в новую команду. Минуээ. Минуээ. Минуэ. Мина хорошо, но в последний раз. Если ты хочешь стать Шиноби, то должна быть серьезной. Мина да. Наруто, но все же як сильно. Друзей тоже надо уметь заводить. Мина хорошо. Дальше они отправились в резиденцию. Вся деревня уже была отстроена. Добрались они за десять минут, по дороге все благодарили Наруто за спасение и помощь в ремонте. Наруто постучался и вошел после слова «Войдите». Наруто привет, пап. Мина здравствуйте. Минато привет, что-то случилось? Наруто нет, просто надо записать ее в академию Минато точно, ей же шесть лет, как раз вовремя. А что вы решили сделать с ее старшей сестрой? Наруто отдать на попеченье к Цунади сами. Минато понятно, но документы будут готовы уже завтра, а в академию через неделю. Наруто хорошо, тогда мы пошли. Пока. Мина, до свидания. Минато пока. Они вышли из резиденции и думали, что бы сделать. Наруто, Мина, не хочешь есть? Я просто сегодня не завтракал. Мина хочу, пойдем поедим. Наруто, оха, ты пробовал рамен? Мина нет. Наруто, сейчас попробуешь, он очень вкусный. Наруто и Мину отправились в Ичиреку. Через пять минут они уже сидели и ждали заказ. Пока они ждали в Ичиреку, зашла команда восемь. Хинато, Наруто, привет. Не хочешь погулять вместе? КБПФ. Шина, привет, Наруто. Наруто, привет, Шина. Хинато, Наруто, ты не ответил на мой вопрос. Наруто, что тут отвечать? Я сейчас гуляю с Миной, так что не получится. Хинато, а потом? Наруто, а потом у меня времени не будет. Теучи ваш заказ. Наруто, Мина, спасибо. Приятного аппетита. Хинато, Наруто, давай я тебя покормлю. Наруто, спасибо, не надо. Мина, вкусно. Наруто, оха. Всем нравится рамен. Мина, братик, вот попробуй. Она протянула палочки, в которых держала лапшу и кусочек мяса. Наруто съел все, что она дала, и сам протянул ей палочки, в которых тоже была лапша и мясо. Наруто теперь честно. Хинато, Наруто, дай мне попробовать. Наруто, закажи, у тебя самые должны быть деньги, раз сюда пришла. Хинато, ПФ, больно надо. Каким был демоном, таким и остался. Мина, не называй братика демоном, он всех нас спас, а ты сейчас его обзываешь. Киба согласен, хоть я и недолюбливаю Наруто, но ты перегнула палку. Хинато, ПФ, пошлите отсюда. Уже есть перехотелось. Они ушли, а Мина провожала их злым взглядом, особенно Хинато. Наруто, спасибо, что заступилась. Мина, оха. Братья, а почему мы живем с тобой? Ты же строил дом для себя, Нарук и остальных твоих девушек. Наруто, пока ты не вырастешь, будешь жить со мной. Я же твой братик. Наруто улыбнулся и потрепал Мину по волосам. Мина, оха. Они продолжили есть рамен. После ухода Наруто и Мину у девушек. Наруко, кстати, помните мы хотели сделать девичник? Остальные, кроме Ми, да. Сацуки хочешь сделать его сегодня? Наруко, да, разве не отличная возможность? Кроме так-то оно так, но надо спросить Наруто. Ми, простите, а что за девичник? Наруко собирался в компанию девушек и разговаривают на разные темы. У нас это будет в основном Наруто. Ми, понятно. Ко Руми, если хочешь, тоже присоединяйся. Ми, можно? Ко Руми, да, но все же надо спросить Наруто. Наруко, думаю, он не будет против. На следующий день, Наруто забрал документы, а еще через неделю он, Ми и Сацуки пошли провожать Мину в Академию. Когда они пришли, там было много народу и как только этот народ увидел Наруто. Все побежали к нему. Мальчик, здравствуйте, Наруто-сан. Дайте автограф. Девочка и мне. И так бы продолжалось, если бы не прибывший директор. Директор, здравствуйте, Наруто-сан. С чем пожаловали? Наруто, здравствуйте, я просто провожаю Мину в ее первый день. Директор, понятно. Желаю хорошего дня. До свидания. Наруто, до свидания. После этого на сцене вспышки появился Минато. Минато, всем здравствуйте. Я четвертый Хакаги Минато на Микадзе хочу пожелать удачи тем, кто хочет стать на защиту нашей Родины. Наше будущее в ваших руках. Запомните, что воля Духа Огня всегда с вами. А теперь узнаем, кто в каком классе. Дальше вышел Чунин и начал объявлять. Чунин Минозу Маки Акласс. Такаха Шахива Акласс. Ретучиха Акласс. Ретучиха Акласс. Чису Акимича Акласс. Шисуки Нара Акласс. Каха Кору Акласс. Нару Инозука Акласс. Юга Абурами Акласс. Учитель Умина Ирука. Пройдите к своим учителям и следуйте за ним в ваш новый класс. Всем до свидания. Наруто Умина Ирука. Он был и моим учителем. Он добрый, не любит когда спят на его уроках, любит рамен, мечта. Ирука здравствуй Наруто, можешь пожалуйста остановиться. Потом мне незачем надо будет представляться. Наруто, Сацуки здравствуйте Ирука Сенсей. Ирука здравствуй Сацуки. Наруто хорошо. Ирука отлично, но пока, отойдем со мной. Мина хорошо. Наруто и Сацуки до свидания. Мина пока братик, пока сестренка, пока Сацуки Чан. Наруто, Ми и Сацуки пока. Дальше они разошлись. Наруто, Сацуки и Ми пошли домой, а Мина в свой класс. Мина. После того, как братик и остальные ушли, я зашла в класс и село за последнюю парту у окна. Ко мне подсела какая-то девочка. Ред привет, я Ретучха. Сказала она и протянула руку, которую подала и ответила. Мина и Мина Узумаки, приятно познакомиться. Нару привет, я Нару и Нузука. Не хочешь ли ты стать моей девушкой? Я как тебя увидел сразу влюбился. Мина нет, прости, но я люблю только братика. Нару ничего не получится. Вы как-никак родня. Ред я вроде слышала, что инсест в клане Узумаки разрешен и даже поощряется для сохранения крови. Мина ух ты. А ты знаешь много про мой клан. Ред конечно. Как же не знать про красноволосых дьяволов, способных победить 90% солдат трех деревень. Наруха, наверное солдат было мало. Ред да, но мало было среди Узумаки. Союз солдат трех деревень был сравним с любой деревней, причем считая гражданских. Нару невозможно. Ред ты ведь знаешь кушаную Узумаки. Нару кровавую хабанеру, конечно она в гневе очень страшна. Ред а теперь представь, что их будет одна тысяча. Нару все, все, я понял, но это не делает клан великим как Синджу и Учха. Эти кланы создали аж целую деревню. Именно так у Узумаки была своя деревня. Именно из-за того, что это была деревня, которую не сможет победить ни одна другая, создали альянс из деревень Тумана, Камня и Облака. Нару зато вас всех перебили. Я знаю только четверых Узумаки. Кушан Узумаки, ты, Нарук и Нару, ты Узумаки на Микадзе. Мина есть еще корен Узумаки и моя сестра Мюзумаки. Ред у тебя есть еще и сестра, а она закончила Академию. Мины нет, так как ей уже десять, а в Академию берут в шесть, то братик сказал, что она будет обучаться как и Карину Узумаки, у некой Цунадисинджу. Ред П. Повтори, пожалуйста. Мина Цунадисинджу. Ред это же одна из трех Санинов. Мина зачем так орать? Ред так это же одна из трех легендарных Санинов. Как тут не орать? Боевой медиа экран ГС. Бытие ее учеником мечта любого. Мина понятна, но вот учитель пришел. Ирука всем здравствуйте. Я у Мины Ирука. Люблю рамен, не люблю когда не слушают. Мечта стать директором Академии, цель сделать из-за вас Шиноби. Теперь выходит Нару и Нузука. Нару я Нару и Нузука. Люблю кусок, щенок, родню и Мина, не люблю кошек. Мечта и цель добиться Мина. Ирука дальше Редучха. Ред я Редучха. Люблю сестренку Ред, тренироваться и одну девочку. Не люблю когда мешают тренироваться. Мечта и цель сильный Мшиноби. Ирука Редучха. Ред я Редучха. Люблю брата Реда и новую подругу Мину. Мечта и цель стать сильной Кунаичи. Ирука Кай Хакару. Кайя Кай Хакару. Люблю читать, не люблю шум. Мечта написать книгу, цель стать сильной Мшиноби. Ирука Мина Узумуки. Мина Я Мина Узумуки. Люблю братика и близких, не люблю когда ко мне лезут. Мечта выйти замуж за братика, цель стать сильной кунаичи. Дальше всё было что-то похожее. Когда все представились нам сказали, что уроков сегодня не будет и потому что, сегодня только день для знакомств. Все разошлись по домам. Дома был только братик. Энт Мина. Наруто привет. Ну как первый день? Мина хорошо. Мы только знакомились. Наруто я знаю. У нас тоже так же было. Мина понятно. Братика тебя признавались в любви, когда ты был ещё в Академии. Наруто нет, меня ещё тогда считали демоном. А тебе что же кто-то признался? Мина так это был Нару Инузука, но я люблю только тебя. Наруто ха-ха-ха. Инузука говоришь. Слишком гордый клан, в нём есть те, кто не меняют свой характер, те, кто меняет его и те, у кого он и так отличный. Мина Нару был слишком гордым. Наруто, но он может измениться. Мина понятно. Братья, а поесть что-нибудь есть? Наруто да, идём я тебе наложу. Мина аха. Дальше день шёл как обычно. Прошло уже два года с тех, как Мина пошла в Академию. За это время был проведён девичник. Флешбек. Девочки спросили Наруто насчёт девичника и он согласился. На девичник были позваны все девушки Наруто, Югита и Мия. Вот все собрались в одной комнате. Наруто сказал, что уйдёт на ночное задание. Наруко ну, начнём наш девичник. Остальные да. Наруко сначала начнём с вас. Она показала намюю Югита. Югита что? Наруко во-первых, Мия давай договоримся. Если ты вернёшься после обучения и также будешь любить Наруто, то мы поможем тебе. Мия, вы что против? Каруми нет. Просто ты ещё маленькая и это может быть детская влюблённость. Югита сколько же девушек любит Наруто? Наруко не знаю. Ну, а теперь к тебе Югита. Югита да. Сацуки ты уже должна справиться сама. Йоги-то, почему? Нарука ты уже взрослая, не как Мия. Йоги-то, ну это да, ладно. Нарука, ну на этом всё. Энд флешбек также Карин поговорил, а с Цунади и та забрала на обучение Мию. Нарука весь этот год выполнял миссии и теперь в деньгах он не нуждается. Сейчас же Нарука сидит за столом и есть вместе с остальными. Все ели, как вдруг Нарука, Карин и Каруми остановились. Нарука, вы чего? Нарука, нет, ничего. Мина, пойдём, там тебя сюрприз ждёт. Мина, сюрприз? Ладно. Они отправились в сторону входной двери. За дверью оказалась красноволосая девушка лет 12. Девушка была похожа на Мину. Мия, привет. Нарука, привет, Мина и сестрёнка. После этого Мина и Мия лежали на полу в объятьях. Мина плакала, не слезами горячие, а слезами радости. Мия, всё, всё. Я тоже скучала. Мина, братик, можно я сегодня не пойду в академию? Наруто, можно, но потом всё, что должны проходить сегодня, выучишь. Мина, да. Можно пойти гулять? Наруто, идите. Мина, ура. Мия, братик, а помнишь, ты говорил, что возьмёшь меня в команду? Наруто, да, помню. Думаю, кто-то даст-даст экзамен раньше. Так что пойдём спросим завтра. Мия, хорошо, пока. Мина, пока, братик. Наруто, пока, хорошей прогулки. Мия, Мина, спасибо. После этого Наруто зашёл в дом, а девочки пошли гулять. Как только Наруто зашёл на кухню, его начали расспрашивать. Наруто, кто пришёл? И где имена? Наруто. Каруми, вам что не сказала? Мия вернулась, и они пошли гулять. Наруко, Мия вернулась, говоришь. Каруми, ты что-нибудь почувствовала? Каруми угу. Наруко, понятно, но я не против. Кто-нибудь против? Карин нет. Сацуки нет. Ханаби нет. Каруми нет. Наруто, вы о чём? Наруко, нет ни о чём. Наруто, ну ладно, я, наверное, на миссию пойду. Кариме, возвращайся к вечеру. Наруто, хорошо. На миссии ходит только, чтобы не потерять сноровку. После возвращения с миссией Наруто вошёл на кухню, ему наложили поесть. Он поел и пошёл спать, ведь завтра у него может появиться команда. Наруто проснулся, сделал водные процедуры и пошёл вниз, на кухню. Он приготовил несколько омлетов, поел и стал ждать. Ждать пришлось недолго, через 10 минут спустила Мия. Мия, доброе утро. Наруто, доброе, поёшь и пойдём. Мия, хорошо. Мия поел и они отправились в резиденцию. До резиденции они добрались за 10 минут. Они поднялись к кабинету, постучались и вошли после разрешения. Наруто, доброе утро. Мия, здравствуйте, Хакаги Сама. Минато, доброе, зачем пожаловали? Наруто, сначала надо сделать её Шиноби. Она боевой и Рионин. Минато, несколько вопросов. Кто твой учитель? И какой твой ранг? Мия, мой учитель Цунади Сама. Мой ранг с Минато, понятно. Можешь сделать технику превращения клона. Мия, да. Мия создала два клонов. Один превратился в Минато, другой в Наруто, а сама Мия превратилась в Мину. Минато, хорошо, я присуждаю тебе рангинен. Мия, хорошо. Наруто, пап, а есть кто-то уже сдавших экзамен раньше? Минато, есть это Учихакин и Яманако. Наруто, отлично, я хотел бы стать Джанином наставником новой команды, в которой будут Меузумаки, Яманако и Учихакин. Минато, хорошо, мы сообщим, что у них появился наставник. Ваша команда под номером 17. Когда и где хочешь встретиться? Наруто, думаю, на полигоне 17 завтра в 9 утра. Минато, хорошо, передам. Наруто, ну, на этом всё. Мы пойдём, пока. Ме, до свидания, Хакаги Сама. Минато, пока. После этого Наруто и Ме покинули кабинет Хакаги и отправились домой. Дома их начали расспрашивать. Ханаби, ну что? Наруто, я теперь копитан команды 17. Ханаби, понятно. Наруто, как их зовут? Наруто, Кинучхо и Яманако. Наруто, понятно. Сацуки, будешь их проверять. Наруто, как же? Ме, проверка. Наруто, да, узнаёшь вместе с остальными, о вас попрошу не говорить. Карина, я её даже не знаю. Каруми, я тоже. Наруко, не буду я ничего говорить. Сацуки, Ханаби, я тоже. Наруто, вот и отлично. На следующий день, как и планировалось, Наруто и Генины собрались на 17 полигоне. Когда Наруто пришёл с Мей на полигон, там уже были Йоакин. Наруто, всем привет. Йоакин, здравствуйте. Наруто, так давайте представимся. Я первый. Моё имя Наруто Узумаки на Микадзе. Люблю близких людей, не люблю, когда что-то идёт не по плану, высокомерных и предателей. Цель возродить клан Узумаки, мечты нет. Теперь Мия. Мия Ями Узумаки. Люблю близких людей, не люблю высокомерных. Цель выйти замуж за одного человека, мечта та же. Наруто так, теперь Йоакин. Кин, если вы знаете о нас информацию, то зачем спрашиваете? Наруто просто для приличия, к тому же, куда приятнее узнать информацию о человеке, от него самого. Кин, понятно, извините. Наруто ничего, продолжим. Йоакин Манука. Люблю родителей, не люблю высокомерных. Цель стать сильной Кунаичи, мечта найти того, с кем проведу всю жизнь. Наруто хорошо, ты последний Кин. Кин Якин Учхо. Что люблю и не люблю, пусть знают только Сенсей. Цель стать сильной Мушиноби и вернуть славу и уважение нашему клану. Мечты нет. Наруто молодец. Не сказал кто тебе дорого, чтобы потом, у них не было проблем. Ну, начнем испытания. Кин испытания. Наруто да. Он достал два колокольчика. Наруто, вы должны забрать их у меня. То, кому не достанется колокольчик, больше не сможет стать Шиноби. Кин и что? Наруто так. А теперь Мия. Тебе запрещено говорить или как-то упоминать про испытания. Мешта. Наруто вчера Наруко сказала тебе про испытания. Мит и слышал. Хорошо. Наруто отлично, времени у вас до 12 дня. Начали. Трое генинов исчезли из виду, но Наруто чувствовал их. Первым в бой вышел Кин. Он атаковал своей катаной, но Наруто поймал ее рукой. Как оказалось, таль катана была чакропроводящей и Кин пустил чакру стихии ветра в лезвие, но это ему никак не помогло. Наруто хотел ударить Кина в живот, но он увернулся. Наруто посмотрел в глаза Кина и увидел двухтомойный Шаринган. Наруто уже Шаринган, да еще и двухтомойный, нехило, но успеет ли твой Шаринган за мной? В одно мгновение Наруто исчез и появился около Кина, с уже занесенным кулаком. Он ударил его в живот, отчего Кин отлетел. В воздухе Кин перегруппировался, приземлился на ноги и спрятался в деревьях. Наруто ну, подождем. После того как Кин спрятался, он начал размышлять. Кин, мысли, Генина точно не победит Джанина, к тому же элитного. Тут есть подвох. Черт слишком долго думать. Надо просто найти решение. Так Синси пришел вместе с Мей. Мей не ходила в академию, значит она училась у кого-то другого. Синси стал командиром только недавно, то есть он стал командиром только ради Мея. Из-за того, что в команде должно быть три подчиненных и один командир, он взял и нас. Значит он не будет выгонять Мею в любом случае. Если один колокольчик будет у Мея, а другой у Ии, то все пройдут. Значит, нужно объединиться с остальными и напасть втроем. После этого Кин отправился искать остальных. Нашел он Мею и Ии вместе. Он объяснил все, что надумал и они согласились напасть втроем. Они начали готовить план. Пока Генины придумывали план, Наруто был в том же центре полигона и чувствовал, как три очага чакры были рядом друг с другом. Наруто ну, испытания они прошли, но все дихо хочется посмотреть на них в бою. Уже через пять минут Наруто заметил, что они приближаются к нему. Вот они уже стоят вокруг него. Кин на дереве за листвой, Йой в кустах, Мея летит на него с кулаком сверху. Наруто увернулся от ударами, но у него под ногами остался маленький кратер от ударами. Наруто вложил и чакру в руку, молодец. Дальше Наруто почувствовал, что в его сознание пытаются проникнуть. Наруто появился перед Йой. Йой получилось. Наруто нет, конечно, я специально подставился для того, чтобы ты выбыла. Наруто вернул себе свое тело. На него в этот момент летели Кин с Катаной и Мея с занесенным кулаком. Он поймал Катану Кина и бросил Кина в Мею. Они оба упали. Наруто быстро приблизился и вырубил их. Потом Наруто создал двух клонов, один из которых отправился к бессознательной Йой, а второй помог также привязать Кина и Мею. Когда Йой очнулась, она была привязана к бревну. Йойн, вот я выбыла. Кин, не только ты. Наруто теперь все очнулись и я объявляю, что вы все прошли. Кин, и что? Это было испытание на командную работу, но я не мог его понять. Братик, ты же знал, что мы объединились. Почему не остановил испытание? Наруто просто хотел посмотреть на то, как вы сражаетесь. Непонятно. Наруто, ну я пошел. Йойн, а мы? Наруто, вот вам дополнительные испытания. Выберитесь сами. Йойн, так нечестно. Наруто, ну всем пока. После этого Наруто исчез. И как выбираться будем? Ме ничего не сказав, покрыла руки чакрой, она использовала скальпель чакры и выбралась. Кин выбрался, покрыв руки чакрой. Йойн, вы как это сделали? Ме просто покрыли руки чакрой. После этого Ме освободила Ии. Йойн, давайте пойдем погуляем. Кин, нет, у меня дела. Йойн, а ты? Ме, я не против. Йойн, отлично. Дальше они пошли гулять. Во время прогулки у них начался разговор. Йойн, Ме, ты же любишь Сенси? Да. Ме да да, Йойн, как же это романтично. Любовь между учителем и ученицей, а еще лучше брата и сестры. Ме, мы не родные брат и сестра. Йойн, какая разница. Кстати, вроде слышала, что у нашего Сенси несколько жен. Ме так и есть. Это Карин Чан, Нарука, Савсуки Чан, Круми Чан и Ханаби Чан. Йойн, пять, не считаю тебя. Ме нет, я сказала уже его девушек. Есть еще те, кто еще не признались. Йойн, понятно, но он хочет возродить клан, это нормально. Кстати, а почему ты ко всем имена, кроме Нарука, добавила суффикс Чан? То есть наоборот, почему не дала суффикс Чан к имени Нарука? Мину Нарука родная сестра братья, а так как он мой братик, то она будет сестренкой, но по имени ей нравится больше. Йойн, вот она любовь между братом и сестрой. Мину мне пора. Пока. Йойн, пока. Дальше они разошлись. На следующий день Наруто с командой собрались на том же полигоне. Йойн, Синси, почему вы нас так рано собрали? Наруто, мы пойдем на первую миссию. Йой, так рано? Наруто, привыкай. Йой, эх. Кин, будь серьезнее. Шиноби должен быть готовым всегда. Если надо встать рано, ты должна это сделать. Надо умереть ради миссии, ты должна это сделать. Наруто, молодец, но если миссия сложная, то ее не возьмут, а если ее взяли, то в нужный момент надо сбежать. Кина, разве не миссия важна больше всего? Наруто, нет. Если ты умрешь, деревня потеряет потенциального Шиноби и проблем будет больше, чем если ты бросишь миссию. Кин, понятно. Наруто, ну, за первой миссией. Йой, да. Кин, все же быть немного сдержанней. Йой, пээф. Дальше они пошли в резиденцию, прошли к кабинету Хакаги, вошли после разрешения. Наруто, привет, пап. Йой, кенуми, здравствуйте, Хакаги сама. Минато, привет, за миссией. Наруто, да, нам бы миссию с ранга. Минато, ты думаешь это хорошая идея? Другие команды сначала берут миссию иди ранга. Наруто, да, на проверке я проверил их уровень силы, он достаточно большой, чтобы выполнять миссию с ранга. Минато, ладно, тогда вот сопроводить. Он хотел продолжить, но в окно влетел ворон с запиской на ноге. Минато прочитал записку. Минато, миссия отменяется. Гин, расходитесь по домам. Наруто, что-то случилось? Минато, да, на трех анбу напали. Наруто, кто? Минато, трое отступников с ранга. Кин, мы с вами. Сенсей, вы не справитесь с тремя отступниками с ранга в одиночку. Минато, вы недооцениваете его силой. Кин, если он победил одного отступника с ранга, это не значит, что он победит трех. Наруто, не беспокойся. Я победил шесть отступников с ранга. Троех убил, двоих перенял на нашу сторону, но сначала победил один, сбежал из-за проигрыша, и все это я делал в одиночку. Кин, ча чего? Шестерых. Наруто, да. Минато, ну все, гинены расходитесь. Гинены есть. Гинены ушли, а Наруто остался и начал ждать. Наруто все, нас не подслушивают, они ушли. Минато хорошо, они находятся границей со страной ветра. Наруто понял, выдвигаясь немедленно. После этого Наруто отправился в сторону границы стран огня со страной ветра. Пока Наруто и Минато разговаривали, Мия и Кин решили погулять. Кин, Мия, а ты не боишься, что Наруто сенсей не вернется? Мия нет, он в любом случае должен вернуться. Кин, почему ты так уверена? Мия не знаю. Я просто знаю, что он вернется. Йой, ты сейчас похожа на ту, которая влюбилась уже давно и до сих пор не призналась. После этого Мия покраснела. Йой, так стоп. Ты не призналась? Мия нет, ты как себе это представляешь? Йой просто взяла и призналась. Мия сама то что? Йой, я еще не нашла того, с кем хочу провести всю оставшуюся жизнь. Мия да ладно, вот, Кин тебе в пол не подходит. После ее слов они оба покраснели. Мия, мысли, что это с ними? Они что и вправду друг другу нравятся? Тогда надо их свести. Она улыбнулась своим мыслям, ведь она хочет помочь своим друзьям. Мия ладно, Кин, прости, прогулка отменяется. У нас Йой появились дела. Кин, ну ладно, пока. Мия и Йой пока. После того, как Кин ушел, у девочек завязался разговор. Йой, ну какие у нас дела? Мия, признайся честно. Тебе ведь нравится Кин. Йой сильно покраснела и отвела взгляд. Йой нет, с чего ты взяла? Мия это очень даже заметно для девочек. Йой что так заметно? Мия да. Йой как же стыдно, учу тебя, а сама так не могу. Мия, когда он начал тебе нравиться? Йой еще с первого дня Академия. Мия, понятно, но я могу познакомить тебя с Нарука. Она так точно что-нибудь придумает. Йой была бы не против. Мия, отлично, тогда идем. После этого они пошли в сторону дома Мия. Дошли они до него за 10 минут. Они вошли. Мия, я дома. Мина и сестренка. Мия, привет Мина. Мина, а где братик? Мия, он отправился на миссию. Мина, понятно, а это кто? Йой-яяя Манука. Я сокомандница Амии. Мина и я Мина Узумаки, приятного познакомиться. Йой мне тоже. Мия, Мина, а Нарука дома? Нарука дома я, дома. Привет, я Нарука Узумаки на Микадзе. Что-то случилось? Мия да. Надо свести ее с нашим сокомандником Кином. Нарука, ну что я могу посоветовать ХММ? Сначала начни побольше обращать внимание на него, то есть больше общаться и гулять вместе. Йой, а дальше? Нарука, а дальше просто ждать? Йой, понятно, так и поступлю. Я, пожалуй, пойду. Мия, Мина и Нарука пока, приходи еще. Йой, хорошо, спасибо за совет. Нарука, оха. После этого и ушла. Нарука, на какое задание пошел Наруто? Мина и Нанбуканохи напали три отступника из ранга. Она направился на подмогу. Нарука, понятно, значит его не будет дня два. Ми, Мина и Нарука, эх. Нарука, давайте поедим. Ми, ты же не будешь готовить. Нарука, нет, что-то у меня настроения нет для готовки. Ми, ладно, приготовлю ее. Нарука и Мина, отлично. Нарука в пути был недолго, всего 10 минут. Когда он прибыл, он увидел, что человек похож на рыбу, человек в маске Сасари, сбежавший от него, теснят в трех анбу. Один в маске ворона, вторая была в маске мыши, да именно вторая это была девушка. Наруто понял это по ее чакре, третьей, также понял по чакре, была в маске ласки. Наруто не стыдно нападать на слабых. Когда Сасари и Абита услышали этот голос, они сразу отпрыгнули. Кисами чего? После этого Наруто проткнул его грудь с помощью Чидарии. Наруто минус один. Абита черт, опять ты мешаешь нашим планам. Наруто ну так одоли меня, тогда я перестану мешать. Абита Сасари, уходим. Сасари есть. Наруто сразу полетел на них и Абита увидев это решил слинять сам. Потому что так будет быстрее. После ухода Абита, Наруто проткнул грудь в районе сердца. Наруто черт, опять сбежал. Наруто запечатал тело и подошел к Амбу. С помощью Ирьи Ниндюцу, которому научился в мире призыва, он подлечил их. Ворон спасибо. Наруто твоя чакра похожа на чакру Саски и Сацуки. Ты ведь Итачи Учхо, верно? Итачи да. Ласка, шепотом, я должна была стать его наставником. Да он же мне фору даст. Наруто по твоим словам, ты Шису Учхо. Шису и Дэда. Наруто о тебе я не знаю. Можешь представиться. Изуми ей, изуми Учхо. Наруто понятно, в чем заключалась ваша миссия. Шису и наша миссия была патруль, задание было выполнено и когда мы собирались идти в Канаху, на нас напали. Наруто понятно, значит уже можно возвращаться. Шису и Дэда. Наруто отлично, вперед. Они отправились в Канаху. До Канахи они дошли за один час, когда они прошли через ворота, они отправились к Хакаге. Вот они стоят в кабинете Хакаги, Анбу на одном колене, а Наруто стоит на своих двух. Наруто миссия выполнена. Минато отлично, а у вас? Шису и миссия выполнена. Минато доклад завтра утром на стол. Шису и есть. Минато свободны. После этого Шису и Тачи изуми ушли Шумшином. Минато Наруто, как думаешь, Йои, Кинами потянут миссию в ранга? Наруто есть задание? Минато да. Наруто можно поподробнее. Минато нужно перевезти продукты в деревню Песка. Наруто понятно, они запросили продукты и для того, чтобы их не обокрали, они наняли команду. Минато верно, ну так что? Наруто да, мы боремся. В нужный момент я их прикрою. Минато отлично, выдвигайтесь завтра утром. Наруто хорошо, я пошел. Пока. Минато пока. На следующий день Наруто собрал свою команду рано утром. Наруто быстро идите закупаться. Нужны палатки, приборы для еды, запасную одежду и собраться через час у главных ворот Канохи. Гинены есть. Кин, а в чем заключается миссия? Наруто сопроводить караван с едой в деревню Песка и обратно. Кин, понятно. Йои, мы будем в другой деревне. Круто. Ми, пойдемте быстрее. Йои, да, надо собираться. После этого Гинены ушли собирать вещи. Наруто же пошел попрощаться со своими родными. Он вошел в дом и на него сразу прыгнула Мина. Мина, доброе утро, братик. Наруто, доброе. Уже завтракали? Мины нет, там Сацуки-чан готовит. Наруто, понятно. Наруто поднял Мину на шею, отчего та засмеялась. Наруто прошел на кухню. Девушки, доброе утро, Наруто. Наруто, доброе. Сацуки, кушать будешь? Наруто, нет, не хочется. Через час мы отправляемся на миссию. Наруто, в чем заключается миссия? Наруто, сопроводить караван с едой в деревню Песка. Каруми, можно с вами? Наруто, да. Мина, а мне? Наруто, а тебе нет? Мина, почему? Наруто, первая причина, это Академия. Вторая причина, что это миссия Беранга. Слишком опасно. Мина, эх. Наруто, Наруко, ты свободна? Наруко, ну да. Дня два свободна. Наруто, отлично. Потренируешь Мину? Наруко, я не против. Мина, ура. Наруто, потом, когда мы вернемся, ты будешь тренироваться со мной, Мей и нашими сокомандниками. Мина, вдвойне, ура. Вот увидишь, к твоему приходу я буду по силе минимум слабым генином. Наруто, это твои слова. Мина, да. Наруто отпустил Мину и начал ждать, пока Каруми поест. Когда она поела, она подошла к Наруто. Наруто, ну мы пошли. После этого они направились к центральным воротам Канохи. Когда они подходили, они увидели несколько повозок и много людей, среди которых были Ми, Йо и Кин. Кин, здравствуйте, а вы кто? Наруто, это одна из моих девушек, и она идет с нами. Ее имя Каруми. Кин, я Кинучха. Йо, я Яманука. Каруми, я Каруми Узумуки. Приятно познакомиться. Кин и Йо нам тоже. Наруто, ночью дежурим по 4 часа. Сначала я с Кином, потом Каруми, Ми и Йо. Всем все понятно. Остальные, да. Наруто, тогда выдвигаемся. Я пойду скажу заказчику. После этого они отправились в путь. Дошли они за сутки. Во время дороги на них нападали только разбойники Бешчакры или Максимум Рангогенин. Они быстро с ними разбирались и двигались дальше. Когда они прибыли их остановила стража. Стражник, кто вы? Наруто, мы из Канохи. Я и 4 генена сзади меня. Это команда нанитая для защиты заказчика, который является главным в перевозке провинции из Канохи в Суну. Стражник, понятно. А она кто? Наруто, ты моя девушка. Она просто пошла с нами. Стражник, понятно. Проходите. Зайдите к Казикаге. Наруто, хорошо. После этого они прошли в деревню. Наруто, Кацу-сан, заказчик. Имя взято не из-за ними моя геройская академия. Пройдемте к Казикаге. Кацу, да, конечно. Йо, нам тоже. Наруто, да. Йо, эх, а я думала, что мы прогуляемся. Наруто, прогуляйтесь после. Надо сначала сообщить Казикаге, что провинция прибыла. Йо, ладно. После этого они пошли в резиденцию Казикаге, вошли к кабинету и вошли после разрешения. Наруто, здравствуйте, Раса-сан, привет, Гара. Раса и Гара, привет, Наруто-кун. Раса, тебя поставили защищать караван? Наруто, да, меня и мою команду. Кин, Йо-ми, здравствуйте. Раса, понятно. А Каруми тут просто за компанию. Наруто, да, что-то типа того. Раса, понятно. Дай разрешение на перегрузку продуктов. Плату дадут после проверки. Кацу, хорошо, разрешите идти. Раса, иди, вы тоже кроме Наруто-куна можете идти. Наруто, идите, если что я вас найду. Генины есть. К Каруми, хорошо, после этого генины ушли, а Раса начал разговор. Раса, ну как там с геномом магнетизма? Наруто, ничего не сказав, заставил кресло, на котором сидел Раса, диван, на котором сидела Гара и самого себя левитировать. Раса, как я вижу, очень даже хорошо. Наруто, да, но в нужные моменты о нем просто забываешь. Например, я не использовал его во время битвы с Пейном, да я в принципе почти не использовал техник. Раса, как-то это неправдоподобно звучит. Владельцы ринниганы без техник. Наруто, я же сказал, я почти не использовал техник. Раса, как-то эти слова должны были повлиять. Наруто, да. Нет Расы, ну, а против выпить. Гара, отец. Наруто, нет, спасибо, во-первых, мне телесно только шестнадцать, во-вторых, я не пью. Раса, да, хотел бы я себе и такого жениха для Гары. Гара, отец. Раса, ха-ха-ха. Наруто, что-то еще? Раса, нет, можешь идти. Гара Наруто, кун, помнишь ты говорил, что мы погуляем? Давай я покажу тебе деревню. Наруто, да, конечно. Буду очень рад. Гару тогда пошли. Наруто, оха. После этого они пошли гулять. Гуляли они долго. Вплоть до самого вечера. Вечером Гара потащила его на одну из гор. На горе был прекрасный вид, не такой как в Канохе, но ничем не хуже. Наруто, красиво. Гара, оха, я раньше сюда приходила, когда мне было грустно. Наруто, понятно, этот вид способен успокоить. Гару, да. После этого они сели на край и начали смотреть. Когда закат закончился, Гара посмотрела на Наруто. В ее глазах читалась решимость. Наруто, Гара. Гара Наруто, кун, я. Я тебя люблю. Наруто, Гара, ты мне тоже нравишься, но... Каруми, мы знали о ее чувствах и мы не против. Гара-то ты была тут все это время. Каруми, да. И Наруто это знал. Гара посмотрела на Наруто и увидела кивок. Гара, как же стыдно. Наруто, эмоции у тебя прибавилось. Каруми, но она же была на грани жизни и смерти, конечно, они прибавятся. Гара Наруто, кун, ты чувствуешь эмоции? Наруто, да, но не начитая ли кого они направлены. Так что я не знал, что ты меня любишь. Гара, понятно, надо собраться. После этого она начала медленно вдыхать и выдыхать воздух. Гара, все. Ну так, какой твой ответ? Наруто просто поцеловал ее. Они целовались несколько минут и отстранились. Карумину, раз и совсем разобрались, возвращаемся в деревню. После этого они спустились с горы и пошли к отелю. Там они разошлись, Гара пошла к себе домой, говорит отцу, а Наруто и Каруми в отель. Каруми уже взяла комнаты. Тон есть четыре, по одной генину и модну. Когда они зашли в свою комнату, генины уже спали. Каруми и Наруто. Наруто сразу понял, что она хочет. В ее эмоциях была пошлость, а значит. 18 плюс. Наруто подошел к ней и поцеловал, во время поцелуя он раздевал ее. Сначала жилет Джанина, потом футболку, а затем и лифчик. После этого он разорвает поцелуй и спустился к ее соскам. Он взял правый сосок в рот и то сосал его, то покусывал, а левый он мял своими пальцами. Каруми, айх! Каруми стонало от наслаждения. Наруто начал спускаться вниз. Спускался он поцелуями и в это же время снимал нижнюю одежду. Тон есть штаны и трусики. Вот он уже спустился к киске, которая уже была мокрая. Наруто быстро. Он начал лизать ее киску. От таких ласк Каруми кончила ему на лицо. Он облизнулся и дал ей попробовать себя на вкус с помощью поцелуя. Во время этого поцелуя раздевался уже сам Наруто. Когда на нем не осталось одежды, он приставил уже вставший член к киске Каруми. На этот раз он не спрашивал, а просто начал медленно входить. После того, как он дошел до конца, то есть касался матки, он начал медленно, но постепенно ускоряясь входить и выходить. Каруми ах, ах, ах! Каруми стонало и даже кончило несколько раз. Через час и три таких игр, Каруми вырубилась. Они перепробовали много поц за это время. Когда Каруми вырубилась, Наруто укрыл ее одеялом и лег рядом. На следующий день они собрались и отправились к воротам, так как не почувствовали генинов в номерах. Когда они прибыли, там были генины и заказчик. Наруто, ну, можем отправляться. Гара, стойте. Наруто обернулся и увидел Гару, бежащую к ним. Когда она подбежала, она начала тяжело дышать. Гара, я иду с вами. Отец разрешил. Наруто, хорошо, теперь отправляемся. После этого они покинули деревню Песка и отправились в Канаху. Вернулись они также за сутки, но уже вечером, так как на пути они встретили еще один караван, в котором главным был друг заказчика и они решили отдохнуть. На дежурстве, когда была ночь, до того как они встретили еще один караван, сначала были генины команды, Гара и Каруми, а после был Наруто. Когда они пришли, они прошли через ворота, попрощались с заказчиком и отправились в резиденцию. Пока они шли, они редко замечали Шиноби. Вот они постучались в дверь кабинета Хакаги и вошли после разрешения. Гирина и Гара, здравствуйте, Хакаги-сама. Каруми, здравствуйте, Минато-сан. Наруто, привет, пап. Минато, привет. Наруто, задание выполнено успешно. Вот отчет, он написал его, когда дежурил. Создал стол, стул с помощью стихии дерева, а ручка с тетрадью была собой. Минато, отлично, а что тут делает принцесса деревни Песка? Гарну, это... Наруто, она стала еще одной моей девушкой, раз и сан отпустил ее с нами. Гара, мысли, прямолинейно. Минато, понятно, генины свободны. После этого генины ушли. Минато, Гара-сан, вы тут надолго? Гарну, можете на ты. Я тут не как посол, я пришла тут жить. Минато, понятно, глупый вопрос, Наруто, она будет жить с тобой? Наруто, да. Минато, отлично, документы сделаем до завтра, а раз ты будешь жить тут, ты не хочешь стать Шиноби этой деревни? Гара, я была бы не против. Минато, тогда вот тебе протектор нашей деревни и у меня для вас троих миссий. Проснулся демон Марио и команда из Минмы. Саски и Сакуры пошли защищать жрицу Шион. Только она может снова запечатать Марио, но у демона Марио есть армия из каменных големов, которые проснулись вместе с ним, и вам надо задержать эту армию. Большинство Шиноби уже пытаются их остановить, и я даю вам миссию помочь им. Наруто, я берусь за эту миссию. Гара и Каруми, я тоже. Минато, отлично, отправляйтесь в страну демонов, по пути вы должны встретить отряд Шиноби. С каждой деревни было отправлено по 75 Шиноби. Наруто, Нарук и остальные были отправлены на эту миссию. Минато, да, они как сильные джанины были отправлены. Наруто, понятно, мы выдвигаемся немедленно. Минато, хорошо. После этого они отправились в сторону страны демонов. Генинов не взяли, потому что Минато не хочет, чтобы они погибли. Это относится к всем генинам, не только команда 17. Как и говорил Минато, они встретили отряд Шиноби. Сейчас они пытаются задержать големов в ущелье. Големы идут в ущелье, а Шиноби атакуют их сверху. Наруто подбежал к Акаши. Наруто, здравствуйте, Какаши Сенси, мы прибыли на помощь. Какаши, отлично, надо как-то их остановить. Есть идеи? Наруто, дайте подумать. Думал недолго, идея пришла спустя 5 минут. Наруто, всем отходить. Чунин, слышь, мелкие, не командую тут. Какаши, всем отходить. Чунин, вы что, решили подчиняться этому мелкому идиоту? Да, вы сумасшедший. Какаши, сумасшедший, здесь ты, раз так говоришь о героях Анохи. Чунин и Ча чего? Это он Наруто Узума Кинамикадзе. Наруто рад знакомству. С теперь все отойти метров на 200. Все есть. После того, как все отошли, он поднял всех големов с помощью генома магнетизма, и использовал технику Чебаку Тинси, которую скопировал Лунагата через месяц, когда Амия отправилась к Цунади. Всех големов засосало. После этого Наруто пошел к Какаши. Наруто все, я оставлю тут клона, чтобы техника не развелась. Сам пойду помогать Минме и его команде. Какаши хорошо, кто-нибудь пойдет с тобой? Наруто нет. Наруто как это нет? Наруто у меня плохое предчувствие, я побегу помогать Минме. Наруто хорошо, но будь осторожен. Наруто хорошо. После этого Наруто вошел в режим отшельника и побежал в сторону страны демонов. Бежал он минут 10, после того, как она почувствовала чакру Минмы, он побежал на нее. В итоге он оказался у входа в какую-то пещеру. Там тоже были солдаты демона Марио, с ними сражался и Минма, Саски и Сакура, но они проигрывали, и значительно. Вот уже один из Галимов хотел проткнуть Минму, но Наруто быстро поднял его с помощью генома магнетизма и отправил в толпу других Галимов. Минма, спасибо. Наруто ни за что. Идите защищать Шон, я тут сам разберусь. После этого Наруто начал уничтожать Галимов одного за другим. То Росинганом, то просто кулаками, но в конце концов он снова использовал Чебаку Тинси и просто запечатал их. После он сел на камень и начал ждать. Был вечер и Наруто пришлось ждать до рассвета. На рассвете из пещеры вышли потрепанные Саски, Сакура, Минма и какая-то девушка. Как понял Наруто, то была жрица Шион. Наруто ну наконец-то. После этого он распечатал уже застывших Галимов, и тех что были в ущелье и тех что были у пещеры. Шион кто ты? Наруто я Наруто Узума Кинамикадзе, пришел на помощь своему брату. Минма Наруто, это Шион. Жрица страны демонов. Наруто я это понял. После этого они отправились в страну демонов. Добрались они быстро, так как Наруто проходил через нее и телепортировался с помощью техники Мангики Абита. Когда они забрались на крышу дома жрица, то все еще был рассвет. Шион Минма. Минма да. Шион мне ведь надо передавать пост жрица своим детям, верно? Минма ну да. Шион поможешь мне в этом. Минма конечно. После этого Саски и Сакура удивленно посмотрели на Шион и Минму и густо покраснели, а Наруто начал смеяться. Минма что смешного? Наруто подрастешь узнаешь. Минма вообще там и ровесники. Наруто да, но духовно мне уже 28. Минма и что? Телесно то только 16. Наруто все равно. Минма поэв. Шион можно вопрос? Наруто ты уже задаешь вопрос. Шион как вам может быть 28? Наруто я был в мире призыва сначала 4 года, потом отправился в этот же мир с сестрой уже для ее обучения на 8 лет. Разница во времени такова. Четыре года там равно месяцу тут. Шион понятно. После этого Наруто решил отправиться сразу же в Канаху, а Минма, Саски и Сакура после того как отдохнут. Наруто вернулся в Канаху тем же утром. Он вошел в дом. Наруто есть кто дома? Мина братик. Наруто привет Мина. Мина где ты был? Наруто на миссии, есть кто дома? Мина только Минма, она спит. Наруто понятно. Ты завтракала? Мина нет еще, недавно встала. Наруто тогда пошли что-нибудь приготовим, поедим, ты пойдешь в академию, а я спать, пойду я устал. Мина хорошо, а когда будем тренироваться? Нарука меня почти не тренировала из-за срочной миссии. Наруто после того как я посплю, хорошо. Мина ага. После этого Наруто и Мина пошли на кухню, они приготовили омлет и после завтрака, как и планировалось, Мина пошла в академию, а Наруто спать. Тем же утром, по дороге к Канухе был разговор девушек Наруто. Наруто, то есть ты все же призналась Наруто в своих чувствах? Гару да, но я даже не заметила Каруми, следившую за нами. Сацукину это на нее похоже. Она сразу узнала о наших чувствах к Наруто и именно она подтолкнула нас признаться. Гару понятно. Дальше они разговаривали о разных других темах. Дошли до Канухи к девяти утра. После того, как они вошли в дом, они увидели Мии, которая потирая глаза шла с зубной щеткой во рту. Мия привет. Перешедшие девушки привет. Наруто и Наруто дома? Милгу спит. Каруми ну его можно, он потратил немало чакры. Карин да, но не для него. Каруми все равно. Наруко я тоже хочу спать. Спокойного дня. Каруми как я поняла, все хотят спать. Мия нет, я уже проснулась. Ханаби, а я, да. Сацуки, Карин и Гара, я тоже. После этого для Гара выделили комнату, разошлись по своим, а помню были ли у них отдельные комнаты или нет, но пусть будет так, и легли спать. Вечером Наруто проснулся, сделал водные процедуры и спустился вниз. Внизу была только Мии, остальные спали. Мия привет, как спалась? Наруто нормально, сколько время? Мия почти шесть вечера. Наруто хорошо, когда придет Мина, позови Якина и четвером идите на полигон семнадцать. Я буду ждать вас там. Мия хорошо. После этого Наруто пошел на полигон семнадцать. Когда он подходил к нему, он почувствовал, что там кто-то тренируется и по чакре он понял, что это Шисуя. Он прошел на полигон. Наруто привет. Шисуя. Эй привет, что ты тут делаешь? Наруто скоро сюда придут моя команда и сестренка, я буду их тренировать. Шисуя понятно, не против если я займу часть полигона. Как-никак это полигон твоей команды. Наруто если у нас совпадает номер команды с номером полигона, то это не значит, что он наш. Так что это мы должны у тебя спрашивать. Шисуя тогда половина полигона ваша, половина моя. Наруто отлично, а пока моя команда не пришла, не хочешь потренироваться? Шисуя я не против. Наруто отлично, чтобы уравновесить силы, я не буду использовать техники. Шисуя уверен? Наруто абсолютно. Шисуя хорошо. Шисуя создала клона, который дал отмашку и сразу исчез. Бой начался с огненного шара Шисуя. Наруто прыгнул на дерево, отпрыгнул от него в сторону Шисуя и у них начался бой в Тайдюцу. Благодаря Шарингану с тремя тэмай, Шисуя держалась хорошо, но Наруто ускорился и теперь даже Шаринган не помогал. Наруто стал сильно доминировать. Наруто дерись в полную силу, если что подлечу. После его слов Шисуя активировала свой мангикё. Она попыталась использовать на нем Катамацуками, но не вышла. Шисуя что? Наруто сильная техника. Но есть предел, не так ли? Шисуя один раз в пять лет. Наруто понятно, я скопировал твою технику глаз, у меня правда нет этого лимита. Но думаю у тебя его можно убрать. Шисуя что? Наруто лимит уйдёт, если научиться использовать природную чакру. Шисуя понятно, то есть чтобы мне использовать эту технику без лимита, если научусь режиму отшельника. Наруто верно. Шисуя понятно, спасибо. После этого вокруг Шисуя начал формироваться воин из зелёной чакры. В районе груди появился знак Ньен, а под ним была Шисуя. Наруто долго не думая скопировал технику, но она почему-то скопировалась не полностью. Наруто это твой козырь. Неплохо. Наруто в мгновение ока появился перед воином и ударил его рукой. Шисуя треснул. Шисуя что? Наруто крепкий. Шисуя, мысли, чёрт, он даже не использовал чакру. Сколько же у него силы. Интересно посмотреть на его тело без футболки. Чёрт, не туда. Шисуя попыталась ударить его копьём Сусуя, но Наруто поймал копьё рукой, но всё же проскользил метра три. После этого Сусуя исчез, а Шисуя чуть не упала, но Наруто её вовремя поймал. Он положил её спиной к дереву и прицепил ей на руку какую-то печать. После он её подлатал. Шисуя проснулась минут через десять. Шисуя, сколько я пролежала? Наруто десять минут. Шисуя, как это? У меня же почти чакра восполнилась. Наруто посмотри на руку. Она посмотрела на руку и увидела печать. Наруто, эта печать ускоряет процесс пополнения очага. Шисуя, понятно, спасибо, что присмотрел. Наруто, ничего. Шисуя, давай как-нибудь погуляем, в благодарность. Наруто, я не против. Шисуя, вот и хорошо. Кстати, ты сказал, что скопировал технику, это как? Наруто показал иньянгам. Наруто, это моё даудюцу. После он рассказал про его силы. Глава, возвращение в Канаху. После рассказа от Наруто про иньянгам, пришли Гиннина и Мина. Мина-братик. Он подбежал и прыгнул ему на руки. Мина долго ждал? Наруто, нет, совсем нет. Пока вас не было, мы шисуя устроили спарринг. Ёй блин, если бы чуть раньше пришли, то увидели Синси в бою, хоть и не в серьёзном. Наруто, если бы вы пришли раньше, то спарринг и не начинался бы. Вы бы могли увидеть только конец боя. Ёй блин. Кин Синси, чему вы будете нас учить? Наруто, ну, сначала определим ваши стихии. Кин, я уже знаю свои, это ветер и огонь. Ми у меня земля и огонь. И извините, я не знаю свои стихии. Наруто, ничего, сейчас проверим. Наруто протянул её три листочка. Наруто, возьми каждый листок между пальцами и проведи через них чакру. Ёй поняла. После этого она сделала так, как сказал Наруто. Первый лист намок, второй разрезался, с третьим ничего не произошло. Наруто, у тебя вода и ветер. Ёй ура. Наруто, так я создам вам по одному клону, а сам буду обучать Мину. Всем понятно? Генины да. После этого он создал трёх клонов. Каждый клон взял по одному Генину, Шису ушла, а Наруто начал разговор с Миной. Наруто, как я вижу, ты уже пробудили очаг. Мина да. Наруто, хорошо, каким техникам тебя успела научить Нарука. Мина только при вращении. Наруто, понятно, это не такая бестолковая техника, как иллюзорный клон. Надо научить тебя замене. Мина, хорошо. Наруто, для начала тебе надо решить, на какой предмет ты хочешь поменять. Он должен быть в зоне твоего видения. Дальше ты должна сложить эти печати. Он показал печати для этой техники. Наруто потом представить, как ты меняешься с этим предметом. На живых эта техника не работает, но на мёртвых телах работает. Мина поняла. Дальше она стала пытаться применить эту технику. Она тренировалась около три часов и в конце концов справилась. Она поменялась местами с древесиной, стоящей неподалёку. Наруто молодец. Ты справилась. Мина, спасибо. Хух, устала. Наруто, да, чакру ты потратила целую четверть твоего резерва. Для первого раза это сложно. Мина, будем учить новые техники. Наруто, нет, ты должна отточить эту технику. Мина, хорошо. Она расстроилась. Ведь думала, что Наруто научит её большему. Наруто, не расстраивайся, завтра мы научимся использовать клонов. Завтра ведь у вас выходной. Мина, ура. Дальше Мина начала оттачивать технику. Когда и клон Наруто отошли от других. Наруто, всем же понятно, что это клон, так, для начала спрошу. Ты умеешь создавать теневого клона? Ёй да, но только одного. Наруто, отлично, тогда научим тебя стихийным техникам. Ёй, с какой стихии начнём? Наруто, с ветра. Смотри. Сначала складываешь эти печати, он показал печати, набираешь побольше воздуха и представляешь, как выдыхаешь прозрачную волну. Эта техника называется порыв ветра. Ёй, понятно. Я попробую. Она сложила печати, набрала воздуха и выдула его. Порыв у неё получился, но он был слишком слабым. Наруто, всё правильно, но слишком мало чакры ты подала. Добавь больше. Ёй, хорошо. Она повторила то, что сделала то этого, но добавила больше чакры. Порыв опять же получился, но он опять был слабым, хоть и сильнее прошлого. Наруто, ты боишься, что сделаешь что-то не так. Не бойся, если что я тут. Ёй, хорошо. Ёй снова повторила то, что делал предыдущие разы, но в этот раз она добавила в несколько раз больше чакры, чем в предыдущий раз. В этот раз порыв получился то, что надо. Наруто молодец, повторила с третьего раза, но всё равно есть изъяны. Повторяй, чтобы точить. Ёй, хорошо. Когда Кин и Клон Наруто отошли от других. Наруто, умеешь использовать теневых клонов? Кин, да, мой предел три. Наруто, отлично, создавай этих трёх клонов. Кин создал трёх клонов. Наруто двое пусть идут сражаться в спарринге, а третий пусть следит за боем с помощью Шарингона. Трое клонов ушли. Наруто, тебя я буду учить пользоваться стихией ветра. Тренировка со стихией ветра была почти такая же, как и Уи, но он научился использовать технику уже со второго раза и он не боялся, как Юи. Когда Мей и Клон Наруто отошли от других. Наруто так, давай я научу тебя пользоваться стихией огня. Мей, я уже могу использовать несколько техник стихии огня и несколько стихии земли. Наруто, тогда я научу тебя использовать технику оранга. Расинган. Наруто создал голубую сферу у себя в руке. Наруто эта техника сложна тем, что для ее использования нужно иметь очень большой контроль над Чикурой. Ты должна вращать во все стороны, в одно и то же время. Несмотря на размеры, эта техника может пробить земляную стену толщиной 4 метра и это еще не все. Технику можно увеличивать. С увеличением увеличивается и наносимый урон, то есть, если шар вырастет в 2 раза, он пробьет стену уже толщиной 12 метров. Меова. Очень сильная техника. Я вроде слышала, что ее создал Минато-сан. Наруто так и есть. Ее создал отец. Непонятно. Наруто достал из пространственного кармана шарик с водой. Наруто вот держи. Ты должна лопнуть этот шар с помощью чакры, которую будешь вращать внутри. Меи хорошо. Меи тренировалась около часа и все-таки лопнула шарик. Наруто достал из пространственного кармана уже резиновый шарик и без воды. Наруто теперь ты должна делать то же самое, но уже с этим шариком. Меи хорошо. На этот раз она провозилась 2 часа. Мея все. Наруто отлично, теперь вот тебе обычный надутый шар. Ты должна вращать чакру внутри него, но теперь чтобы он не лопнул. На этот раз у Меи никак не получалось это сделать. Они провозились до заката. Наруто ну, все. Завтра продолжим. Меи хорошо. Клон развеялся, а Мея пошла к настоящему Наруто. Вот все собрались у настоящего Наруто. Наруто на сегодня все. Завтра в 9 утра продолжим, а теперь расходимся. Юи, Кин и Наруто с Меи и Миной разошлись. Комментарий к тренировке с командой Миной. Последняя глава на этой неделе. После тренировок Наруто с Меи и Миной пошли домой, а по дороге они разговаривали. Мина, братья, это было очень сложно, но весело. Мей да, я с этим соглашусь. Наруто кажется, я первый раз вас тренирую. Давайте пойдем в какой-нибудь ресторанчик, где продают жареное мясо. Мне есть захотелось. Мина, хорошо. Мей, я откажусь. Наруто, почему? Мей, я вообще-то девушка. Наруто, и что? Мей, мне вообще-то надо за собой следить. Наруто, ну как хочешь. Не понимаю я вас, девушек. Тебя проводить? Мей, нет, я сама смогу дойти. Наруто, ну хорошо, если что направь чакру в печать. Как-никак от тренировок ты сильно устала. Мей, хорошо. После этого они разошлись. Через 10 минут они дошли до какого-то ресторанчика, где мясо готовит сам посетитель. Они вошли, их встретила девушка. Девушка, здравствуйте, Наруто-сан, у вас забронирован столик или вы без записи? Наруто, мы без записи. Девушка, хорошо, проходите за мной, я покажу вам ваш столик. Наруто, хорошо. После этого Наруто именно последовали за девушкой. Пока они шли, они заметили, что за одним из столиков сидит команда 10. Когда они проходили мимо столика. Наруто, здравствуйте, Асума-сан, привет, Шика, Чоджи, Инна. Мина, здравствуйте. Команда 10, привет. После этого Инна взяла тискать Мину. Инна, какая милашка. Асума, слышал, ты команду взял. Ну как тебе в роли сенсия? Сложно. Наруто, нет, совсем нет. Мы как раз примерно полчаса назад тренировались. Асума, понятно. Инна, как я помню, одна из нашего клана в твоей команде. Наруто, верно. Её зовут Юи? Инна, да, точно. Чоджи, всё-таки ты удивителен. Мы же одного возраста, а ты уже элитный аджанин. Наруто, ну меня начали тренировать раньше вас. Шикомару физически, да, а умственно нет. Но всё равно ты в игре Сюги меня побеждаешь. Наруто ум нельзя определить только по игре. Шикомару это не только по игре, понятно. Наруто, ну ладно. Мы, пожалуй, пойдём за наш столик. Всем пока. Инна, ты можешь её тут оставить. Я тебе её приведу. Мина, я бы хотела пойти с братиком. Инна, эх, ну ладно. Инна, отпустила Мину. Мина, до свидания. Команда 10 пока. После они прошли к своему столику, им выдали несколько кусочков мяса, Наруто пожарил всё, они поели и пошли домой. Дошли до дома за минут 20. Когда вошли, все были на кухне и даже больше, там была Югита. Наруто, Наруто и Мина вошли на кухню. Наруто и Мина, всем привет. Остальные привет. Наруко кушать будете? Наруто нет, мы только недавно поели. Наруко, эээ, а то что я готовила? Наруто извини, но я наелся. Но мы все съедим потом. Мина, оха. Наруко хорошо. Югита, Наруто, можно с тобой поговорить? Просто мне нравится один парень, но я не знаю как признаться. Наруто, да, конечно. Задавай вопросы, я отвечу. Чем смогу-помогу? Югита, давай наедине. Наруто, хорошо, идём в мою комнату. Они прошли в его комнату. Наруто, ну так с чем тебе помочь? Югита, как ты думаешь, как можно признаться, чтобы потом не жалеть? Наруто, ну думаю, просто взять и поцеловать. Если я ответил на поцелуй, то считай вы пара, если нет, то он тебя отверг, но жалеть ты не будешь из-за того, что сделала, что хотела. Югита, ч, а что? Прям так? Наруто, ну я в этом не знаток. Как-никак это мне признавались, а не я. Югита, понятно. Ты тогда. Они шагнула вперёд, поцеловала Наруто. Наруто не знал, что делать. Он чувствовал, что все за эвэйними следят, и раз они не вмешались, то они против ничего не имеют. У Югита уже начали собираться слёзы на глазах. Тот, кого она любит, не отвечает взаимностью. Она хотела уже от него отстраниться, но Наруто всё же ответил. Он начал отвечать на её чувства. Теперь слёзы горечи стали слезами радости. Наруко максимум десять девушек. Включи меня. Наруто хихи. Наруто немного смущён и почесал свой затылок. Карумину раз Югита тут сегодня первый день, то она может спать вместе с Наруто. Гаре, а я же не спала с ним. Наруко, ну тогда ты тоже, а потом сделаем график. Наруто, мысли, чувствую себя вещью, причём вещью, которую сдают в аренду. Наруто, ну я спать, попрошу не шуметь. Меймина, вам тоже советую. Меймы ляжем чуть позже. Наруто, ну как знаете, позавтра в восемь часов ровно встаём. Меймина, хорошо. После того, как Наруто лёг спать, девушки спустились вниз. Наруко, эх, всё же если у Наруто будет больше десяти девушек, я не выдержу. Остальные я тоже. С Ацукими, осталось три места. Миной я тоже буду девушкой-братика, а потом и женой. Наруко до этого ещё далеко. Мы сами ещё не его жёны. Мина всё равно рано или поздно я ей стану. Остальные не только ты. После этого они ещё болтали и разошлись спать. На следующий день, Наруто проснулся в восемь часов ровно, разбудил Мю и Мину, пошёл сделать все водные процедуры, они доели вчерашний ужин и пошли на полигон. На полигоне уже ждали Кин и Йои. Наруто сегодня так же как и вчера разделимся. Наруто создал клонов, клоны пошли тренировать генинов, а оригинал Мину. В принципе тренировки были те же, но Наруто сегодня научил её создавать теневых клонов. Во время тренировок к нему приземлилась Шисуи. Флешбек, Шисуи привет. Наруто привет, что-то понадобилось? Шисуи нет, помнишь я говорил про благодарность. Так вот, у меня сегодня свободно, так что как начать прогулки вечером? Наруто я не против. Шисуи отлично. Приходьте по этому адресу. Наруто хорошо. После этого Шисуи ушла. Наруто после тренировки отправился к кварталу учих. Вот он уже подходит, но его останавливают. Стражник, здравствуйте Наруто-сан, зачем пришли? Наруто к своей подруге. Мы собираемся погулять. Можно? Стражник, да, проходите. Наруто вошёл в квартал и пошёл в сторону дома Шисуи. Дошёл он за два минуты. Он подошёл к двери и постучил в неё. Через буквально три секунды послышались шаги, а ещё через тридцать дверь открылась. Перед Наруто стояла удивлённая Шисуи. Шисуи, а что тренировки так быстро закончились? Наруто вообще-то сейчас уже вечер. Шисуи что? Уже? Наруто да. Шисуи, чёрт, я ещё не готова, проходи. Они вошли в дом и прошли в гостиную. Шисуи, пожалуйста, подожди буквально пять минут. Наруто хорошо. Шисуи спасибо. После этого Шисуи побежала на второй этаж. Шисуи. Чёрт, как я могла так замечтаться? Но признаю, мечты у меня хоть и странные, но я этого очень хочу. Хочу, чтобы я с Наруто были вместе, пусть я буду не одна, пусть мне придётся уйти с карьеры Шиноби, я хочу быть с ним. Но это невозможно, он младше меня на целых одиннадцать, не знаю точно, но пусть будет так, лет. Эх, всё-таки мечтать не вредно, но когда осознаёшь, что это только мечта, такого не будет, становится грустно. Ну я, пожалуй, с ним хотя бы дружеские отношения заведу. Так сначала надо принять душ. Таймскип десять минут. Так душ принят, теперь надо выбрать, что одеть. Надо, чтобы было красиво и не теснило движение, если мы захотим устроить парринг. Так. Таймскип пять минут. Ну всё, готово. Пора спускаться. Энт Шисуэ. Шисуэ спустилась вниз, Наруто в это время рассматривал фотографии. Шисуэ, прости, немного задержалась. Наруто, ничего, я привык. Шисуэ, понятно. Ну, пойдём. Наруто, оха. Наруто поставил фото на место и они вышли из дома. Они направились в какой-то ресторанчик. Так. Добрались до нужного заведения не за десять минут. Это был ресторанчик с Данго. Наруто, любишь Данго? Шисуэ, да, идём. После этого они прошли вовнутрь, сели за свободный столик и через минуту к ним подошёл официант. Официант, здравствуйте, что будете заказывать? Шисуэ, мне, пожалуйста, пять палочек Данго и яблочный сок. Официанта, вам? Наруто, мне, пожалуйста, десять палочек Данго и чай. Официант, ваш заказ принесут через десять минут. Наруто и Шисуэ, хорошо. После этого официант ушёл. Наруто, слушай, а как ты получила мангекё шарингон? Шисуэ, я пробудила их на задание. Я тогда впервые пошла на задание в роли Анбу. Сначала я сдружилась с одной Анбушницей, но она умерла на моём первом задании, прикрывая меня. Тогда я и пробудила мангекё. Наруто, понятно. Через десять минут, как и сказал официант, он принёс их заказ. Поели они быстро, за пять минут. Когда было время платить, Шисуэ вдруг поняла, что не взяла кошелёк. Наруто платил заказ, но Шисуэ всё время говорила, что вернёт, так как она должна была его отблагодарить. Наруто давай договоримся. За место оплаты давай сразимся в спарринге. Шисуэ, хорошо. Я даже буду рада. Наруто, вот отлично, идём на полигон семнадцать. Они направились на полигон семнадцать. Дошли они за минут пятнадцать. Они вошли на полигон, встали по разные стороны полигона. Наруто создал клона, который дал отмашку. Бой начался. Они побежали друг на друга. Сначала они дрались в Тайдюцу. Они дрались сначала на равных, но как и в прошлый раз Наруто начинал ускоряться. Шисуэ активировала Шаринган, который помогал в течение три минут, потом он стал бесполезен. Шисуэ активировала Мангикё, с которым продержалась уже минут пять, но всё равно он стал бесполезен. Она отпрыгнула и выпустила в Наруто огненный шар. Наруто сразу отреагировал и запустил водяного дракона, который поглотил огненный шар и полетел дальше на Шисуэ. Шисуэ активировал Сусана, который защитил от водяного дракона. Она метнула копию Сусана в Наруто. Наруто на это активировал свой Сусана, как описалось в главе, с парингом Квашшисуэ, техника скопировалась не полностью. Она скопировалась не полностью, потому что взята только основа. То есть его Сусана отличается от любых других Сусана. У него появился свой собственный Сусана. Его Сусана был черного цвета, с салатовыми и со знакомыми на груди. Она поймал копию Сусана Шисуэ одной рукой. Наруто, мысли, понятно. Теперь понятно, почему техника скопировалась не полностью. Шисуэ все же против тебя мне не тягаться. Ты слишком сильный. После этого ее Сусан развеялся, а она сама начала падать, но Наруто вовремя ее поймал. Он положил ее спиной к дереву и прикрепил ту же печать для ускорения восполнения очага. Через 10 минут она проснулась. Шисуэ долго и провалялась. Наруто нет, всего 10 минут. Шисуэ понятно. Наруто, помнишь, ты говорила, что тебе со мной не тягаться? Шисуэ да. Наруто, ты ошибаешься. Ты, пожалуй, самая сильная, с кем я сражался. Ну, кроме Пейна. Шисуэ, ну мы же тогда проигрывали тем Нукининам. Наруто, у них было особое оружие. Сами Хадожевой меч способны поглощать чакру и передавать ее своему владельцу, которого выберет достойным. Шисуэ спасибо, что утешаешь, но не стоит. Наруто, почему же? Я это серьезно. Шисуэ знаешь? Наруто. Шисуэ, я тебя люблю. Я понимаю, что ты не захочешь быть той, кто старше тебя на 11 лет, но все же хочется узнать. Наруто Ха. Может, телесно ты и меня и старше, но духовно мне сейчас 28. Шисуэ. Наруто, я был в мире призыва 8 лет, в котором один год равен один неделе тут. Шисуэ, то есть это. Наруто подошел к ней и поцеловал. Шисуэ сразу ответила. Когда они отстранились, Наруто улыбался. Наруто, да, познаешь. Мне кажется, мы поменялись ролями. Шисуэ, походу, да. Наруто и Шисуэ, ха-ха-ха. Наруто, ну что же, пора домой. Теперь ты живешь со мной. Вещи завтра заберешь. Шисуэ, оха. После этого они отправились домой. А им еще другим девушкам говорить. Наруто и Шисуэ пришли к дому. Они вошли. Как только они вошли, на Наруто прыгнула Мина. Мина, братик, где ты был? Наруто, я гуляла Шисуэ. Она, кстати, будет жить с нами. Мина слезала с Наруто и подошла к Шисуэ. Мина, здравствуйте, я Мина. Приятно познакомиться. Шисуэ, привет, я Шисуэ. Мне тоже. Наруто, кто-нибудь дома? Мина, да, все кроме Югита. Она вышла в магазин. Наруто, понятно. Вдруг Наруто почувствовал так бесячу его чакру возле Югита. Он развернулся и хотел уходить, но... Мина, братик, ты куда? Ты же только пришел. Наруто, Мина, покажи, пожалуйста, Шисуэ и ее комнату. Мина, хорошо. Вдруг к ним прибегает Каруми. Каруми, Наруто. Наруто, я уже почувствовал. Наруто вышел, вошел в режим отшельника и побежал. Наруто, мысли, только бы успеть. Только бы успеть. Вдруг он почувствовал, что чакра Югита пропала с деревни. Наруто, нет, 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 нет. У него активировался иньянган и вся сторона янь исчезла. Теперь в его глазах была только инь сторона. Он начал покрываться броней. Его силы многократно увеличились. Теперь он чувствовал все в радиусе 5 километров. К счастью, Югита была в этом радиусе. Он сразу же побежал в сторону Югита. Добежал он за несколько секунд. Он не вышел из режима отшельника, скорость и так большая. А он еще в броне, которая увеличивает его возможности в раз 5. Когда он добежал, там лежало только тело Югита. Даже двухвоста не было внутри Югита. Наруто сразу подбежал к Югита. Он коснулся ее тела и попытался воскресить. Что у него, конечно, получилось. Югита начала шевелиться. Глаза Наруто снова начали меняться. Теперь там была только страна Ань. Броня окрасилась в белый цвет. Югита, ты меня воскресил. Наруто, да. Если бы не воскресил, то себя бы не простил Югита. Он забрал Маттаби. Наруто, не волнуйся, мы ее выпустим. Югита, хорошо. Наруто, пошли назад. Югита, оха. Пойдем. С Наруто пропала броня и отключились глаза. Наруто поднял Югита на руки и после этого они отправились назад в деревню. Прибыли они через минут пять. Когда они прибыли, они зашли в дом. Их встретила Каруми. Каруми, как все прошло? Наруто, он сбежал и забрал Маттаби. Убил Югита, но ее я воскресил. Каруми, понятно, дело плохо. Наруто, да, скорее всего, скоро будет возрожден Десятихвостый. Югита Десятихвостый. Наруто, да, надо отправить клона за отцом. После этого он создал клона, который отправился за Минато Акушиной. Наруто, собирай всех кроме Миямины. Каруми, хорошо. После этого Наруто пошел на кухню и стал ждать. Через десять минут все были в сборе, то есть это Минато, Акушина, девушки Наруто и собственно сам Наруто. Наруто так, для начала, отец. До сих пор не было приглашения на совет пять Каги. Минато буквально сегодня. А трой Каги Наруто понятно, это хорошо. Так теперь объясню. Вдруг послышался громкий стук в дверь. Наруто пошел открыл, а за дверью стояла Канан с телом Нагаты на плечах. Канан явился черный зецу, забрал Ринниган Нагаты и убил его, пока никто не заметил. Можешь снова помочь? Наруто проходи. Положи его на диван. Канан сделала как и сказал Наруто. После этого Наруто снова воскресил его, после он упал на колено с одышкой. Девушки Наруто. Они все встали и были уже готовы подходить к Наруто, но Наруто ничего. Просто устал. Как-никак два раза пользовался этой техникой. Сацуки с тобой все в порядке? Наруто да. Садитесь обратно. Канан, ты тоже послушай. Не волнуйся, он просто спит. Канан хорошо. Все расселись по местам. Наруто и так, Канан. Ты знаешь зачем вам хвостатые? Канан для вечного гендюцу. Наруто нет. Не знаю знает ли масочник про Планзицу, но его цель это освободить Кагуа Асуцуки. Прародительницу чакры. Гара разве не Рикуда Сианин является прародителем чакры? Наруто нет. Кагуа Асуцуки его мать является первым пользователем чакры. Она поглотила плод тем самым получила чакру. Рикуда Сианин или же Хагар Маасуцуки же разделил чакру на всех людей. Гара понятно. Наруто вообщем, надо остановить их, до того как Кагуа Асуцуки выберется. На собрание Кагия и Каруми идем с тобой отец. Минато хорошо. Отправляемся завтра утром. Наруто понял. Ну теперь можем расходиться. Я спать, я устал. После этого Наруто пошел спать, Минато с Кушиной сначала помогли Канан донести Нагата до дома, а потом и сами пошли. Девушки Наруто разошлись по комнатам и также легли спать. Утром Наруто встал в семь часов ровно и пошел сделал водные процедуры. После них он спустился вниз. Внизу была только Каруми. Она готовила омлет. Через минуты три они поели и начали собираться. Собрались они за полчаса. Они уже выходили, но чтобы другие не волновались, они оставили записку. В этой записке было написано так, мы уже ушли, не надо беспокоиться. Мы вернемся сразу после собрания. Предупредите команду 17, что миссии не будет, но тренировки никто не отменял. Так что потренируйте их пожалуйста. Как только они вышли из дома, они направили к дому Минато. Вот они уже были перед дверью дома. Они постучались и им открыла дверь Кушина. Каруми, здравствуйте, Кушина-сан. Наруто, привет, мам. Папа собрался. Кушина, привет. Да, сейчас его позову и Каруми называй меня мамой. Каруми, простите, но я не могу. Кушина, эх, ну ладно. Проходите. Наруто и Каруми вошли в дом, прошли в гостиную и стали ждать. Минато спустился спустя два минуты, как за ним пошла Кушина. Минато, ну что? Отправляемся. Наруто и Каруми, да. Минато, тогда я просто нас телепортирую. Минато поставил руки на плечи Наруто и Каруми, они оказались перед воротами Страны Железа. И встретил Стражник. Стражник, здравствуйте, вы пришли на собрание Каги? Минато, да. Я Минато Намикадзе, являюсь Каги Канохи. Наруто, я Наруто Узумки Намикадзе, являюсь сопровождающим Хакаги. Каруми, я Каруми Узумки, являюсь сопровождающей Хакаги. Стражник, хорошо, проходите. Они прошли в Страну Железа. Минато собрание состоится завтра. Я пойду забронирую номера в гостинице, а вы пока можете осмотреться. Наруто, хорошо. На этом моменте они с Минато разделились. Наруто и Каруми пошли гулять по стране, а Минато, как и говорил, отправился в отель. Каруми и Наруто уже больше часа гуляют по стране, как вдруг Наруто остановился. Каруми, хочешь повидаться с Расой и Саном? Наруто, да. После этого они пошли к главным воротам, ведь именно там сейчас находится Раса. Добрались они быстро. Они успели прийти до того, как он ушел. Наруто, здравствуйте, Раса-сан, привет, Конкура, Тимари. Каруми, здравствуйте. Раса, Конкура и Тимари, привет, Наруто, Каруми. Раса Агару не с тобой? Наруто, нет, она осталась в деревне. Раса, понятно, жаль, конечно, что ее не увижу, но что поделать. С ней все хорошо. Наруто, да, с ней все хорошо. Вы же знаете, что Акацуки собирают хвостатых. Раса, да, я помню, как они заявились в деревню. Наруто, я знаю, что они задумали. Раса, да. И что же? Наруто, я собираюсь рассказать это на собрание. Им остался только Девятихвостый. Раса, почему ты так думаешь? Наруто, когда Двухвостый они захватили, Райкаги и пальцем не повел, но дженчурики Восьмихвостого он считает своим братом, а раз это он собрал собрание, то Восьмихвостого уже захватили. Раса, это логично. Ну, мы пошли. Поговорим на собрание. Наруто, да. До свидания. Раса, пока. После этого они разошлись. Ко Руми пойдем в отель. Наруто, да, но если ты хочешь погулять, то... Ко Руми, нет, я немного устала. Наруто, хорошо. После этого они направились в отель. На следующий день, утром. К ним пришел Минато. Наруто открыл дверь. Минато, Наруто, нам пора. Наруто, хорошо, два минуты. Минато, я подожду. После этого Наруто разбудил Ко Руми, они оделись, вышли из номера и вместе с Минато пошли на собрание. Когда они пришли, за столом сидели все Каги. Минато, доброе утро. Извините за опоздание. Минато прошел на свое место, а Наруто с Ко Руи встали в задень его. Мифу не собрание Каги объявляется открытым. И это уже недопустительно. Акацуки захватили почти всех хвостатых. Остался только Девятихвостый. Мы должны спрятать джинчурики. Наруто, я уже не являюсь джинчурики. Эй, чего? Минато, он освободил своего хвостатого, в его мир. А Наки, что это значит? Наруто, мой призыв это лисой. Я выпустил Девятихвостого в том мире. Эй, так даже лучше. Наруто, Райкаги, сама позвольте спросить. Что вы делали, когда джинчурики Двухвостые похитили? Эй, она была отбросом. Мне плевать на нее. Я специально отправил ее на миссию, где она погибнет. Но я не ожидал, что из нее извлекут хвостатого. В одно мгновение Наруто оказался около Райкаги. Наруто, она не отброс, а моя будущая невеста. Тебя убить мало, чтобы наказать. Эй, что она жива. Тогда верните ее в мою деревню. Наруто размечтался. Я воскресил ее после того, как из нее извлекли хвостатого. Она перестала быть шина без деревни облака еще когда умерла. Эй, сопляк, ты что себе позволяешь? Хакаги угомоня своего красеныша. Минато, во-первых, он не красеныш, а мой сын. Во-вторых, я с ним полностью согласен. Вдруг появилась воронка, из которой вышел Абита. Абита, ой, ой, ой. Ссоры между Каги. Эй, ты. Райкаги полетел на Абита, но просто прошел мимо. Наруто послал клона, чтобы что-то сказать? Тогда говори. Абита, все же ты слишком опасен, Наруто Узума Кинамикадзе. Ну, ты прав. Отдайте нам восьмихвостого и девятихвостого, и вы будете счастливы в вечном сне. Эй, вы и так забрали Бии, еще говори, чтобы мы его отдали. Ты издеваешься. Абита у нас только щупальца восьмихвостого, он подменил себя на его. Эй, значит, он еще жив. Абита, что же вы ответите? Наруто, отказываюсь. Я бывшей дженчурики Девятихвостого не позволю забрать моего друга. Абита, тогда я объявляю четвертую мировую войну Шиноби всем пяти великим деревням. После этого он пропал в воронке. После ухода Абита все сели на свои места. Минато, надо собрать альянс Шиноби. Райкаги зачем? Мы и сами сможем разобраться. Наруто совсем мозги отшибала. Райкаги сосунок имей уважение. Я Каги. Наруто, мне плевать, кто ты там. Для меня ты не лучше мусора. Нет, не так. Ты в тысячу раз хуже мусора. Райкаги все доигрался. Райкаги полетел на Наруто с занесенным кулаком. Наруто просто уклонился. Райкаги включил покров молнии и снова полетел на Наруто. На этот раз Наруто не уворачивался от удара, на этот раз он поймал кулак Райкаги. Не фуни Райкаги дано, прошу сядьте на свое место. Райкаги появ. Он вернулся на свое место, а Минато продолжил. Минато если он объявил войну, то у него есть войско. Наруто верно. Скорее всего у него несколько десятков, а может и сотен тысяч зитсу. Райкаги ты откуда знаешь? Что с ним заодно? Наруто в отличие от тебя у меня есть информации. Я знаю зачем им хвостатые. Мифуни Наруто-сан, можете объяснить? Райкаги-сан? Мифуни дано, вы что уважаете этого сосунка? Мифуни он будущий глава клана Узумаки, а значит к нему перейдет право на остров и он вполне может возродить деревню Узуши. Райкаги чего? Чтобы ее опять потом уничтожили. Мифуни не думаю, что даже у нас всех хватит сил победить его одного, хотя мы все тут самые сильные шины без своих деревень. Райкаги не переоценивайте его. Мифуни я и не собираюсь. Но думаю можно продолжить. Наруто-сан. Наруто конечно. Им нужны хвостатые для возрождения десятихвостого, а затем и освобождение из запечатывания Кагуа Ацуцуки. Раса Кагуа Ацуцуки? Наруто да, прародительница чакры и богиня кролик. Райкаги что за вранье? Прародителем чакры является реку Досинин. Наруто думаю, что древние лисы мудрее мусора. Райкаги достал. Мифуни Райкаги дано, можете вызвать его на дуэль после собрания. Наруто я не против. Мифуни Наруто-сан, у вас есть доказательства. Наруто могу призвать Девятихвостого. Мифуни он не будет крушать деревню? Наруто нет. Мифуни хорошо, пройдемте на улицу. Но, перед тем как его призвать, поставьте пожалуйста иллюзорный барьер. Наруто в этом нет нужды. После этого Наруто начал складывать печати. Мифуни стой. Из дымки вышел человек с Девятью лисьими хвостами. Курамо привет Наруто, чего вызывал? Наруто привет, надо подтвердить мои слова. Курамо какие? Наруто кто является природителем чакры? Курамо ну кагу ацуцуки. Райкаги это не Девятихвостый. Курамо чего? Ты еще кто? Наруто это мусор, ну или Райкаги. Курамо а? Тот что джинчурики Мататаби на верную смерть отправил? Наруто ахо. Курамо можно его убить. Наруто сам бы хотел, но нет. Мифуни кахаем, кахаем. Мы вам не мешаем. Курамо да вроде нет. Как я понял это собрание каги. Что случилось? Наруто намечается война. Почти все хвостатые собраны. Курамо вот это уже плохо. Я пожалуй останусь в этом мире. Наруто уверен? Курамо да, тебе в битве помогу. Наруто ну ладно. После этого Курамо протянул кулак Наруто, который протянул свой в ответ, потом они стукнулись. После этого Курамо стал преобразовываться в чакру и переходит в Наруто. А на ки он выдержал повторное запечатывание. Как такое возможно? Наруто очень просто. Человек умрет если в него второй раз запечатают хвостатого, но если хвостатый сам захочет назад, то джинчурики выживет. Мифуни давайте снова продолжим. Кагида. Все снова расселись по своим местам, они ведь хотели идти на улицу, вот остались стоять когда Наруто призвал и общался с Курамой. Мифуни кто за создание альянса Шиноби. Руки подняли все. Даже Рай и Каги. Мифуни раз все за, то кто будет главнокомандующим. Мей я предлагаю Наруто Узууму Кинамикадзе, он сильный Шиноби опыт есть. Наруто я отказываюсь. Лучше сделать главнокомандующим одного из Каги. У Каги есть опыт в командовании. Минато, но у тебя же есть команда. Наруто нет, я лучше и откажусь. Мифуни можно узнать причину. Наруто мне попросту не захотят доверять. Может Канаха и будет, но что будет с другими деревнями? Можно привести пример-то случай, когда пробуждался Марио. Мей это верно. Никто не хотел признавать, что ты такой молодой, будешь командовать. Но тогда, я выдвигаю в роль главнокомандующего Хакаги Дано. Мифуни я поддерживаю. Раса я поддерживаю. Минато я не против. А на Ки я предлагаю Райкаги Дано. Райкаги я не против своей кандидатуры. Мифуни вот и решили. Главнокомандующим становится Хакаги Дано. Теперь надо решить командиров шесть отрядов. Минато я предлагаю Цунадисинджу как командира отряда Ирионинов. Мифуни кто-то возражает. Никто не поднял руку. Мифуни тогда Цунадисинджу признается капитаном отряда Ирионинов. Раса предлагаю свою дочь как командира атак дальней дистанции, а также главным полком. Райкаги предлагаю Даруи как командира атак средней дистанции. А Наки предлагаю Кенсуча как командира атак на ближней дистанции. Мей предлагаю Мифуни Дано, как командира специальных заданий. Мифуни предлагаю Какаши Хатаки как командиру отряда на средней и ближней дистанции. Мифуни кто-то против. Никто снова не поднял руки. Мифуни тогда так и оставим. Теперь нам нужен стратег и капитан разведывательного подразделения. Минато предлагаю Шикамару Нара в роли стратега и Инаичи Яманако в роли капитана разведывательного подразделения. Снова все промолчали. Мифуни отлично. На этом собрание закончилось. После этих слов все начали расходиться. Когда Наруто, Каруми и Минато вышли из зала, их окликнул Райкаги. Райкаги Наруто Узума Кинамикадзе. Я вызываю тебя на бой. Наруто с радостью принимаю. Райкаги Наруто прошли на полигон за зданием. Райкаги Мифуни-сан, не будете судьей? Мифуни хорошо. Разойдитесь в разные стороны. Мифуни готовы. Оба кивнули. Мифуни начали. Райкаги сразу полетел на Наруто, но он просто так не стоял. От каждого удара Наруто лишь уворачивался. Райкаги не уворачивайся, дерись в полную силу. Наруто ты не заслужил моего уважения, чтобы я дрался на полную. После этих слов Наруто контратаковал. Всего лишь один удар Райкаги летит в стену. Мифуни победитель Наруто Узума Кинамикадзе. Райкаги стойте Мифуни-сан, я еще не проиграл. Мифуни-бой продолжается. После этого Райкаги включил покров молнии и снова полетел на Наруто. Наруто что первого раза не хватило? Райкаги снова и снова пытался попасть по Наруто, но все никак не получается. Наруто все время уворачивался. Он не наносил серьезных повреждений из-за того, что Каги – это важная единица войск. Да, это дуэль, но все же без командира, войска – это ничто. Наруто – это все надоело и он решил закончить дуэль. Он мгновенно сократил расстояние между ними и заблокировал чакры Киналы. Райкаги упал. Райкаги у тебя же нет Бьякугана, как ты смог заблокировать Каналы? Да и это скорость. Ты явно быстрее даже четвертого. Наруто тебя же предупреждали, да даже если бы нет, то ты же знал, что большую часть отступников из ранга из Акацуки убил я. Тут даже ребенок поймет, что я не простой противник. Мефу не победитель Наруто Узума Кинамикадзе. Это окончательно, так как чакры Каналы и Райкаги заблокированы. А теперь... Наруто-сан не могли бы вы. Наруто – да, конечно. Наруто подошел к Райкаги и разблокировал Каналы. Райкаги признаю, ты являешься сильным противником. Наруто – а я нет. До свидания. После этого Наруто, Каруми и Минато отправились в отель. Минато – возвращаемся завтра утром, а сейчас можете погулять. Захватите, пожалуйста, пару сувениров, а то Кушина меня убьет. Наруто – да, конечно. Надо же спасти отца от неминуемой смерти. Все трое ха-ха-ха. Минато – спасибо. После этого Наруто и Каруми пошли гулять, а Минато отправился в отель. Пока Наруто и Каруми гуляли, они выбирали подарки для девушек Наруто, его названных сестер, Минмы и Кушины. По окончанию прогулки, подарки были атаковы. Для Нарука – браслет с елесенком. Для Гара – цепочка с енотом. Для Шису и Сацуки по цепочке со знаком клану чих. Для Ханаби – браслет со знаком ньен. Для Карин – плюшевого волка. Для Югита – плюшевого котенка. Каруми решила взять себе цепочку со знаком ньен. Для Мин – набор деревянных кунаев. Для Микатану с языками пламени. Для Мин – макатану, без никаких рисунков, просто чайры, проводящую катану. И, наконец, для Кушины они выбирали дольше всех и ничего лучше не придумали, как снежный шар, да, да. Я знаю, что у меня нет фантазии. После прогулки и выбора подарков, Наруто и Каруми отправились в гостиницу, ведь уже был вечер. После того, как они зашли в свой номер, они переоделись и легли спать. На следующее утро, первая проснулась Каруми. Она пожарила яичницу и они с Наруто поели, так как Наруто проснулся, когда почувствовал запах яичницы. После завтрака, они переоделись и отправились за Минато. Вот они у двери номера Минато, Наруто постучался и через буквально минуту дверь открылась. Минато уже был готов. Наруто и Каруми доброе утро. Минато доброе. Ну что отправляемся? Наруто да. Они вышли из отеля, а затем из страны. Дальше Минато телепортировался с Наруто и Каруми к воротам Канохи. Их встретили все те же Изума и Котицу. Изума и Котицу здравствуйте Хакаги сама, Наруто сан. Наруто пожалуйста без суффиксов. Изума и Котицу хорошо. Минато мы пожалуй пойдем. Изума и Котицу есть. Дальше Наруто. Каруми и Минато прошли через ворота и каждый отправился по домам, но перед этим Наруто передал снежные шары чакры проводящие катану Минато. Дошли до дома Каруми и Наруто за 10 минут. Наруто постучал в дверь, и за 30 секунд Мина успела открыть дверь и прыгнуть с объятьями на Наруто. Мина братик, я скучала. Наруто меня же не было всего двое суток. Мина это много. Наруто ладно, ладно. Дома кто-нибудь есть? Мина да, все дома, но они спят. Наруто понятно. Тогда сделаем сюрприз. Хотя, он уже не получится. Мина почему? Наруто все услышали твои крики и проснулись. Мина прости. Наруто ничего. Давай пройдем в дом. Мина оха. После этого Каруми и Наруто с Миной на руках прошли в дом, а если точнее на кухню. Через 5 минут все спустились вниз. Все как увидели Наруто либо напрогнули на него как на руках, либо стояли и улыбались как сацуки. Наруто раздал всем их подарки и получил поцелуи в щеки в знак благодарности. Наруто сегодня вроде бы нет академии так. Мина да. Сегодня мы отдыхаем. Наруто тренировок сегодня тоже не будет, я отправлю клонов к кину и, они сообщат им. Значит сегодня все будем дома и во что-то поиграем. Карин давайте в карты. Никто против не был, так что они начали играть в карты. Вечером в 21 часов 10 минут они разошлись по комнатам. За весь день они сыграли в несколько настольных игр. Вот Наруто вышел из души и пошел в кровать. Когда Наруто сел на край кровати к нему зашли Югита, Шису и Гара. Шису и Наруто, понимаешь мы тут захотели. Наруто что же? Югита, ну и Наруко, и Сацуки, и все остальные твои девушки кроме нас уже занимались с тобой этим. Наруто то есть вы хотите? Гара да, мы хотим стать твоими. Наруто вы уверены? Гара да да. Только будь нежнее. Наруто возвел звуковой барьер, создал двух клонов и они стали подходить к Югита и Гаре, а оригинал подошел к Шису. Все три Наруто замкнули поцелуя с девушками. 18 плюс, опишу кратко, никаких подробностей, для начала начались ласки. Наруто ласкал девушек. Дальше девушки решили сделать приятно Наруто, а поэтому клоны исчезли, а теперь Наруто лежал на кровати, Шису сжала его член между груди и дурачила ими, а также засунув его головку себе в рот. Гара присела так что, ее киска касалась лица Наруто, а сам Наруто лизал ее клитор. Югита временем менялась с Шису. Занимались сексом они около три часов, затем все уснули. Проснулся Наруто в девять часов ровно утро. Он встал, сходил, сделал водные процедуры, спустился вниз. Внизу были Наруко и Шису. Наруто доброе утро. Шису и Наруко доброе. Наруто сегодня я отправляюсь в мир призыва. Наруко, эх, думаю именно будет скучать. Шису и каждый в этом доме тоже. Наруто остается только надеяться, чтобы там время текло намного быстрее, чем здесь. Наруко, да. Наруто, я снова попрошу вас тренировать мою команду. Особенными, ведь я собираюсь отправляться в третий призыв вместе с ней. Наруко, скорее всего, это будет после войны. Наруто, кто знает. Но осталось подождать, чтобы все проснулись и Мина вернулась после Академии. Потом мы попрощаемся и я отправлюсь. Шису, а что ты скажешь своей команде? Наруто, мне я скажу все так же, как и вам всем. А насчет Кенери, то я уже сообщил им, когда отправил клонов. Шису, понятно. Дальше день прошел как обычно, но теперь перенесемся во время, когда Наруто отправляется. Наруто, ну, мне пора всем пока. Наруто начал складывать печать как. Минаруто, я люблю тебя. Наруто чего? После этого он пропал в дыму. Наруто оказался на горе, но он не предал этому значения. Наруто, что это сейчас такое было? Курама, ментально, какая там по счету? А, точно девятая. Тебе призналась в любви девятая девушка. Наруто, и что мне делать? Курама, ментально, просто прими живи. Все равно у тебя тоже есть к ней чувства. Наруто, да, но они чисто семейные. Я считаю ее сестрой. Курама, ментально, и что? Ничего, перерастит. Как снарука. Наруто кто знает? Вдруг Наруто будто очнулся после сна. Он быстро просканировал местность, как просканировал, просто проверил, есть ли тут кто с помощью чакры, и нашел гигантский сгусток чакры. Наруто не понимал, у кого может быть столько чакры, что ее столько же, как у всех хвостатых вместе взятых. Он обернулся, ведь этот очаг чакры был прямо, сзади него. Обладателем стольким количеством чакры, оказался дракон. Мифическое существо, ящерица с крыльями, что плюется, или как там, огнем. Дракон кто ты человек? Раз ты сюда попал, то ты не являешься обычным. Даже Ацуцуки сюда попал лишь однажды, и он был главой своего клана, а ты им не являешься. Так кто ты такой? Наруто Яя и Наруто Узуума Кинамикадзе. Извините, что потревожил. Дракон в тебе есть чакра десятихвостого, но ее слишком мало. Вдруг из Наруто выбиралась оранжевая чакра. Дракон никогда не видел такого. Из чакры произошел Курама. Курама Яя Курама, Яя являюсь одним из Д-9 Биджу, созданных из чакры Д-Джуби. Драконова кто-то смог разделить Джуби. Назови его имя. Курама Яя его зовут Хагар Маасуцуки, и этот человек является его эрой инкарнацией. Дракон понятно, не бойтесь, я не буду вас трогать, а даже позволю, подписать со мной контракт, а также обучу. Мне интересно, что с тобой станет Наруто. Наруто, спасибо. Могу я спросить. Я какая разница времени между нашими мирами? Дракон разницы нет, но я могу ускорить время тут. Так что не переживай. Когда ты научишься всему чему я тебя научу, то в твоем мире не пройдет всего день. Наруто понятно, тогда давайте приступим. Дракон конечно, но запомни. Учение будет очень сложным. Наруто да. Дракон да, кстати имени у меня нет, но может звать меня Драва. Таймскип 10 лет по времени миру Дракона. Драва Наруто, я научил все что могу. Так что теперь ты можешь возвращаться в свой мир. Наруто да, но как же контракт? Драва. Я разве не сказал? Ты уже его подписал. Наруто что? Как? Драва я являюсь единственным Драконом, а это значит, что если ты изучишь режим Отшельника, то ты автоматически станешь моим продзывателем. Наруто. Наруто разве нельзя подделать режим Отшельника? Драва можно, но не режим Дракона. Есть люди, которые считают, что если они призыватели змей, и у них в режиме Отшельника появляются рожки, то они призыватели Драконов. Нет, если у них появились рожки, то они просто входят в режим Отшельника предков змей. Наруто понятно, ну тогда я отправлюсь. До свидания Драко. Драва пока. После этого Наруто пропал в вспышке дыма. А теперь расскажу, как изменился Наруто. Сначала способности. Драко загонял его в физическом плане настолько, что он без какого режима, способен победить 3D-4, это количество самих хвостатых, а не их хвостов, то он есть однохвостый, двухвостый, трехвостый. Если выйдут против Наруто, то победит Наруто, хвостатых. В режиме Отшельника Лисов 5-6 хвостатых, а в режиме Дракона 8-9 хвостатых. Дальше он изучил очень много новых техник, и для создания техники ему требуется лишь произнести название в уме. Насчет внешности то лицом он лишь похорошел, но не постарел. Как сказал Драва, время в его мире идет, но человек стареет в 5 раз медленнее, то есть он постарел, лишь на 2 года. Мышцы у него не росли, как были нормальными, так и остались. Это из-за того, что Наруто для этого использовал чакру, сам придумал, не знаю есть такой в аниме, но перекачанных там не видел. Но вернемся к Наруто. Наруто появился на своем полигоне, на этом полигоне сейчас тренировалась его команда. Когда его увидели, то сразу же побежали, но Ме, осталось стоять на месте. Киную и Сенсей. Наруто привет. Ме подойди. Ме послушалась и подошла. Ме привет. Она наклонила голову, сжала руки. Ме ну, ответь мне пожалуйста. Наруто, ну куда я денусь? Ме подняла голову, сакапельками слез на глазах, а потом улыбнулась, заплакала от радости, бросилась обнимать Наруто. Они простояли так около минуты, а потом отстранились. Наруто, ну раз вы тренируетесь, то я вам помогу. Как раз я много чему научился. Каруми нет. Сначала ты все расскажешь, а потом мы отпразднуем твое возвращение. Кстати, а сколько лет прошло в мире призыва? Призыв расскажешь за ужином. Наруто, в мире призыва прошло 10 лет, постарел я на 2 года. Как и оговорил мой призыв, тут прошел только день. Каруми верно, но проходите в дом. Там уже все ждут. После этого они вошли в дом, Наруто рассказал все о мире призыва, о драво и о его тренировках. От его рассказа Миногинин и его команды удивлялись, да что там все удивились. Сейчас 8 октября. Войска против Акацуки уже готовы. Завтра начнется война. Сейчас все шины бестают в 6 рядов, один отряд медики самый малый, отряд специальных миссий, отряд дальнего боя, отряд ближнего боя, отряд боя средней дистанции и отряд на средний и ближний бой, но не все так гладко. Они все вспоминают старые времена, когда они были врагами. Гара решила все это прекратить. Гару внимание. Никто не обратил на нее внимания и тогда Наруто решил привлечь его. Он выдал огромный огненный шар в небо. Все мигом перестали ругаться и обратили внимание на то место, где был Наруто, а был он около Гары. Гара спасибо. Наруто оха, обращайся. Гару внимание. Я знаю, что вы еще в обиде за прошлое время, но сейчас война, мы объединились, чтобы одолеть организацию Акацуки. Нам надо наладить отношения между друг другом, ведь если мы не сделаем этого, то умрем. Мы не будем прикрывать спину друг друга и погибнем. Поэтому, давайте хотя бы на время войны оставаться товарищами. Начался шум, но он был положительный, то есть все согласились с Гарой. Гара, давайте сегодня отдохнем, а завтра в бой. После этих слов, все начали раздвигать палатки и ложиться отдыхать. На следующее утро, шесть отрядов разделились. То есть отряд медиков остались и установили пункт лечения, а остальные отправились в разные точки, где предполагалось будут войска вражеской тороны, по расчетам Шикако. Наруто создал клонов и отправил с каждым отрядом, но перед этим добавил в них чакру Курамы, теперь они не развеются от одного удара. Сам оригинал остался в пункте управления, чтобы отправиться туда, где будет сильнейший войн вражеской стороны. Мини, Ми, Йойкин, он запретил выходить из его дома, а вокруг его дома был установлен барьер. Вдруг клон, который был в отряде Кокоши, развеялся. Наруто, я отправляюсь к Кокоши. Тот масочник там. Минато, хорошо. Будь осторожен. Наруто, хорошо. После этого Наруто телепортировался к Кокоши. Абита, ты оригинал или клон? Наруто, оригинал я. Абита, понятно, тогда вот тебе сюрприз. После этого на Наруто полетели последние джинчурики Трехвостого, Четверехвостого, Пятихвостого, Шестихвостого и Семехвостого. Все они были под чайкрой своего бичжу, то он есть с покровом. Абита, давай посмотрим, сможешь ли ты их победить. Наруто, знаешь, что странно. Абита, и что же? Наруто, то, что я не забыл про свои способности, как обычно. После этих слов Наруто направил руку в джинчурики и они поднялись вверх. Он сделал это с помощью генома магнетизма, а после он запечатал их с помощью способности Риннигана. Абита, разобрался с ними за считанные секунды. Наруто, я и с тобой так могу. Вдруг, у Наруто появилось плохое предчувствие, которое было направлено на Гару и Каруми в одном отряде. Наруто, так, с тобой разберется мой клон, у меня плохое предчувствие. Абита испугался. Наруто, не за себя. Я оставлю тут Кураму. После этого Наруто создал клона, выпустил Кураму и телепортировался к Гаре и довольно не зря. Только что Гару и Анаки остановили один из метеоров, а после на этот метеор упал второй. Наруто моментально среагировал и создал Сусана, а после оружием разрубил метеориты, у него катана, Мадарова, Сусана. Похвально. Странно, в тебе нет чакры Учих. Наруто развеял Сусана. Наруто, понятно, Мадару Учиха. Какая честь. Мадару, назови свое имя. Наруто, Наруто, Узумукина Микадзе. Не хотите сразиться? Мадара, конечно. После этого Мадара полетел на Наруто. Сначала они дрались в Тайдюцу. Что странно, то это то, что Мадара доминировал. Только когда он начал сражаться со всей скоростью и силой без каких-либо режимов, они начали сражаться наравне. Мадарова, можешь за мной поспевать? А ты очень интересный. После этого Мадара активировал Мангекью Шарингана и снова начал доминировать. Наруто ничего не осталось как войти в режим отшельника лисов. Он вошел в него и снова бой был наравне. Мадаре даже с Мангеку становится все интересней и интересней. Мадара отпрыгнул и активировал Сусана. Наруто сделал так же. На этот раз явно доминировал Наруто, его Сусана был крепче. Мадара, ха-ха-ха-ха, я запомню твое имя Наруто, Узумукина Микадзе. Ты явно сильнее меня с Хаширомы в прошлом, но не сейчас. После этого он активировал Ринниган. Наруто, мысли, черт у него еще и Ринниган. Теперь Наруто стал жестко проигрывать Мадара все. Это вся твоя сила? Теперь ты для меня слаб. Вдруг на Мадару полетел песок. Это была Гара. Она с Каруми встали перед лежачим Наруто. Мадара, значит вы его подружки. Уйдите, я с ним разговариваю. После этого Мадарта использовала Шинар Тинси и Гара с Каруми отлетели и врезались в скалу. Мадара, теперь давай продолжим наш разговор. Ова, у тебя еще есть силы. Наруто начали покрывать черные доспехи. Наруто, как ты посмел ранить моих близких? Убью. 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 Наруто ударил Мадару, да с такой силой, что он врезался в скалу, которая была в зоне отряда Кокаши. Наруто, отведите их к медикам, пожалуйста. После этого Наруто исчез. Появился он около Мадары. Мадара, ха-ха-ха-ха. Как же я тебя недооценил. Наруто, ты пожалеешь, что ранил моих близких. Вдруг возле Наруто появился масочник и атаковал Гумбаем. Мадара, обито, отдай мой Гумбай, Наруто очень силен. Обито есть. Обито отдал Гумбай Мадаре. Кокаши, обито. Так ты жив. Обито, да какаши, а теперь раз все знают, что это я, то я спрошу. Почему ты дал Рин погибнуть? Кокаши она прыгнула на руку Щедаре. Обито не оправдывайся. Ты убил ее, хотя я просил защищать. Вдруг Мадара начал распадаться. Мадара все-таки этот способ воскрешения ненадежен. Мадара сложил печати и он перестал распадаться, а даже наоборот начал лечиться. Мадара вот и все. А я чувствую чакры Хаширамы. Хаширама Мадара опять ты делов натворил. Показал пальцем Хаширама на Мадару, а потом на Табираму. Хаширама зачем ты вообще создал эту технику? Табирама знал бы, что такое будет, не создавал. Мадара ну Наруто, давай продолжим наш танец. Мадара полетел на Мадару. Они начали бой в Тайдюцу. Мадара не успевал, он проигрывал, но в моменты, когда он мог снова умереть, он успевал отпрыгнуть. Мадара ха-ха-ха. Я Мадара Учхо, признаю твою силу и нарекаю тебя, Наруто на Микадзе Узумаки богом Шиноби этого мира. Наруто ты слишком высокомерен. Мадара Абита хватает чакры хвостатых для возрождения десятихвостого. Абита да. Мадара тогда приступай. Абита хорошо. После этого Абита ушел с места где был бой Наруто и Мадары, все другие Шиноби отправились сражаться с Абита. Мадара давай продолжим. Он создал клонов, которые покрылись Сусана. Наруто а чакры у тебя много. Мадара но у тебя ее еще больше. Наруто верно. Наруто использовал геном дерева и создал тысячерокую истину. Мадара техника первого Хакаги страхучих тысячерокая истина. Техника способная пробить Сусана за секунды. Да, но только не мой Сусана. После этого начался бой. Тысячерокая истина била медленно, но сразу несколькими руками и в конце концов пробилась у Сусана Мадары. Вдруг Наруто, Мадара и все остальные почувствовали огромных сгусток очень плотной чакры, но чакра Драва была плотнее. Мадара вот он. Десятихвостый или же Джуби. Наруто придется его призвать. Мадара чего? Наруто сложил печати и призвал Драва Мадара мысли это его призыв. Дракон. Поистине устрашающая. чакра плотнее даже чем у Джуби. Драва зачем призывал Наруто, но хотя я уже понял. Наруто сможешь разобраться? Драва ты еще спрашиваешь? Наруто давай только быстрее, а то чакра не бесконечная, а помню убралась ли чакра, когда призывный зверь находится в мире людей. Драва постараюсь как можно быстрее. Как никак, но Джуби сильный противник. Наруто хорошо. После этого Драва улетел в сторону Джуби. Мадара невероятная сила. Ты безумно силен изума кинамикадзе Наруто. Наруто давай продолжим бой. Вдруг Наруто упал на колено с тяжелой одышкой. Наруто призыв в Драва потратил почти весь запас чакры. Драва ментально Наруто ты еще не готов призывать меня, я отправляюсь назад в мир призыва, а иначе ты не переживешь. Наруто ментально что там с Джуби? Драва ментально я не успел с ним разобраться, но немного потрепал. Наруто ментально хорошо и на этом спасибо. После этого один из ужасающих источников чакры исчез. Мадара что, призыв забрал много чакры. Наруто все так же был на одном колене и тяжело дышал. Мадара я тебя не убью. Я подожду пока ты восстановишь немного чакры и мы сразимся снова. После этого Мадара ушел, а Наруто упал без сознания. Через 30 минут его подобрал Минма и отнес в мед зону. Когда Наруто был в отключке. Цунади что случилось? Минма когда я направлялся в центр сражений, увидел что Мадара ушел, а Наруто упал от истощения чакры. Цунади понятно, можешь идти продолжать сражаться. Минма хорошо. Присмотрите за братом. На это Цунади лишь кивнуло. Сначала она его обследовала, а потом его перенесли в одну из палаток. В этой палатке были Гара и Каруми. Гара что с ним? Каруми истощение чакры. Он поправится через час и три. Цунади есть какой-нибудь способ уменьшить этот промежуток времени? Каруми нет, если мы вмешаемся и сделаем только хуже. Цунади да, я это понимаю, но времени у нас в обрез. Каруми да, но нам остается только ждать. После этого Цунади ушла из палатки, а Каруми и Гара начали приглядывать за Наруто. Во время того, как Наруто был в отключке в его подсознании. Рикуда здравствуй Наруто Узуума Кинамикадзе. Я Хагар Маасу Суки или же Рикуда сыном, а ты являешься моей реинкарнацией. Вроде бы нигде не писал, что к Наруто не приходил Рикуда. Наруто здравствуйте. Рикуда я пришел сюда, чтобы передать тебе свою силу, ведь сейчас мир находится в чем, скоро мою мать освободят, реинкарнацией моих сыновей нет в этом веку, но, я уверен, что ты справишься сам. Я передам тебе свои знания и чакру, Ринниган у тебя конечно не появится, но он тебе и не нужен. Наруто то есть, я должен запечатать Кагуа Асуцуки обратно. Рикуда да, но запомни. Тебе придется сражаться не с одним Асуцуки, можно сказать, отсылка к следующей главе. Наруто я вас понял. Рикуда вот отлично. После этого Рикуда прикоснулся указательным и средним пальцем лоб Наруто. Наруто орал, ведь это было очень большое напряжение на мозг. Он орал еще около двух минут. Рикуда ты должен освоиться в своем подсознании, но запомни, времени у тебя не так много. Наруто хорошо. После этого Рикуда исчез, а Наруто начал тренировать то, что ему передал Рикуда. Момент пробуждения Наруто. В подсознании прошло около недели, а в реальном мире около часа. Наруто открыл глаза. Каруми Игар Наруто. Наруто сколько я проспал? Каруми час, хотя должен был восстанавливаться минимум три. Наруто мне сделали один очень необычный подарок. Каруми кто? Наруто Рикуда сынен. Он сначала мне объяснил что к чему, а потом помог. Каруми понятно. Наруто ну что же. Я отправился на поле боя. Не уходите отсюда, вы еще не вылечились. Каруми Игар хорошо, будь осторожен. Наруто оха. После этого Наруто отправился на поле боя, но как отправился, телепортировался с помощью Хирайшина. Наруто телепортировался к Минато. Он стоял на одном колене он на него посмотрел и вырубился. Наруто чакра истощения. Мадара, ты уже восстановился? Быстро. Наруто мне помогли. Мадара понятно. Наруто на него посмотрел и увидел то, что он был одет в белый плащ, или как это называется, вроде плащ, стумая. Мадара, теперь я стал сильнее. Наруто ты не поверишь, я тоже. После этого Мадара выхаркнул кровь. Мадара, что ты сделал? Наруто просто раздавил твою почку, но она быстро отрегенерировалась. Мадара значит меня спасли клетки Хоширмы. Наруто это ненадолго. После этого он начал сжимать органы Мадара с помощью генома магнетизма. Мадара выхаркнул очень много крови. Больше 10 литров, но все регенерировалось. Мадара ты ведь понял что это бесполезно, так почему продолжаешь? Наруто хочется сделать тебе больно, ты не подумай я не мщу, хотя нет, кого я обманываю. Я мщу, за боль которую ты причинил моим близким, хотя сам говорил мне не мстить когда умер Джирая Мадара мне это надоело. После этого Мадара полетел на Наруто, а Наруто ударил его с такой скоростью что Мадара не смог увернуться отлетел. Врезался он в гигантское дерево, которое является десятихвостом. Наруто подлетел к Мадаре. Мадара ты стал сильнее раз в десять. Наруто спасибо. После этого Наруто увернулся от удара лимба Мадары. Мадара, ты их видишь? Наруто верно. После этого Наруто отпрыгнул на десять метров, а лимба Мадара осталась на расстоянии пяти метров от Мадары. Наруто я кажется нашел ограничение этой техники. Они не могут отдаляться от тебя дальше чем на пять метров. Мадара верно, но мне этого хватит. После этого Мадара взлетел в небо и начал отрывать деревянную пластину на лбу. Там открылся ринни шеренган. После этого он посмотрел на луну и на ней появилось отражение ринни шеренгана. Мадара бесконечная цукуеме. После этого у каждого в глазах начал появляться ринни гон. Но никто не шевелился, не говорил, а просто стояли божественного древа и они стали постепенно лишаться жизненной энергии. В гиндюцу попали не все. Были исключения в виде Наруто, обито, у него же часть тела зицу, и зицу. Мадара на тебя не действует. Наруто нет, Рикуда сын, отдал мне всю свою силу и знание. Мадара понятно, ты являешься его реинкарнацией. Наруто как ты догадался? Мадара ты за час в принципе верно. Мадара я уже знаю что ты очень силен, но я сравним силой с Рикуда с Анином. Мадара полетел со всей скоростью на Наруто. Наруто идиот. Наруто снова ударил Мадару, а тот так же не смог уклониться. Мадара как? Я же сравним силой с Рикуда с Анином, как ты можешь быть быстрее меня? Наруто ты недооцениваешь Рикуда сынина. Мадара быть не может, я точно настолько же силен как и он. Наруто нет, он сильнее тебя. Он сражался против Десятихвостого, он разделил его на девять частей. Мадара и что? Я тоже могу сразиться с Десятихвостым. Наруто да ты возродил его, но в нем не так же много чакры как и когда он сражался с Рикуда. Вдруг грудь Мадара протыкает черное зицу. Черное зицу наконец-то я освобожу тебя, мама. После этого в Мадару начала течь чакра, она была плотнее чакры Десятихвостого. Мадара начал надуваться. Через 30 секунд Мадара не было в буквальном смысле. На его месте была Кагуя Ацуцуки, прародительница чакры, богиня-кролик. Черный зицу был у нее в рукаве. Зицу, мама, я смог освободить тебя. Кагуя Хагарама, как я рада тебя видеть. Зицу, мама, это не Хагарама, это его реинкарнации. Наруто он говорит верно, я являюсь лишь его реинкарнацией. Кагуя понятно. Наруто, я тоже запечатать тебя, это моя главная цель, но до этого я все же скажу. Раз ты до сих пор любишь их после того, как они запечатали тебя, ты настоящая мать. После этого Наруто использовал свой ген магнетизм и обездвижил Кагую, но он так думал. Когда он полетел на нее, она чуть не проткнула его костью, но все же Наруто успел вернуться. Он отлетел, сам, на 30 метров. Наруто, мысли, она смогла двигаться, это невероятно. Вдруг Наруто почувствовал опасность, он решил отлететь и очень быстро, он не ошибся. За его спиной открылся портал. Наруто, мысли, черт, чуть не попался, надо тщательно следить за ее движениями. На Наруто полетели волосы Кагуя, она пыталась его поймать, но он уворачивался. Вдруг Наруто почувствовал, что все люди и хвостатые бегут к нему. Им добираться около 10 минут. Наруто, мысли, надо продержаться. Рикуда сказал, что все хвостатые поделятся со мной своей чикрой и тогда, я стану по-настоящему силен. Все шиноби и хвостатые сейчас бегут в сторону, где был Наруто Кагуя. Каруми, Нарука, Минма и вся родня, кроме Мии и Мины, они же не участвуют в войне, стояли на Каруми, который бегал. Кураму, черт, все-таки черный зецу возродил Кагую. Это очень плохо. Минма, почему? Говорил, что она сильная, но чтобы Наруто с ней не справился. Кураму, он с ней не справится, если мы не поделимся с ним чикрой. Нарука, как это поможет? Каруми, после того, как Наруто получит чакру всех хвостатых, то у него появится режим мудреца. Кураму, верно, ко мне приходил отец и сказал, что если он получит режим мудреца, то его глаза станут неимоверно сильны. Он сможет запечатать ее на расстоянии, но может произойти и последствия в виде разорванных Сацукия Наруто останется жив. Если нет, то я не согласна на все это. Каждая девушка Наруто закивала, а Кушина, Минму и Минато все понимали. Кураму нет, он не умрет, просто забросит дело Шиноби и начнет продавать свои картины. Гары картины. Кураму да. Наруко он вроде бы давно не рисовал. Кураму верно, но когда он был в мире лисов, то кроме тренировок рисовал. У нас целый склад его картин. Наруко понятно. Они продолжили бежать. И вот они почти на месте. Все спрыгнули с лиса, а потом все хвостатые побежали на помощь к Наруто. Шиноби остались из-за того, что знали, что там опасно. Все девушки Наруто, мысли, Наруто, после битвы обязательно вернись. Наруто уже еле держался. Он ждал, ждал, когда хвостатые наконец придут. Вот они прибыли, Кагое сразу полетело на них, но Наруто метнул в нее Рассенсюрикен, ей пришлось отлететь назад. Сам же Наруто метнул куны с печатью бога гроба в землю перед хвостатыми и телепортировался туда. Кураму, Наруто, мы пришли. Ты готов? Ты ведь знаешь, что может случиться. Наруто, да, я готов. Кураму, тогда... Кураму протянул кулак, все хвостатые поставили свои ладони на его кулак, а затем Наруто стукнул кулаков кулак. Кураму и все хвостатые добровольно запечатались в Наруто. Кагуи вновь полетела на Наруто, а тот вошел в режим мудреца, повернулся и просто начал смотреть на нее. Вдруг Наруто отпрыгивает, отрывая свой взгляд от Кагуи после этого там где он стоял появились штыри. Наруто еще один. Ишики Кагуи Ацуцуки, я предлагаю временное перемирие. Нам надо победить его, иначе он победит нас обоих по очереди. Кагуи, я ведь тебя убила, как ты выжил? Ишики, не важно. Ответь быстро, иначе мы проиграем. Кагуи хорошо, я согласна на временное перемирие, но после того, как мы его победим, я тебя убью. Наруто сначала смотреть на Ишики. Он понял, что Кагуи будет победить легче, когда она будет одна. Наруто вот и конец. Ишики был запечатан, Наруто сможет использовать технику запечатывания всего три раза. Чтобы запечатать кого-либо, он должен войти в режим мудреца, смотреть на цель десять секунд и подать часть чакры всех хвостатых, но чтобы запечатать Кагуи ему понадобится двадцать секунд, не знаю как вы, но я думаю, что Кагуи сильнее Ишики, из-за этого он начался Ишики. Наруто так и будешь сражаться, ты ведь уже знаешь, что проиграла. Кагуи нет, я не проиграла, я смогу сражаться с тобой и без него. Наруто все равно это бессмысленно, я уже победил и ты это знаешь, ты ведь не можешь пошевелиться. Кагуи нет, я еще смогу победить. Наруто нет, ты уже проиграла, но я помогу тебе встретиться с родными до того, как я тебя запечатаю. После этого Наруто начал складывать печати. Когда он закончил за его спиной стоял Шинигами. Шинигами принц клана Узумаки, Ринкарнации Рикуда, что тебе нужно? Наруто я бы хотел попросить, чтобы вы помогли встретиться ей и встретиться со своими родными в ее подсознании. Шинигами ты ведь знаешь, что ничего не делается просто так. Хоть ты и принц клана Узумаки жизнь твою я взять не смогу, но что-то ты должен взять взамен. Наруто после смерти все Узумаки идут на перерождение, не так ли? Шинигами верно. Наруто если я умру, то не уду на перерождение, а стану вашим ужином. Договорились? Шинигами хорошо, я уважаю твой выбор, поэтому исполню твое желание. После этих слов Шинигами исчез, а еще спустя секунд пять у Кагуи потекли слезы. Кагуи Наруто Узумаки на Микадзе. Я всем сердцем тебе благодарна, спасибо тебе большое, теперь можешь меня запечатать. Говорила она это с улыбкой, а в конце закрыла глаза. Черный Зитсу нет, так нельзя. Уже было поздно и Кагуи была запечатана навеки. Черный Зитсу упал на землю, а Кагуи исчезла навсегда. Наруто сразу же оказался возле Зитсу и запечатал его в свиток, а после сжег, но как и говорил Шинигами, ничего не делается просто так. Наруто упал без сознания, а его чакра канала почти все были уничтожены. У армии Шиноби. Каруми мы победили. Она крикнула это с облегчением. Все начали радоваться. Шиноби ура. Вдруг Каруми перестала чувствовать очаг чакры Наруто. Каруми нет, нет, нет. Она побежала туда, где была битва вся в слезах. Все подумали, что что-то случилось с Наруто, а поэтому тоже побежали туда. Самый первый до туда добрался Минато с помощью Хирайшина. Он сразу проверил пульс Наруто и вздохнул с облегчением. Когда почти добежали остальные, они увидели как Минато поднял Наруто на спину и идет им навстречу с улыбкой. Все девушки Наруто и его родные начали плакать, но это были слезы счастья, облегчение, что дорогой им человек выжил. Возле Минато появились остальные Каги и Мифуни. Минато вот и все. Мы одолели противников и выиграли войну и все это благодаря одному человеку. Этим человеком является Наруто Узуума Кинамикадзе. Он герой четвертоцы мировой войны Шиноби, герой самой ужасной войны, в которой мир мог бы быть уничтоженным. Наруто Узуума Кинамикадзе пожертвовал своей карьерой Шиноби чтобы спасти нас. Запомните его на всю жизнь, ведь если бы не он, нас бы уже не было. Шиноби Ура! Слава Наруто Узуума Кинамикадзе! После этого все начали идти по неделю. Наруто проснулся в больничной палате. Курама Ментально Наруто войди в подсознание. Наруто мысленно хорошо. После этого Наруто спустился в подсознание. Там его встретили все хвостатые. Курама Наруто помнишь про то отец говорил что ты можешь потерять чакры каналы. Наруто ну да. Курама тогда забудь ты их потерял но не все из-за этого они уже отрегенерировали. Наруто ну никто же об этом не знает а значит их у меня уже нет. Курама понятно решил пожить покойной жизнью. Наруто оха. Курама хорошо иди к тебе пришли. Наруто хорошо спасибо вам всем. Надо потом поговорить с Айко сан поговорить чтобы вас извлекла но вам придется жить в мире лисов. Хвостатые ничего. Шукаку там зато нас никто не тронет. Сон да там будет мирно. Курама главное чтобы меня не убили я ведь ушел оттуда снова не вернулся. Наруто не бойся я ей все объясню. Курама на тебя все надежды. Наруто ну ладно пока всем. Хвостатые пока. После этого Наруто вышел из подсознания у него в палате были все его родные и как только Наруто открыл глаза его девушки именно сразу же на него напрыгнули. Каруми как же мы рады что с тобой все хорошо. Наруто задушите. Мина братик больше так не пугай я ведь люблю тебя. Наруто Мина сколько мне тебе объяснять ты любишь меня как брат. Каруми нет Наруто она любит тебя как парня. Наруто я мне за педофила не посчитают. По всей палате раздался смех. Наруто я серьезно. Мина когда настанет Шиноби то не посчитают. Вытирая слезы смеха сказал он Наруто эх ну что поделать. Таймскип два года. За эти два года Наруто перестал быть командиром отряда 17 его место заняло Каруми но тем не менее Юэкин которым начали встречаться все равно считают Наруто сенсием и в момент когда что-то не получается они идут за советом к нему. Также за эти два года Наруто успел очень сильно сблизиться с Мей. У них уже был секс они ходили на свидания и все такое. Неделю назад Мина закончила Академия и стала Шиноби так как Наруто уже не считался Шиноби выполнить обещание он не сможет командование над командой Мина взяла на руку которая отлично справляется. Наруто же открыл свой бизнес по картинам и все остальные девушки ему в нем помогали ведь их бизнес стал популярным уже через несколько дней как никак но его открыл герой пяти стран Хвостатый Наруто освободил и с помощью Айка вернул их в мир Шиноби но перед этим поговорив со всеми Каги и теперь если деревне будет нужна помощь Хвостатого то они вежливо попросят а не буду пытаться его починить и запечатать а помню объяснял ли но в мир лисов он попал с помощью Каруми чуть не забыл Наруто официально признали главы клана Узумаки и он собирался жениться на каждой девушке после Нового Года который между прочим уже через два дня но они этого не знают сейчас все готовятся к Новому году две недели назад упал снег и сейчас дети играют в снежки и лепят снеговиков Минами не стали исключением но они лепят снеговиков чтобы украсить двор и полигон девушки что постарше сейчас готовят разные блюда такие как Данва анигири новогодние салаты не знаю были они там или нет но да пофиг Наруто же в это время рисует новую картину в отдельной комнате он хочет сделать сюрприз в виде картины новогоднего стола за которым сидит вся будущая семья он попросил никому не заходить к нему чтобы никто не увидел ну в принципе это все самые важные моменты случившиеся за эти два года вот настало то время через несколько минут Новый год Наруто у меня есть подарок он поднялся на второй этаж и пришел с длинной но узкой коробкой Наруто что это Наруто увидите после этого они начали ждать ждать когда пробьет 12 и ждать пришлось недолго ведь до 12 осталось несколько секунд Наруто приступил открывать неизвестный им подарок когда он наконец открыл там была картина на картине был стол забитый разными вкусностями а за ним сидят все его девушки и он Наруто а теперь он достал несколько а точнее 10 коробочек не больше чем 10 на 10 сантиметров он положил по каждой перед девушками Наруто не хотите ли вы стать моими женами девушки да они сказали это со слезинками на краях глаз они были очень рады Наруто же в это время улыбался самой широкой улыбкой ему было радостно от того что они все согласились Наруто когда назначим свадьбу Наруто я думаю на следующей неделе а теперь дальше праздновать девушки да дальше праздник прошел просто отлично через полчаса после 12 к ним пришли Минато с Кушиной Минато и Минмой потом пришли семья 10 лет что могу сказать прошло 10 лет и произошло много чего например у Наруто от Нарука Мины Каруми Сацуки родилась по сыну а от остальных по дочке сейчас они уже ходят в академию Шиноби хоть они гения но не такие как их отец но тут скорее повлияло то что Наруто был с самого рождения 1 до 6 но все же в будущем они могут и превзойти его но это только в будущем живут они без ссор и никогда не ругаются но это тоже конечно хорошо но на этом истории Наруто Узума Киномикадзе заканчивается или только начинается